Галина осень. К сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт. Бывает ли настоящая любовь под сорок? Только под сорок настоящая и бывает? Ну-ну. А бывает ли она между начальником и подчинённой? То-то и оно. Вот и Маша так подумала. Поэтому, ну их эти ненужные проблемы с выяснением отношений. Лучше всего исчезнуть с радаров, успокоиться, да и зажить своей собственной жизнью, без всяких там. А не получается. Не исчезнуть, не зажить спокойно. И тем более без этого настойчивого всякого. Без него вообще никак. Галина осень. К сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт. Пролог. Ваня, я тут пару недель буду очень занята, так что если не отвечу, не теряй. Понял, мам. У нас с Ленкой тоже напряг. Но как только разгребём, сразу нагрянем. Договорились, сын. Тихо рассмеялась Маша и отключилась. Сегодня она приехала на работу немного раньше. Офис ещё был пуст. И Маша позвонила сыну, чтобы предупредить о своей грядущей занятости. Они с Красновым, директором их строительной фирмы, собирались провернуть выгодные дельцы, предложить объединение другой строительной фирме, которая специализировалась на отделочных работах. Если Краснов в основном строил и, кстати, отделкой тоже занимался, но как бы вынужденно, так как сдавали объекты обычно под ключ, то Дернов в основном занимался именно отделкой. Такое объединение было бы выгодно обеим компаниям. И Маша уже готовилась обсчитывать совместные мощности и возможности. Для этого они с Красновым собирались утром пригласить Дернова. Но вышло всё по-другому. Не успела Мария приготовить короткие тезисы для Дернова, чтобы увлечь его совместными перспективами, как Руслан вызвал её в кабинет и велел плотно закрыть дверь. «Что случилось?» — встревожилась Мария. «Маша, нам тут предложение поступило от московского строительного холдинга. Предлагают влиться и стать их филиалом здесь в Н. Без предисловий начал Краснов. Так что Дернову на сегодня не звони». «Московский холдинг?» — удивилась Маша. «А ты?» «Думаю. Давай ты хотя бы грубо прикинешь наши плюсы от этого объединения. А, Маш, у тебя с анализом всегда лады были». «Не знаю, Руслан», — засомневалась Мария. «А не сожрут они нас с потрохами? Москвичи же наглые». «Ну вот ты и посчитаешь, кому сколько долей и люлей», — пошутил Руслан. «А потом им предложим наш вариант. Согласятся, будем договариваться. Нет? Нет». «Если нет, — заметила Маша, — то они нас просто выпихнут с нашего же местного рынка. Мы для них, как Дернов для нас, песчинка». «Ладно, давай их бумаги посмотрю, посчитаю, подумаю». Через три дня Маша с Русланом вновь закрылись в кабинете. Тема слишком сложная, чтобы они заранее судачили кто ни попадя. По предложению москвичей в их городе должен образоваться филиал холдинга. Из всех возможных партнеров москвичи выбрали их строительную фирму «Красника». «Краснов победа». Ну да, отсутствием скромности Руслан Краснов не страдал. Маша подсмеивалась над его тщеславием, но не возражала. В фирме она была правой рукой Краснова, и по всем экономическим вопросам он советовался только с ней. А уж этот серьезный шаг — объединение. Они обсуждали вместе тем более. «Смотри, Руслан, они переводят сюда свой головной офис. То есть этот Петров не просто подгребает нас, он хочет здесь обосноваться сам. Я их портфель посмотрела, насколько смогла. У них заказов море, и все в регионе, а не в Москве. Так что ему есть смысл создать базу у нас. Половину людей он приведет с собой, а половину будет брать у нас и нанимать новых здесь. Чувствуешь? Нам с кем-то придется проститься?» — почесал затылок Краснов. «Естественно. Так что, если мы подпишем, то единоличной власти у тебя уже не будет. С другой стороны, нас перестанут беспокоить конкуренты. Их просто не останется. У кого еще будет такой парк разного оборудования и механизмов, машин и производств? Людей, специалистов и профессионалов, наконец? Думаю, надо соглашаться, пока предлагают. Это новый уровень для нас. Но ты понимаешь, Мария, что вся подготовка нового офиса объединения упадет на тебя? «Уже думала», — ответила Маша. «Просто выкупим в аренду весь этаж в этом бизнес-центре. Или свое где-то новое поставить?» Она вопросительно взглянула на шефа. «В центре земли нет, на окраине далеко. Давай пока здесь арендуем, а через годик посмотрим», — решил Руслан. «Соглашаемся?» — уточнила Маша. «Соглашаемся», — ответил шеф. «А Дернов?» «А что Дернов?» — откликнулся невозмутимо Краснов. «Наш теперь Дернов. Готовь документы. Мы станем подразделением Петрова, а Дернов станет нашим подразделением. Все удачно, Машуня. Действуй». «И вот, договоры подписаны, объединение состоялось, главной офис переехал к ним в Н. Прошла каких-то пара месяцев, и сегодня новый коллектив отмечает это важное событие». Глава первая. «Черт, черт, черт!» Маша, шепотом чертыхаясь, быстро натянула джинсы и огляделась в поисках других своих вещей. Блузка и сумочка, небрежно брошенные в кресле, выглядывали из-под брюк Александра. Босоножки вольготно развалились на краю коврового покрытия. «Обалдеть так наклюкаться!» костерила себя Маша, в торопях накидывая блузку и заправляя ее в джинсы. Вытащила сумочку из-под мужской одежды, схватила босоножки в руки и на цыпочках вышла из номера, боясь оглянуться на спящего мужчину. Дверь прикрыла осторожно, чтобы не щелкнул замок, и только через пару вдохов-выдохов смогла надеть туфли и двинуться по коридору. Лифт решила не вызывать. Второй этаж и так дойдет. Спустившись на первый этаж, с независимым видом поправила на плече сумку и, вежливо кивнув парню на ресепшене, вышла на улицу. Пять часов утра. Никого. Вызвала такси и отошла в сторону от входа. Хорошо, что это была гостиница, а то пришлось бы еще объясняться с консьержем или охраной. У богатых ведь свои порядки и заморочки. Машина подъехала через пять минут, а через десять Маша уже стояла у родного подъезда и высматривала свою ласточку. Вчера она не брала машину с парковки, но на первый взгляд все было нормально. Хотя у них во дворе все друг друга знают и к соседским машинам относятся как к своим. Маша открыла дверь подъезда и придержала ее, чтобы не грохнула. Пять часов утра. Все добрые люди спят. Одна Мария Витальевна Карпова только-только направляется домой. Если бы не обстоятельства, Маша расхохоталась бы сейчас во все горло, а так только прыснула в кулачок и зашагала по лестнице. Лифты здесь не вызывало. Зачем людей в такую рань беспокоить? Лифт у них был старый и гремел всеми своими деталями, грозясь развалиться на ходу. Кто бы ей сказал еще недавно, что взрослая женщина, старший экономист, заместитель шефа Карпова Мария может вот так под утро возвращаться домой от почти незнакомого мужчины, она бы покрутила пальцем у виска, а то и оскорбилась бы. А сейчас идет и улыбается неизвестно чему. Женщина. Вот это она выдала номер. Переспала с деловым партнером шефа. Вернее, с генеральным директором их новой объединенной фирмы, своим новым, самым главным шефом, Петровым Александром Михайловичем. Собственно, и объединений никакого не было. Просто фирма, в которой трудилась Маша, плавно влилась в холдинг Петрова, а бывший Машин шеф Краснов Руслан Владимирович стал его заместителем и в то же время остался руководителем собственного подразделения. Сама же Мария Витальевна выросла в одночасье до должности ИО главного экономиста с зарплатой, превышающей прежнюю в разы, оставаясь по-прежнему заместителем своего шефа. Собственно, работа осталась той же, изменился только статус ее должности. Не старший экономист, а ИО главного. Причем временно, так как Краснов твердо обещал, что эту должность без всяких ИО вскоре точно займет Маша. Ну и зарплата выросла. В процессе подготовки всех этих изменений у Маши еще были сомнения. Но изучив все документы и показатели холдинга, она пришла к выводу, что шеф сделал правильный шаг, войдя в долю к Петрову. Один он на рынке не удержался бы, а с помощью Петрова они, наоборот, подомнут под себя всех конкурентов и станут основными игроками строительного рынка в регионе. Открыв дверь квартиры, Маша присела на банкетку у двери и все же расхохоталась, выплескивая через смех накопившиеся эмоции и начавшуюся истерику. Да уж, дала жару так дала, и в молодости ничего подобного с ней не происходило, а тут, утерев слезы, выступившие от смеха, Маша вернулась к привычным действиям. Раздеться, принять ванну, выпить кофе и... лечь досыпать. Сегодня выходной, можно расслабиться, а то ночью ей поспать почти не удалось. Этот гендир оказался горячим любовником. Маша и не испытывала еще никогда таких эмоций от секса, «Значит, и не знала настоящего удовольствия», усмехнулась она про себя. «Вот и хорошо, будет что вспомнить». Именно вспомнить. Уж, конечно, как здравомыслящая женщина, Маша не предполагала никакого дальнейшего развития этой случайной связи. Сейчас Маша жила одна. Ванька, ее взрослый 20-летний сын, еще год назад отделился от матери и жил в хорошей двушке рядом с универом, где учился на юриста. Он тогда начал встречаться с девушкой, и чтобы сын не таскался по гостиницам или съемным квартирам, на семейном совете было решено отделить его для самостоятельной жизни. Пришла пора. Маша скинулась с матерью, и они подарили Ваньке квартиру. Никаких кредитов и займов обошлись своими накоплениями. Конечно, не элитное жилье, а простая двушка в старом фонде, но ухоженная и в ухоженном доме. Да у них и не Москва, цены не зашкаливают, а захочет роскошнее, пусть зарабатывает сам. Не то, чтобы они были уж очень богатыми, но и Мария, и ее мать умели рационально расходовать деньги и имели некоторые накопления. Замужем Мария никогда не была и привыкла рассчитывать только на себя. А пока Иван учился на третьем курсе, на бюджете. Поступил, кстати, самостоятельно, и этот факт был предметом особой гордости Маши. Однако современное образование таково, что и бюджетное образование требует серьезных вливаний. Так что кошелек Марии временами испытывал нешуточные потрясения, и ей приходилось брать подработки консультациями и отчетами. Правда, зарабатывала Маша всегда неплохо, а теперь будет еще больше. Но сказать о себе, что она богатая и обеспеченная дама, Маша все же не могла. Ванька это понимал и особых денег не требовал, а на свою девушку заработать пытался сам, устроившись с садмином к хорошему знакомому. Как-то современная молодежь начинает шарить в компьютерах, еще не сойдя с горшка, даже если не имеет подходящего образования. Иван был из таких. Да, деньги нужны, и новая зарплата не будет лишней, но не скажется ли сегодняшняя ночь на ее положении в фирме? Маша не знала. Она прилегла на чистую постель и, немного согревшись, задремала. А приснился ей он, Саша. И весь вчерашний вечер она прожила заново, но уже во сне. Сотрудники объединенного холдинга и их дорогое начальство праздновали удачное слияние в кафе на первом этаже бизнес-центра. Кафе было приличным, готовили там вкусно и принадлежало оно холдингу же. Так что все нормально. Началось все привычно. Короткие речи начальства, поздравления и отмашка «начинайте». Маша с женщинами из отдела сидела за столиком чуть в стороне от танцпола. Там и так хватало молодых девчонок не ей прыгать вокруг мужчин. И вдруг над духом раздался бархатный баритон. Потанцуем? А Маша уже выпила. Настроение было отличным, игривым, она слегка опьянела, отпустила себя и согласилась. Почему нет? Праздник же. Но когда теплая рука мужчины подтянула ее ближе и с неприкрытым намеком прижала к сильному телу, Маша все же подняла взгляд на этого смельчака и рассмеялась. Звонко, открыто, удивив этим мужчину и, может быть, спровоцировав дополнительный интерес. Рассмеялась Маша, потому что пригласил и прижимал к себе генеральный директор, несмотря на то, что здесь было много молодых женщин, а она чуть было не послала его куда-нибудь. Танцевал гендир прекрасно, вел уверенно, и Маша с удовольствием отдалась танцу. Она уж и забыла, когда танцевала с таким умелым партнером. А потом они вместе выпили, еще танцевали, о чем-то долго разговаривали, Маша даже слова не могла вспомнить. А потом Александр позвал ее, и они уехали. Затем мужчина нес ее до номера на руках и приговаривал в ухо. Пьянчушка маленькая, вот что с тобой теперь делать? А ты не знаешь? Коварно удивлялась Маша. Ладно, так и быть, подскажу. И цепляла мужчину губами замочку уха. Мужчина в ответ только крепче прижимал ее и тихо рычал. А потом кровать, крутейший секс, Саша, Маша и утро. И сейчас, проснувшись утром в своей постели, Мария продолжала думать об Александре. Нет, Мария ни о чем не жалела, даже посмеивалась про себя, сподобилась в 38 лет соблазнить взрослого мужика. Она не знала, сколько ему лет. Навскидку, 40 с чем-то, но выглядел он здорово. Ни капли жира, накачанный торс, чистое лицо без морщин, небольшая седина в волосах и на висках, сильный, тащил ее на руках от машины до номера и не пикнул. По современной градации возрастов он только недавно перешел от молодости, теперь молодость до 44 лет считается, к зрелости. Женат он или нет, есть ли у него подруга или нет, Маша тоже не знала. Кольца на руке не было, но многие и не носят кольца. Хотя по трезвому размышлению Маша понимала, что такие мужчины свободными не бывают. Все равно сожаления об этой ночи не было. Но случилось, и что? Все по обоюдному желанию. Случайно. Никто никого не тянул. Другое дело, какой вывод надо из этого сделать? Для себя Маша понимала, что станет изо всех сил делать вид, что ничего не было. Не в ее возрасте и не в ее положении намекать мужчине на постельные долги. Если ему интересно, он сам вспомнит и продолжит. А нет, значит, вспоминать ему нечего. Поэтому лучше помалкивать. Слава богу, они с Гендиром работают в разных кабинетах. Правда, на одном этаже, но при желании любой незапланированной встречи можно избежать. А там и забудется все. Мало ли у него таких интрижек было. Опыт-то, ого-го, какой демонстрировал. Маша опять улыбнулась, выходя уже из ванной. Хороший мужик и возраст совсем не чувствуется. Но, как говорится, хороша Маша, да не наша. Оценила она своего случайного любовника и выкинула наконец мысли о нем из головы. Ее ждала уборка квартиры. Из-за жуткой занятости собственному жилищу Маша могла уделять не так много времени. Традиционно для этого была суббота. Глава вторая. «Вань, у тебя все нормально? Давно не звонишь и не приезжаешь?» Выспрашивала Маша у сына уже к вечеру после уборки. «Все норм, мам. Мы с Ленкой заскочим к тебе на недельки. Сейчас никак. За пара. Ну смотри. Пока тогда. Целую. Лене привет». «Ага. Тоже тебя целую и Ленка тебе привет передает». «Да, мам, чуть не забыл. У меня практика скоро будет на две недели. В вашей фирме». «Круто». Сын отключился. А Маша вдруг заволновалась. «Практика в их фирме? Как он себя покажет? Не будет ли ей стыдно? Иван хороший парень, любящий сын, но временами такой безалаберный. А она сама только-только новую должность получила. Еще не набрала авторитета у новых работников. Да и слышала Маша краем уха, что есть среди новых работников дама, которая претендует на место главного экономиста холдинга. Как и сама Маша, которая пока еще только ИО, то есть исполняющая обязанности. Вопрос с должностью немного подвис в воздухе, но Маша особо не волновалась. Пока что они остаются каждая в своем подразделении, но Краснов предупредил Машу, что выбор между двумя экономистами произойдет скоро, и он будет рад видеть ее на новой высокой должности. Нет, она рада и благодарна, но уже предчувствовала проблемы с новыми сотрудниками, а тут еще этот случай с генеральным. Наверняка же кто-нибудь видел, понял и сделал выводы. Слухов теперь не оберешься. Нет, все же правильно она решила забыть эту ночь и сделать вид, что ничего не было. У него наверняка не такие бабы в подружках ходят. Мария занялась ужином и в это время позвонила мать. Маруся, ты не могла бы на недельке ко мне на дачу заглянуть? А лучше выходные, а то грядки заросли, а я что-то со спиной замучилась. Загляну, мам, выходные. В пятницу вечером приеду. И я тебе сто раз говорила, давай уже эти грядки ликвидируем. Сколько нам надо тех лука и морковки? Купить легче. Ох, Марусь, не начинай. Старый спор. Своё все равно вкуснее и полезнее. Жду. Мать положила трубку, а Маша принялась за яблоко. Но что-то ее тревожило, свербило в подсознании и не давало расслабиться. Наконец дошло. Она ждала звонка от Александра или СМС, но ничего не было. Целый день молчок. Ну и ладно, примирилась Маша. Сразу было ясно, что продолжения не будет. В понедельник Маша приехала в офис на полчаса раньше. Машину поставила на свое любимое место. Первый с краю по ходу движения. В кабинете переобулась в офисные туфли, она всегда так делала, потому что в машине и на улице предпочитала броги или оксфорды. Туфли были на среднем тонком каблуке, довольно элегантные. Все же Маша руководитель. Кстати, надо посмотреть готовность помещения для сотрудников. Раньше Маша сидела со своими коллегами вместе. Лишь ее стол стоял отдельно, и возле него было просторней. А сейчас у нее появился собственный кабинет. Сотрудники же из их родной фирмы и новенькие из присоединившейся или наоборот, теперь будут работать вместе в большом помещении. Всего шесть человек. Только экономисты и никаких бухгалтеров. У них теперь тоже свой отдел. Ну что ж, осмотрев помещение, Мария осталась довольна. На каждом столе ноутбук, есть общий принтер и сканер, отдельный стол для Машиного заместителя. Все нормально. Напротив этой комнаты комната отдыха для всего этажа, а в ней самый нужный агрегат кофемашина. Вернувшись в кабинет, Маша оставила дверь приоткрытой. Скоро должна была прийти Оксана, их с Русланом общая секретарша. Ей надо было передать намеченные звонки и встречи. Подготавливая стол к работе, Мария случайно бросила взгляд в окно и застыла. На парковку заехал черный, сверкающий лаком «Лексус», и из него вышел Александр. Открыл пассажирскую дверь и подал кому-то руку. На улицу выпорхнула, другого слова не подберешь, молодое, длинноногое, блондинистое создание, максимум 25 лет от роду, и, ухватив генерального под руку, направилась вместе с ним в контору. Ну вот, тихо заметила сама себе Маша, поэтому и звонков не было. Ладно, оборвала она свои ненужные мысли, нечего раскатывать губу на чужих мужиков. Никогда она этим не занималась, а тут бес попутал не иначе. Стыдно, но если он не дурак, то все между ними и останется. Никто ничего не будет знать, и дама не в обиде будет. Всю первую неделю Маша была настолько занята работой, что едва хватало сил до дома доехать. Шутка ли объединить два успешных предприятия и завести общую отчетность, рассчитать общие показатели, разработать новые таблицы. В общем, об Александре она не вспоминала. На перерывах его не встречала, ни утром, ни вечером вместе на парковке не бывали. И девушку ту больше не видела, звонков и смс-ок от него по-прежнему не было. Но женский коллектив есть женский коллектив. На обеденных перерывах в кафе Маша все же урывками слышала горячие новости. Оказалось, что их секретарша Оксанка все-таки залетела от Руслана или специально это сделала, устав ждать его развода с женой. И теперь им кажется, придется искать новую секретаршу, потому что с женой разводиться Руслан не торопится, а беременная Оксанка ему не нужна. Естественно, все говорилось в отсутствии самой Оксанки. У дамы, претендующей на роль главного экономиста, рухнула личная жизнь. Она, говорят, имела виды на Петрова, а он ее игнорирует и даже запретил без вызова появляться в его кабинете. Откуда все знает, подивилась Маша, сидя за своим столиком. Ту даму она еще ни разу не видела, женщина была в отпуске. Маша приловчилась приходить на обед на пару минут пораньше и занимать угловой столик, садясь спиной к залу. Это не мешало слушать и не смущало говоривших. Иногда к ней подсаживался Руслан, но больше никто не пытался занять место рядом, хотя столик был на двоих. Здесь она и услышала, что генеральный расстался с очередной Барби, визит которой недавно так всколыхнул офис и ударился в семейное строительство, ищет жениха своей дочурки. Интересно, что про них с Александром не было за всю неделю ни одного слуха. Значит, обошлось, и никто ничего не видел. Слава Богу, радовалась Маша, работать под прицелом любопытных глаз ей бы не хотелось. В пятницу она, как и все сотрудники, покинула офис на час раньше. Мать уже звонила и уточняла, не забыла ли Маруся про нее. Не забыла. Подойдя к машине, Маша заметила под дворниками визитку. С некоторым удивлением взяла ее в руки. «Позвони». Одно короткое слово и один номер. «Правда?» «Вот так прямо сразу?» Язвительно подумала Маша. Сунула визитку в сумку и включила зажигание. Машина медленно выехала со стоянки, чтобы через несколько минут влиться в общий поток на выезд из города. Лето. Пятница. Медленно продвигаясь по городу и отстаивая в пробках положенное, Маша невольно возвращалась мыслями к визитке. «Позвони». «А стоит ли?» «Ну, позвонит». «И что?» «Будут оба извиняться и уверять, что больше не повторится?» «Это уже не извинение будет, а оскорбление?» «Нет уж. Лучше совсем не давать тому случаю признаков жизни. Было случайно и прошло. Нечего тут». Придя к такому выводу, Маша приободрилась и уже с улыбкой доехала до дачи, запрятав все свои горячие воспоминания как можно дальше. Будет иногда перетряхивать в памяти прошлое и вспоминать совершенно улетный вечер и ночь с обалденным мужчиной. Слава Богу, было у нее в жизни и такое. Скажет она себе в какой-нибудь далекий от сегодняшнего день. «Мам, я приехала». От калитки позвала она мать. «Иду». Любовь Михайловна, 60-летняя, моложавая, вполне себе бодренькая женщина, показалась на огородной дорожке. «Марусь, я про хлеб забыла. Сгоняй в наш магазинчик, пока городские аглоеды не понаехали. Потом и сухарика на полках не останется». Маша, конечно, устала, но лучше действительно сразу заехать за хлебом, а потом уж расслабляться. К концу дня на дачах в разы прибавится народу, и хлеба не будет до завтра. А ближайший круглосуточный супермаркет в 30 километрах. Маша любила свое садовое товарищество. Оно было расположено в небольшой котловине на склонах. А дно котловины, по которому протекала небольшая речушка, в свое время запрудили, и теперь здесь была прекрасная рыбалка и не менее прекрасная купальня. Озеро пруд получилось довольно большое, а поскольку часть воды была проточной, то чистая, без застойной воды и запаха тины. Здесь даже на небольших катерах катались, не говоря уже про лодки. Раньше здесь были дачи работников завода, но в новое время старые дачки-малютки исчезли, участки объединялись по двое, а то и по четверо, и на новых угодьях строились шикарные особняки, пригодные для круглоготичного проживания. Собственно, многие так и делали. До города каких-то 40 километров, ни о чем, а по времени столько же, как от дома на работу через городские пробки. Многих новых соседей Маша уже и не знала, но, слава богу, в их стороне все оставалось по-прежнему. «Марусь, ты за хлебом? Возьми и нам!» «Ладно, тетя Ань!» Обычная просьба. Маша кивнула соседке, которая высунулась из-за забора и покатила на центральный проезд. Там был небольшой магазинчик с повседневными для дачников товарами. А вот возле магазинчика ее ожидал большой такой сюрприз. На парковке она увидела Лексус Александра и даже не стала выходить из машины. Решила переждать, пока он уедет. Кому он тут мог приехать? Шевельнулось непрошенное любопытство. Она подала машину назад и встала под забором, чтобы ее не было видно от магазина. Через пять минут нервного ожидания Александр вышел в компанию довольно пожилой женщины. Мать, похоже, оценила Маша. Что им богатым понадобилось в нашем поселке? Она слышала, что генеральный живет в коттеджном поселке в пригороде. У них там и бор, и река, и свои рестораны, и свои магазины. Александр и его спутница уехали, и только после этого Мария зашла в магазинчик и купила хлеба, булочек и молока. Возвращение заняло не больше пяти минут, но Маша уже ни о чем не могла думать, кроме как об этой неожиданной встрече. Что делал здесь Петров и к кому он приехал? Она не хотела бы встретиться с ним даже случайно. Вернее, очень хотела, но не хотела. Вот такая ерунда. Но думы думами, настроение настроением, а грядки ждут. И весь оставшийся день Маша провела попой кверху. Зато осенью будет свои морковка, лук, свекла, укроп и петрушка. На кустах созреют вишни, малины и смородина, яблони порадуют краснобокими и желто-зелеными плодами. Хорошо, только времени и усилий требует много. К вечеру Маша с трудом разогнула спину, но все успела. А после баньки и легкого ужина наконец смогла устроиться в любимом кресле на террасе. Любовь Михайловна наслаждалась общением с кем-то из подруг по WhatsApp, а Маша, накинув плед, изучала звезды. В городе редко на них обратишь внимание, а здесь звезды прекрасно видны, как будто их горохом рассыпали по небу. Тихо, спокойно. Придумала уже, в каком из миров будешь жить. Раздался от калитки мягкий баритон. Кто здесь? Вздрогнула Маша. Особо не испугалась, потому что во всех соседних домах были люди, да и голос показался знакомым. А я думал, ты меня ждешь. На дорожку вышел Петров, и его стало хорошо видно под светом фонаря. Я тебя сразу у магазина увидел, пояснил он. А выяснить, где живешь, оказалось несложно. Почему не позвонила? С каждым следующим предложением Петров оказывался все ближе и вот уже стоял перед ней, придерживаясь рукой за перила террасы. А надо было, не удержалась Маша. У меня так-то есть принципы, например, не брать чужое. А ты оказался чужим мужчиной, только сам об этом забыл, похоже. Дурочка ты, фыркнул Петров. Я не могу принадлежать этим расписным куклам. Я их покупаю на время, и заметь, они согласны с условиями покупки. Давай не будем о них. Я жутко по тебе соскучился. И если уж у тебя принципы, выделил он насмешливо, то знай, что на данный момент я свободен. Пользуйся. Даешь добро и без ограничений, усмехнулась Маша. Ты одна? Вместо ответа спросил Александр. Нет, с мамой, спокойно ответила Мария. О, как, воскликнул Гендир. И я здесь с мамой. Привез ее к давней подруге. Но уже уезжаю. А где твой водитель? Что, меня уже за мужика не считаешь? Думаешь, без водителя и охраны не смогу жить? Да нет, пожал плечами Маша. Просто у вас же не принято без сопровождения. Ну, усмехнулся мужчина, бывает, без них не обойдешься, а бывает, они не нужны. Пригласишь? Он поднял ее за руку и прижал к себе, крепко обняв за талию. Горячие мурашки вместе с бабочками победно пронеслись по Машиному телу, и она завороженно, глядя в глаза мужчины и ответила. Проходи, моя комната наверху, мама нас не потревожит. Ну и отлично, сразу согласился Александр. А ты не голоден? Вдруг забеспокоилась Маша. Нет, до утра точно хватит, у меня голод другого рода. Он остановился посредине лестницы и, притянув ее к себе, показал, насколько голоден. Всю неделю о тебе думал, как же я хочу тебя, Машуня. И Петров ткнулся носом в ее волосы за ухом. Понятно, едва выдохнула Маша, нехотя разрывая его объятия и продолжила путь уже затуманенным взглядом. И опять была сумасшедшая ночь, почти без слов, без разговоров и без обещаний. Просто мужчина и женщина, просто здесь и сейчас. Просто отдавались друг другу со всем пылом обоюдного желания. «Быстро учишься», похвалил Александр свою партнершу. «В прошлый раз многое тебе в новинку было». «Ну, есть у кого учиться», согласилась Маша. «Только сейчас я бы сделала так». И игра двоих началась заново. «Машка, что ты зараза творишь? Я же не выдержу». «Подожди, подожди». «Ох, Саша...» С блаженным выдохом откидывается женщина. И снова. И опять. «У тебя вот здесь шрамик?» «Уже под утро гладит Маша пальчиком над бровью Сашки». «Где получил?» «В детстве еще. С мотоцикла свалился». «Бедный». Маша целует и ласкает пальцами давнюю ранку. Александр перебирает волосы женщины, лежащей головой на его плече и думает. Судьба решила побаловать его напоследок. Такую женщину он искал всю жизнь, а встретил в 45. Поздно? Как посмотреть? Но надо сделать то, то и это. И успеть за короткое время. А то эта попрыгунья опять исчезнет с его радаров. Сама что-то там надумает, сама решит. А это не есть правильно. У него достаточно опыта, чтобы понять ценность для себя этой женщины. И ему достаточно лет, чтобы понимать неумолимый ход времени. Он думает, а его женщина уже спит, уткнувшись носом ему в плечо. Заласканное, зацелованное, желанное. Глава третья. Маша проснулась поздно. Утро было в самом разгаре. Солнце весело заглядывало в комнату и снизу из кухни доносились запах блинов и голоса. «Голоса?» с просонья пробурчала Маша. «Кому там так весело?» «Мама?» «Саша?» Определила она принадлежность голосов и сразу все вспомнила. Она молнией вылетела из постели, умылась, оделась и, перехватив волосы резинкой в хвост, быстро спустилась вниз. Что эти двое уже успели наговорить друг другу? Маша приостановилась у порога кухни, пока на нее не обращали внимания. А там ничего особенного не происходило. Мама пекла блины, Александр сидел за столом, уминал горячие блинчики и, по мере опустошения своей тарелки, стягивал очередные порции из большой стопки уже готовых блинов. Любовь Михайловна, как ни в чем не бывало, делилась воспоминаниями о Машином детстве и юности. Александр многозначительно поддакивал и улыбался. Познакомились? Намеренно, спокойно спросила Маша. Ой, доча! Развернулась к ней болтливая родственница. Оказывается, Сашик жил когда-то в нашем районе и тоже ходил в нашу школу только до второго класса. Сашик хмыкнула про себя Маша, окидывая оценивающим взглядом слишком беспардонного гостя. Ведет себя как дома. Умеют же люди. Ей было стыдно перед матерью за неожиданного мужчину в доме. Стыдно перед Сашей, что проспала и не позаботилась о нем. Стыдно было за себя, за свое быстрое согласие на секс второй раз с почти незнакомым мужчиной. Хотя теперь уж очень даже знакомым. Но демонстрировать свой многоголовый стыд, она никому не собиралась. Наоборот, приняв самый независимый вид, Маша прошла к столу. Марусь по-свойски обратился к ней мужчина, использовав имя, наверняка услышанное от матушки. Завтракай, да нам пора выдвигаться. Нам, удивилась Мария, устраиваясь за столом, есть хотелось зверски. Нам-нам, с улыбкой подтвердил тот. Надо заехать в пару мест, подписать пару бумаг, а потом тебя отвезут домой. Но я на машине, растерялась от такого напора Маша. Отдашь ключи моему водителю, пригонят, распорядился Петров. Маша согласилась, почему нет, если мужчина сам хочет о тебе позаботиться. Да и маме он явно понравился. Значит, на какое-то время притихнет с идеями замужества. Правда, ехать вместе в город, появляться где-то вместе и что-то подписывать означает дать повод к сплетням и слухам. Но все же Маша надеялась по дороге попросить Александра не афишировать их отношения. Особенно на работе. Месяц, два, и он наиграется, решила про себя Мария. Сам от меня отстанет. Больно будет, конечно, но переживу. Зато какие воспоминания останутся, иронизировала она про себя. Ох, бабы, бабы, какие же мы бываем бабы. С такими сентенциями Маша и собралась в город, но по многозначительному взгляду родительницы поняла, что от подробного разговора ей все равно не отвертеться. Мам, мы поехали? Езжайте. Мариванне привет. Обязательно. Хлопнула приглушенно тяжелая дверь, тихо заурчал мотор, водитель поднял стекло, отделяющее его от пассажиров, и машина тронулась. Обалдеть, оценила Маша. В такой оснащенной машине она ехала впервые. Сегодня воскресенье, напомнила Маша. То, что нам нужно, можно сделать в любой день, ответил мужчина и замолчал. Маша тоже молчала. Не зная планов, трудно что-то обсуждать. Александр так и не выпускал Машину руку из своей, а она не решалась освободиться, потому что захват был довольно крепким. Получилось бы, что она выражает недовольство, а у нее никакого недовольства не было. Была неловкость. Кроме того, Машу напрягали оценивающие взгляды водителя в их сторону. Совсем недавно он возил в этой машине другую женщину, гораздо моложе и привлекательнее. Что, удивляет взрослая тетка рядом с боссом? Про себя иронично комментировала Маша взгляд водителя. Неожиданно у Александра зазвонил телефон. Посмотрев вызов, он велел остановиться и вышел на обочину поговорить. Они только-только въехали в город. Водитель тоже вышел размяться, пользуясь поводом. Маша осталась в машине, но Александр отошел недалеко и ей был слышен весь разговор, который он вел на повышенных тонах. «Да, проверь ее у нашего врача, обязательно». В этот момент Маша бросила взгляд в зеркало и увидела ярко-красную машину, которая спешно тормозила прямо вслед за ними. Машину эту Маша видела еще на повороте к местной Рублевке, там, где был загородный дом Александра. Невольно она задержала взгляд на ней. Из машины выскочила длинноногая девица, и Маша узнала в ней ту, что неделю назад появилась в офисе вместе с шефом. Теперь уже она не отпускала глаз от девицы, а та торопливо дошла до Александра, который ее пока не видел, и уцепилась за его плечо. Шеф продолжал разговор, и часть его Маша сейчас слышала. «Знаешь, сколько таких попыток уже было? У меня с ними договор», прорычал мужчина. «Договор, и они получают все, что им полагается». «Это тем более, потому что срок договора еще не истек, компенсации вполне достаточно. Найди Берга, он все разрулит, если сам не можешь, но учти, твой звонок сигнал твоей некомпетентности, все эти куклы товар в аренду, и их честно предупреждают, в договорах все подробно расписано, женить бы на них в планах не значится». В этот момент он обернулся на молодую женщину и раздраженно вырвал у нее свою руку. «Карина, что ты еще придумала? Какая беременность? Тебя только две недели назад осматривал врач. Вчера еще ничего не было, а сегодня появилась? Непорочным зачатием? Мы с тобой уже полмесяца не спим». «Вот как? Товар в аренду? Что ж, вполне справедливо. Наверное, и мне сейчас предложат такой договор подписать, раз просил в офис заехать», подумала Мария. «Ну уж нет, даже представить такого унижения не могу». Ей стало невыносимо плохо, страшно стыдно за себя, за свою глупость и наивность. Только несколько минут назад она млела рядом с этим мужчиной и вдруг увидела обратную сторону их связи. «Нет, она и так понимала, что у их отношений нет будущего, но почему-то надеялась, что они хотя бы основаны на настоящих чувствах. Пусть не долгом, но настоящем влечении. А если здесь изначально идет речь о договоре, то какое тут влечение? Ну нет, договор на приятный перепих, каким бы приятным он не был, Маша подписывать не будет. У нее есть еще гордость и самоуважение. Становиться в ряд с этими девочками она не хотела совершенно. Глупо, как глупо, билась и билась в голове позорная мыслишка. Кто-то скажет, подумаешь, ерунда, случайный секс, не о чем заморачиваться. Но Маша не могла так думать. Да, секс получился случайным, но значение для нее имело огромное. У нее давно не было мужчины, а такого секса вообще никогда. Так что Маша переживала еще как. Да и мужчина, честно говоря, понравился очень. Очень. Но не настолько, чтобы потерять гордость. Маша огляделась, машина стояла на обочине недалеко от сетевого крупного торгового центра. Вызвать сюда такси и расплюнуть, то есть два раза нажать кнопку смартфона. Водитель отошел к автомату с кофе и специально задержался там, давая шефу поговорить с девушкой. Александр, взяв девицу за руку, отвел ее в сторону от машины, завершая разговор. У Марии было не больше пары минут. Она аккуратно открыла дверь и тихо вышла из машины, не оглядываясь и ежесекундно ожидая окрика, метнулась к дверям супермаркета. Слава Богу, кажется, удалось. Поднялась на второй этаж и встала в пролете, наблюдая за машиной Петрова. Вот он закончил разговор и вернулся к машине. Увидел, что Маши нет и оглядел территорию. Взялся за телефон. Девица по-прежнему стояла на месте, стиснув руки на груди и жалобно глядя на шефа. Маша моментально переключила смартфон на вибро и глянула на экран. Так и есть, звонит ей. Трубку брать не стала. Понаблюдала, как мужчина несколько раз пытался дозвониться, затем подозвал водителя, нервно хлопнул дверью автомобиля и машина сорвалась с места. Вот и хорошо, выдохнула Маша. Если он с этой молодой и красивой, с которой давно спит, так обращается, то что говорить обо мне? Кто я ему? Случайная немолодая любовница? Даже думать в эту сторону глупо и наивно. Дома она была через полчаса. И если из машины Александра она выскочила на эмоциях, особо не задумываясь, что там будет дальше, то сейчас в голову начали приходить трезвые мысли. И они напрягали. Во-первых, она сбежала от любовника, но не простого, а гендира их фирмы. К слову, она сама в этой фирме тоже не последний человек. Встречаться будут часто. Оно нужно. Каждый день видеть его новые увлечения. Каждый день невольно сравнивать себя с более молодыми девицами. Каждый день тревожить и тревожить раненое сердце. Да, честно призналась она себе, ее сердце ранено и неизвестно теперь, когда заживет. и заживет ли вообще. Во-вторых, как бы хорошо им не было, это ненадолго. Оно нужно, нервы себе трепать. Они настолько из разных песочниц, что удивительно, как вообще столкнулись. Значит, чем раньше эта история прервется, тем целее все будут. Под всеми Маша сейчас имела в виду себя и мать, которая, конечно, будет переживать за нее. Да, лучше раньше. Как же так я умудрилась влипнуть в такую историю? И ведь не глупая вроде. Вот что значит мужика давно не было. Сетовала она сама на себя. Как всегда в минуты эмоционального напряжения Маша начинала мыслить быстро и ясно. Вот и сейчас план действий в ее голове выстроился замечательно быстро. Еще на начале слияния фирм, когда встал вопрос о сокращении лишних кадров, Маша на всякий случай прошлась по сайтам с вакансиями и оставила везде свои резюме. Но Краснов тогда убедил ее, что уж она-то точно останется. С того времени прошел месяц. А вдруг есть ответы? Даже не переодеваясь, Маша кинулась к ноуту. Лихорадочно открыв несколько закрепленных сайтов, она наткнулась на парочку ответов. Давая себе время успокоиться, Маша откинулась на спинку стула и несколько раз глубоко вдохнула, выдохнула. На удачу. Затем подвинула к себе ноут и углубилась в изучение предлагаемых вариантов. Фирмы были небольшие, зарплата явно меньше, чем у нее сейчас. Зато обе приглянувшиеся фирмы были в других районах города. Однако мало увидеть ответ, надо узнать, свободно ли место до сих пор. Сравнив обе вакансии, Маша призадумалась. Шоколадная фабрика или автозапчасти. Ни та, ни другая сфера деятельности не были ей знакомы. Она 10 лет занималась строительством. Но если обе фирмы, имея ее резюме, все же прислали ей ответ, то почему бы не попробовать? Формулы расчетов везде одинаковы, а специфика познается с опытом. Маша, кстати, легко и быстро учится. Натура такая. Шоколадка. Одно из старейших предприятий города. Раньше было полностью своим, но теперь его перекупили москвичи. Ассортимент снизился, но качество по-прежнему было на высоте. Маша, немало поездив по России, считала их шоколадные конфеты лучшими. И, кстати, расположено предприятие в родном для Маши районе. Там она родилась и училась в школе. Это потом уже она переехала в новый престижный район, а мать осталась в их старой квартире. Запчасти были небольшой сетью из трех магазинов, расположенных в разных районах города. Немного подумав, Маша выбрала фабрику. Нервно прикусывая губу, она набрала номер, указанный в ответе. «Здравствуйте, это Карпова Мария, я по поводу вакансии экономиста, вы мне ответили положительно». «Я помню», усталый женский голос подтвердил ей информацию. «Но теперь, кроме вас, есть еще два претендента. Собеседование состоится завтра в 8.30 утра. Вы успели в последний момент?» «Я приеду», торопливо заверила Маша. «Господи, только бы повезло», пробормотала она, отключая телефон. Так-то у Маши были все шансы обойти конкурентов. Образование, опыт, карьерный рост, «Но». «Никогда не знаешь, что тебя ждет за поворотом». Несколько минут после звонка Маша сидела неподвижно, и из нее как будто выпустили воздух, заряд кончился. Она сделала первый шаг и теперь оценивала последствия. Новый звонок, раздавшийся в тишине, заставил ее вздробнуть. Звонил опять Александр, и она опять не взяла трубку. «А правильно ли я поступаю?» Закралась трусливая мыслишка. «Правильно», ответила сама себе Маша и решительно открыла контакты. «Так, где вы там у меня, Наталья Павловна?» «Слушаю вас, Мария Витальевна», раздался в трубке громкий голос их кадровички. На заднем плане слышались голоса и детские визги. «На даче, наверное», подумала Маша. Но дело не терпело, и преодолев неловкость, Маша начала разговор. «Наталья Павловна, я завтра не выйду. Заявление на увольнение вам сейчас по почте скину. Если Краснов сразу не подпишет, не буду в претензии. Через две недели все равно отпустят. Но на всякий случай я ему сейчас сама позвоню. Буду благодарна, если вы скинете мне копию записи для ПФР на почту. Бумажной книжки у меня все равно нет». «Подождите, не совсем поняла. Заявление на увольнение? Вы?» «Я», уже спокойнее пояснила Маша. «Вы же знаете, что у нас две кандидатуры на должность главного экономиста. Так вот, я добровольно ухожу, и останется только Оксана Сергеевна из холдинга. Насколько я знаю, она была заместителем Петрова». «Но…» недоумевала кадровичка. «У вас есть повод? Я чего-то не знаю. Простите, но ни Краснов, ни Петров о вас ничего не говорили. Предполагалось, что должность займете вы. Я ждала только приказа». «Нет, что вы, никакого особого повода», заверила Маша коллегу. «Просто мне пришло выгодное предложение, и я не хочу его терять. Вы же знаете, я рассылала резюме». «Да-да, я помню», торопливо перебила ее женщина. «Все же это как-то неожиданно». «Бывает», уклончиво ответила Маша. «Так вы зарегистрируете заявление, Наталья Павловна?» «Конечно», заверила женщина, и Маша до отбоя звонка успела услышать «Ничего не понимаю». Глава четвертая. «Так, теперь, как обещала, надо предупредить Краснова. Все же десять лет с ним проработала, а потом сделать так, чтобы две недели меня не доставали». Сама себе прошептала Маша. Надо сделать какой-нибудь неожиданный ход, чтобы ни у кого и мысли не возникло искать ее в том месте. Единственная проблема — мать. Но ее Маша просто предупредит о двухнедельном отпуске и неожиданной путевке, а место называть не будет. А может, и по-другому все выйдет. Если на новом месте примут, то сразу на работу и выйдет. Кто ее искать будет? При этой мысли Маша поморщилась и скривилась. Она сомневалась, что Петров кинется ее искать. Не настолько их связь укрепилась и опять поморщилась от душевной боли. Но никто не виноват. Сама все затеяла, самой и горький осадок хлебать. Она вздохнула и набрала номер Краснова. Трубку долго не брали, но затем хриплый голос шефа произнес «Что у тебя, Маша? Привет!» «Привет, Руслан Владимирович! Мне надо уволиться, и я прошу меня не задерживать. Завтра уже не выйду». В трубке помолчали, но затем «Надо?» хмыкнул шеф. «Но надо так надо. Увольняйся. Можешь не приходить». И бросил трубку. «Что это было?» Недоверчиво посмотрела Маша на трубку. С Красновым они работали вместе давно и успешно. Отношения между ними были добротными товарищескими, и услышать сейчас такой тон и резкое «Увольняйся!» Маша была не готова. Потом вспомнила, что слышала в трубке всхлипы и подвывания. До нее дошло, что Краснов выяснял отношения либо с женой, либо с Оксанкой. У него были свои немалые проблемы, и Машин звонок был совсем не вовремя. Но это теперь уже не важно. Главное, всех предупредила и разрешение получила. И вдруг она ясно поняла, что все сделала правильно. И вообще, давно надо было уйти оттуда. Психологи не зря говорят, что время от времени нужно менять место работы и сферу деятельности, чтобы не обрастать мхом и болезненными связями. Вот осталось бы и разрывалось бы между Русланом и Оксанкой. И с тем хорошо работается, ссориться не хочется. И эту глупую курицу жалко. Но работать в таких натянутых отношениях невозможно. Пусть даже Оксанка уволится, скорее всего уволится. Руслана Маша по-прежнему будет видеть каждый день и осуждать за жену, за Оксанку. Мысленно правда, еще не хватало встревать в чужие отношения. Каждый каждый сам отвечает за свои поступки. Вот и она, Маша, за свои ответит сама. А фирма? Не так уж Маша и стремилась к этой новой должности. Да, авторитет выше, да, зарплата больше, но и ответственность, извините, на порядок выше. А коллектив новый, большой, женский, сплетни, слухи, подставы, интриги, все в двойном размере и с новыми силами. А нервы, они же не железные и, как известно, восстанавливаются медленно и не полностью. Так что, согласилась Мария с психологами, работать надо с удовольствием и желанием, а не с нервотрепкой. Собственно, вот так естественный отбор офисного планктона и происходит. Сыронизировала по поводу своей ситуации Маша. Амбициозные и успешные лезут вверх, не обращая внимания на синяки и шишки. Рассудительный исполнители толкутся в середине, а плаксивые меланхолики скатываются вниз по карьерной лестнице. Себя она причисляла к твердым середнякам. Топовые должности сами по себе ее не прельщали. Она вообще не любила публичности в любом виде. И умом понимала, что ее потолок начальник отдела, заместитель, но никак не шеф. Так что сожаления об уходе не было. А вот сожаление об Александре было. Сильное. До боли в душе. Мужчина поразил ее, увлек, взял в плен, причем легко и небрежно даже. Зацепил, но... Они из разных песочниц, и это объективно. Придется пострадать, шепотом оценила свою жизнь Маша. Зато урок будет и память, добавила она через паузу. Получив благословение шефа, Маша расслабилась. Все необходимые звонки и действия она совершила. Можно заняться собой. Подготовиться к завтрашнему утреннему собеседованию, просто отдохнуть. Она разделась, взяла домашнюю одежду и засела в душе. У ее кабины был поддон с высокими бортами. Специально так выбирала. Маша частенько любила посидеть в этой небольшой ванночке, сдабривая воду ароматическими солями и слушая легкую, немного уже забытую музыку. Все нормально? Она выкарабкается, решила про себя Маша. Нет, но ты посмотри, сбежала, зараза! Возмущался Петров. Ты куда смотрел? Рявкнул он на водителя. Да я, Александр Михайлович, и подумать не мог, оправдывался тот. Отошел только кофе попить. Они же сами к вам прыгают обычно. Еще и не вытащишь. Кто ж знал? Кто знал, кто знал? А что не видно, что это совсем другая женщина? Вот и я о том же, почесал затылок водитель. Думал, по делу что-то надо. Про нее же так и говорят, снежная баба. Мужики же на подлете к ней замерзают, на любителя она. Считай, что такой любитель нашелся, и не смей больше небрежно отзываться о Марии Витальевне. Понял, живо заверил водитель и замолчал. Ну его, от греха лучше прикусить язык. Но Петров про себя уже решил, что этого Володю он переведет на другую машину. Ездить с ним и с Машей этот водитель больше не будет. Нечего его женщину обсуждать. Значит так, сейчас едем в офис, надо с этой Карины разобраться, чтобы не мешалась под ногами, а потом домой. Ты ключи от машины Марии Витальевны и передай Борису, пусть перегонит машину к ее дому. Понял Александр Михайлович, с готовностью отозвался водитель. Он уловил по тону хозяина, что накосячил, но где накосячил, еще не разобрался. Однако справедливо опасался последствий. Хозяин на разборке был скор. Петров сел в машину и начал набирать звонки по степени важности. Маша ни на один его звонок не ответила, а его СМСки остались непрочитанными. Обиделась, еще раз констатировал Петров. Ну ничего, разберемся. Нина, сгребай свои бумажки, дело откладывается, сбежала моя принцесса, почти с улыбкой произнес он в трубку. А я бы на твоем месте, Петров, не улыбалась, озадачила его одноклассница, которая теперь заведовала их районным ЗАГСом. Если девушка накануне регистрации сбегает, то явно не по пустяку. Да она вообще про регистрацию не знала, возмутился Петров. Я хотел ей сюрприз сделать, оправдывался взрослый 45-летний мужик. Ох, и дурак же ты, Петров, посочувствовала ему Нина. Кто такие сюрпризы так делает? Ты хотя бы уверен, что нравишься ей? Она вообще замуж хочет? А за тебя замуж? Или ты считаешь, что любая баба за тобой побежит только пальчиком по мани? Черт, похоже, ты права, Нинка. Я думал, она сразу согласится. Нам же хорошо было. Это же не подделаешь. Я чувствовал. Чувствовал он, сарказмом оценила Нина. Ладно, разберешься со своей принцессой. Приходите. Так и быть. Распишу сразу же. Спасибо, мать. Я там твоим пацанам газельку грузовую подогнал. Не новая, но в отличном состоянии. Списывали в гараже по сроку. Прими, не обижайся. Ладно, спасибо, проворчала старая подруженция. Вадька рад будет. Ему как раз небольшой грузовичок нужен. Пока, пока, отбил звонок Петров и тут же набрал следующий. Но этот номер по-прежнему не отвечал, хотя телефон не был отключен. Характер выдерживает, оценил Петров. На что же она отреагировала? Что-то увидела или услышала? Не так поняла, не те выводы сделала. А что у нас произошло? Размышлял Александр. Только явление этой Барби Карины. До этого момента Машка льнула ко мне, как ласковый котенок. Черт бы побрал эту Карину. Что-то я с ней упустил. Вот иначе бес про ее беременность предупреждал. Кстати, Петров набрал номер своего безопасника. Сергей, почему Карина смогла достать нас на трассе? Александр Михайлович, моя вина, сразу сознался безопасник. Мы перед трассой ее поймали. Я как раз вам звонил про ее требования и неожиданную беременность. А она к своей машине рванула. Вы как раз мимо проехали. Ребята не успели среагировать. Извините. Зато сейчас мы плотно идем за вами. Она у меня в машине, а ее машину Борис ведет. Вот в таком темпе до офиса и сопровождайте. Беременность ее проверить самым тщательным образом. Если это только слова, то агентству выкатить протест и претензию. Договор расторгнуть в любом случае. А если на самом деле беременна, выяснить все об этом семивыделителе и заставить жениться на обманутой женщине. Чтобы труды не пропали даром, усмехнулся Петров. Понял, Александр Михайлович, ответил Ночбес. Вы утром просили о Карповой узнать побольше. Я вам сейчас отчет скину. Скидывай. Петров отбил звонок, но телефон оставил в руке. Подсознательно он ждал звонка от Маши, но она молчала. За много лет Петров впервые так запал на женщину. Причем сразу, вдруг. Ну, видел он ее пару раз на совещаниях. Ну, здоровались при встречах. Ну, да, понравилось внешне сразу. Но чтобы крышу снесло, как юнцу какому-то, даже не представлял такого. А тут на этом корпоративе случайно заметил, как она пила вино. расслаблена, со вкусом, с наслаждением. Подбородок подняла, тонкая шейка вытянулась, прядка из-за уха выпала. Вечерний солнечный луч как раз заглянул в окно и показалось Александру, что женщина в ореоле света вся. Женщине было хорошо, свободно. Она отпустила себя и наслаждалась моментом. И он, Александр, этот момент уловил и оценил. Женщина не играла, не старалась понравиться и зацепить кого-то. Женщина была собой, красивая женщина. Он, повинуясь влечению, и пригласил ее на танец. Она согласилась и рассмеялась. Задорно, легко и светло. Александр не захотел ее отпускать и ни с кем больше не хотел разговаривать. Только с ней. У них оказалось много общего. Фильмы и любимые цитаты из них, музыка, время года и погода. Дословно, он бы сейчас не повторил их разговоры, но общий фон прекрасно помнит. Помнит, как предложил уйти, и она, не чинясь, согласилась. Как решил ехать в гостиницу, а не домой, где могли быть еще вещи Карины. И Маша опять была не против. Как нес ее, неожиданно невесомую, на руках до номера, а она прикусывала ему ухо и говорила глупости, приятные глупости. Помнит, как брал ее раз за разом всю ночь, и было мало, и хотелось еще. С шутками, подначками, ласками и поцелуями, не стараясь выпендриваться, как перед молоденькими куклами. Да. А потом неделя плотной занятости. Все же объединение двух компаний не шутка. Расторжение договора с Кариной, пока устное, но жесткое. Однако девочка не поняла и посмела явиться к нему на работу. Чуть не бросилась под машину возле офиса. Пришлось взять и довезти до кабинета, где девице была прочитана целая лекция. Но, кажется, зря. Девица ничего не поняла и опять лезет на глаза. Но зачем Петрову это Барби, когда у него теперь есть Маша? Вторая ночь с ней была еще жарче первой. И вроде все хорошо было. Он и Нинке с утра позвонил, договорился о выездной регистрации у себя в коттедже. А чего долго собираться? Годы-то не те уже. 45 целых, а невеста сбежала. От Петрова. В телефоне звякнуло извещение, отвлекая его от воспоминаний, и Петров открыл письмо. Собственно, ему было все равно, что там насобирал на его женщину ночбез. Он примет ее с любыми заморочками. Но если у нее есть проблемы, то о них лучше знать заранее. Так, Карпова Мария Витальевна. Ну, посмотрим. Так, 38 лет. Молодец, Маруська, выглядит отлично. Родилась, училась, сын, 20 лет. Ранняя птаха наша Маша. Хотя у самого-то Настенке уже 25. Сразу после армии ее родили. Кстати, приехать собиралась недовольна женихом, которого я ей выбрал. Но ничего, стерпится, слюбится, как говорится. А то рядом с ней одни мажорики крутятся. Ни разу путного мужика рядом не видел. Живут за счет родителей, работать ни хрена не хотят. Так, Маруся, что тут о тебе еще? Замужем не была получается? Работа, работа и работа. Понимаю, сам такой. Что, и все? Больше ничего нет? Из родственников только мать и сын? Вот откуда эта самостоятельность. Не на кого надеяться было. Что ж, понятно. Александр закрыл файл и отключил телефон. Машина как раз подъехала к офису. Здесь его должен был ждать юрист. Вопрос с Кариной слишком затянулся и начал приносить проблемы. Володя, не забудь про машину Марии Витальевны. Передай Борису это срочно, сказал Петров, выходя из машины. Понял, Александр Михайлович, все сделаем. Петров мельком бросил взгляд на вторую машину, которая запарковалась рядом вслед за ними. Из нее вышли Ночбес и Карина, но Петров не стал разговаривать здесь, а поднялся в свой кабинет. Здравствуй, Степан, приветствовал он юриста компании. Договор с агентством, с Кариной. С агентством готов к расторжению, нужна только ваша подпись. С Кариной проблема. Необходимо вначале медицинское заключение. Почему у нас вообще возникла такая ситуация с девушкой? Не знаю, Александр Михайлович. Ее мало контролировали. Думаю, сработало стандартное мышление. Раз девушка рядом с вами давно, то значит и прав у нее побольше, чем обычно. Все же она с вами уже год, а предыдущая всего 4 месяца продержалась. Тем более, что в отличие от прежней, для которой квартира снималась, это жила с вами в вашей городской квартире. Практически хозяйка. И вы ей еще подарили квартиру. То есть сам виноват, угрюмо констатировал Петров, который только сейчас осознал, что это так и есть. Только вот признаваться в своих ошибках не хотелось. Это он приблизил Карину практически в круг родственников. Даже с дочерью познакомил. Это он сам разрешил ей остаться в его городской квартире буквально через пару недель. Это он заключил договор не только с модельным агентством, втихаря поставляющим девушек богатым дядям, но и отдельный договор с самой Кариной, по которому в случае расставания ей полагались приличные отступные в виде квартиры и машины. Как же так он успел лохануться? И ведь никакой любви и даже минимальной привязанности он к этой Карине не испытывал. Это было чисто секс, физиологическая разгрузка организма, не более. Петров внимательно посмотрел на Берга. Это он, юрист компании, оформлял обычно все договора, в том числе и договора с этим модельным агентством. Сейчас юрист был неспокоен, он отводил бегающие глаза и старался не смотреть прямо на шефа. Сейчас поднимется Серега и все выясним, решил Александр. Но ему уже перестала нравиться ситуация. Совершенно случайно он обнаружил, что доверенные люди нечестны с ним. Это недопустимо. Через несколько минут томительного для юриста и подозрительного для Александра молчания в кабинет вошли Наджбес и Карина, задержавшиеся где-то внизу. Указав рукой на стулья, Александр нетерпеливо начал разговор, не дожидаясь всеобщей готовности. Итак, Карина, что тебе было неясно в моем предупреждении? Я дважды, повторил тебе, что наш договор завершен. Да, раньше срока, но для этого в договоре есть отступные и их сумму, ты помнится, оговаривала сама. Так в чем дело? Саша, плаксива начала дивиться. Но я тогда не знала, что полюблю тебя. Я не могу отказаться от нас с тобой. Зачем мне эти деньги, эта квартира, если рядом не будет тебя? Девица демонстративно достала платок и трясущимися руками промокнула слезы и сопли. Нет, на Оскар не тянет, сиронизировал про себя Александр и вкратчиво поинтересовался. То есть ты отказываешься от отступных? Александр остановился напротив Карины. Берг, запиши. Как отказываешься? Берг, ничего не пиши. Конечно, нет. Взвелась молодая женщина. Это для тебя пара миллионов ни о чем, а я несколько лет жить смогу нормально. При этом женщина метнула на юриста довольно выразительный взгляд, мол, поддержи. Что же ты тогда в позу встаешь? Какую-то беременность приплела? Глупо, Карина. Александр заметил эти переглядки и его подозрения относительно юриста окрепли. Женщина примолкла, закусив губу. Ее сейчас раздирали противоречивые чувства. Она не хотела потерять драмовые деньги, но и гонорар, который ей обещали за продление связи с Александром, был тоже немал. Кроме того, та вторая сторона была не слабее Александра, и неизвестно еще, будет ли он с ней бороться, когда все узнает. Петров не мог читать мысли, но колебания женщины заметил сразу. Скрывает что-то или кого-то, понял он. Итак, юристы Карина в сговоре. Ночь без. Александр обернулся на друга и подчиненного. С ним он был знаком уже лет пятнадцать, когда нанял только что уволившегося в запас старлея из расформированной части. С тех пор вместе. Ни одну передрягу вынесли, ни одну корку хлеба пополам делили. Разные ситуации были, но вранья между ними никогда не было. И наедине они звали друг друга просто по имени. Сергей шагнул вперед. Александр Михайлович, я сейчас заберу Карину и мы пройдем полное обследование в нашем медцентре, а потом примем решение на основании заключения врачей. Господин Берг в это время займется агентством и претензиями к нему. Холодно и жестко добавил Сергей, глядя на юриста. Между ними сразу сложились непростые отношения, но до сих пор в открытую они не конфликтовали. Хорошо, Сергей, забирай ее, и чтобы в два-три дня все закончили. Поселишь в отдельной палате и приставишь охрану. Никакие сюрпризы нам больше не нужны. Понял, шеф. Сергей хватил девицу за локоть и, несмотря на ее протестующие возгласы, вывел из кабинета. Степан, Петров пристально посмотрел на юриста. У тебя есть единственная и последняя возможность доказать свою лояльность. Выкладывай. Ваша дочь, сглотнув комок в горле, выдавил из себя юрист. За всей историей с Кариной стоит ваша дочь, Анастасия. Глава пятая. Утром Маша намеревалась выйти пораньше, потому что давно не ездила в тот район на транспорте и не знала, сколько это займет времени. Часть пути она хотела проделать на метро, но, выглянув в окно, она увидела свою машину, въезжающую во двор и обрадовалась. Александр сдержал слово. Как бы она не запихивала мысли о нем поглубже, они все равно выскакивали в самый неожиданный момент. Забыть Александра не получалось. Забрав из тумбочки вторые ключи, на всякий случай, Маша вышла из дома. У ее машины стоял мужчина и листал телефон, наверное, искал ее номер. Здравствуйте, громко сказала Маша, подходя ближе. Здравствуйте, Мария Витальевна. Быстро отреагировал мужчина. Меня зовут Борис, машину проверил, все в порядке, ключи держите. Спасибо, Борис, а вы отсюда пешком, что ли? Давайте я вас подвезу. Не нужно, Мария Витальевна, за мной сейчас заедут, не беспокойтесь. Ну, как хотите. Спасибо еще раз. Маша села в машину и с удовольствием включила сжигание. Даже один день без руля вызывало у нее ностальгию. Водить она любила, а общественный транспорт любила не очень. Поэтому пробки там или не пробки, но на колесах всяко лучше. К удивлению, до шоколадки она добралась быстро. До начала собеседования оставалось еще 15 минут. В приемной директора уже сидели две дамы-претендентки. Здравствуйте. Поздоровалась сразу со всеми Мария и обратилась к секретарю. Я Карпова Мария на собеседование. Садитесь. Кивнула ей белокурое создание и снова уткнулась в компьютер. Где они таких берут? Мельком подумала Мария, имея в виду любых начальников. Стандарт у них что ли на секретарш? Для нее тишина, установившаяся в приемной, не была напряженной. Маша просто погрузилась в размышления и воспоминания, связанные с этим местом. Когда-то она жила в этом районе города, любила его до сих пор и считала родным. Кстати, мать по-прежнему жила здесь в старой двухкомнатной квартире, а отца у Маши не было. То есть он, конечно, был, но оставил их с матерью, когда ей было всего два годика и ни разу в жизни больше не появлялся. Правда, алименты платил исправно до 18 лет. Так что с детства Маша знала только одного мужчину в семье – деда. Дед и бабуля жили в этом же районе только в своем доме. Сохранились еще такие по рекам речки Каменки, которая делила правый берег города практически пополам. Правда, сейчас Каменку начали застраивать, русло брать в трубу, возводить на этом месте жилмассивы и стадионы. Но это в центре, а на окраине речка текла еще свободно и говорят, можно было даже ловить рыбу. Но Маша в это не верила. Да, давно она здесь не бывала, заезжала только к дедам несколько раз в год и то ненадолго. Скрипнул стул, нарушая тишину и отвлекая Машу от воспоминаний. Секретарша открыла дверь и первой пригласила в кабинет возрастную даму лет 50. «Солодова Валентина Юрьевна, проходите». Дверь закрылась и в приемной снова установилась тишина. Но теперь она была насторожена ожидающей. Минут через десять дверь кабинета открылась и дама вышла в приемную с недовольным выражением на лице. «Не взяли», поняла Маша. «На чем срезались?» Беспардонно поинтересовалась молодая претендентка. «На электронной отчетности», буркнула дама и вышла из приемной, хлопнув дверью. Мальцева Светлана Игоревна пригласила вторую женщину секретарша. Теперь Маша осталась в приемной одна. Случайно дверь кабинета немного отошла, видимо, задетая сквозняком, и в приемной стал слышен разговор. «Я не работала по специальности, зато я работала в налоговой и могу быть полезной в составлении отчетности». «Да, это большой плюс», раздался мужской голос, который показался Маше знакомым. «Вас устраивает наша зарплата?» «Я рассчитывала, что она со временем повысится», не скрывая, призналась женщина через небольшую паузу. «Не могу этого обещать», возразил мужчина. «Решайте. Кроме того, должен предупредить, что у нас субботы рабочие дни. Это связано с работой производства. Выходной воскресенье». «Но администрация обычно везде работает по пятидневке», удивилась женщина. «Не у нас», парировал мужчина. «И об этом указано в объявлении». «Нет, пожалуй, в таком случае я откажусь», послышался резкий голос женщины. «Низкая зарплата, один выходной, да еще и ехать мне через весь город». «Нет, я отказываюсь». «Ваше право», согласился мужчина. «Где же я слышала этот голос?» напряглась Маша, но так и не вспомнила, а секретарша тем временем пригласила в кабинет уже ее. «Карпова Мария Витальевна, проходите». Маша вошла в кабинет, увидела директора и вздрогнула. Двадцать лет она ничего не знала и не слышала об этом человеке. Почти забыла о нем. И вот... «Здравствуй, Маша». Мужчина шагнул ей навстречу, протягивая руки для объятий, но Маша инстинктивно отклонилась в сторону, избегая такого близкого контакта. «Здравствуй, Виктор. Не ожидала тебя встретить. А я сразу, как увидел твой запрос, ждал только тебя. Спасибо, что пришла. Но я пришла не к тебе. Я пришла на работу. Давай не будем смешивать теплое с твердым. «Ты такая же язвительная, Маша», усмехнулся мужчина. «Но да, не будем смешивать разные вещи. На работу я тебя беру. Твой опыт нам подходит. Отзывы о тебе самые превосходные. Я рад. А специфику нашего производства я думаю, ты освоишь быстро. На всякий случай у тебя первое время будет помощница, прежний экономист. Она уходит в декрет, но согласилась задержаться на две недели. Я очень рад тебя видеть, Маша». Мужчина крепко взял ее за руку и притянул к себе. Но Маша вывернулась из захвата и прошипела. «Виктор, будешь так себя вести, я немедленно уйду. Зачем вообще все это? Мы 20 лет не виделись, мы чужие люди». «А вот это спорно», не согласился мужчина. «Но ты права в одном. На работе только работа. Вы приняты, Мария Витальевна, и можете с завтрашнего дня выходить на работу». «Отлично, Виктор, но все же у меня есть просьба. Давай забудем наше прошлое. Так будет лучше. Поверь». «Давай попробуем», нехотя ответил мужчина. «Иди оформляйся». Маша вышла из кабинета в некоторых сомнениях. С одной стороны, ее пока все устраивало. С другой, встретить вновь отца своего ребенка она никак не предполагала и подозревала, что эта встреча приведет к семейным проблемам. А этого очень не хотелось. Мужчина же, проводив взглядом женщину, подумал, что не сможет выполнить данное ей обещание. Он был уверен, что сын Марии и его сын тоже. Но парню было уже 20 лет. Не поздно ли начинать знакомство? Виктор узнал о сыне только месяц назад, когда Маша прислала резюме и до сих пор не был уверен до конца, что это его сын. Но очень хотел, чтобы так было, потому что в двух браках у него был только один ребенок, девочка, которой было сейчас всего 10 лет. И то, это была дочь его второй жены, которую он удочерил. Про новую близость с Машей он даже не думал. Она никогда не простит тот давний его поступок. Но и представлять рядом с ней каких-то других мужчин Виктору было невозможно. Казалось бы, 20 лет прошло. Маша права, они чужие люди, но всколыхнувшаяся память говорила о другом. «Настя», опешил Александр, «подробно», потребовала он, «от твоего старания сейчас зависит твое будущее». Петров брезгливо взглянул на юриста. Само собой, работать здесь этот мозгляк больше не будет. Но прежде он его как следует выпотрошит. Про Настю. Александру придется серьезно подумать. Сергей не раз уже докладывал о некрасивых действиях дочери в сторону компании. Но пока поводов для разбирательства не было. А портить специальным расследованием и так тяжелые отношения с единственным родным человеком Александру не хотелось. Настя, его единственный ребенок, была его самой большой проблемой. И некого винить, кроме себя. Юрист заговорил, и Александр перевел взгляд на него, оценивая степень правдивости. «Мы знакомы с Анастасией Александровной три года с момента моего прихода к вам. Впервые она попросила меня об услуге после окончания университета. Вы ее хотели оставить в Москве и натаскивать на дела фирмы, а она хотела выехать в Лондон, чтобы продолжить образование и сожительство вместе со своим другом». Петров вспомнил тот момент. Он действительно надеялся тогда, что Настя сможет стать его правой рукой в бизнесе. Хотя строительство не девчачья сфера деятельности, но парней и наследников у него, к сожалению, не было. И если бы у Насти проснулся интерес к делу, то Александр мог бы спокойно передать бизнес впоследствии в руки толкового зятя. Но Настя к делу его жизни была равнодушна. Нельзя сказать, что дочь полностью сидела на его шее. Она открыла два салона красоты на деньги отца в спальных районах Москвы. Приблизила, так сказать, услуги к рядовому потребителю и начала осваивать эту сферу. Собиралась открыть такие же салоны в других окраинных районах города, собрав их под брендом «Анастасия». Для девочки неплохой ход. Но было одно но. Настя маниакально гонялась за сыном известного миллиардера. Однако, как она сама была недостижимой звездой для простого работяги, так и этот наследник был такой же звездой для нее. Жениться на Насте он не собирался. Петров, хотя и был далеко не бедным человеком, но в список Форбс не входил. Он был тем самым средним классом, на котором держится экономика любой страны. В России таких бизнесменов миллионеров уже даже не тысячи, сотни тысяч рублевых и десятки тысяч долларовых. Да, Петров вспомнил ту историю. Настя объявила, что едет в Лондон, а Петров вспылил и ультимативно заявил, либо она прекращает бегать за этим ушлепком и перестает позорить семью, либо он лишает ее наследства и финансовой поддержки. А она оказывается затаила месть. Ну и что вы провернули тогда? Угрюмо задал он вопрос юристу. Анастасия Александровна сорвала вам сделку с немцами. Каким образом? Поморщился Петров с досадой. Он помнил этот потерянный контракт. Мы смонтировали видео с нашей стройки о нарушениях по материалам, по проекту, по технике безопасности. Пустили слух, что ваша компания потеряла доверие мэрии и с вами не хотят иметь дело. А для немцев деловая репутация основа бизнеса. Я помню. Но, кстати, недавно те же немцы вновь обратились к нам. С прежней фирмой они не достигли результата. А теперь мы уже подумаем, стоит ли с ними связываться. Так что ваши усилия пропали даром, подколол Александр. Да, я видел их новое предложение, согласился Берг. Вы теперь выигрыши, тем более после объединения с Красновым. Да и медцентр немцы будут ставить здесь, а не в Москве. Ладно, начало твоего падения понял. А Карина при чем? Ни ни при чем. Она так же, как и я, стала информатором Анастасии Александровны. Как только та поняла, что Карина задержалась возле вас дольше обычного, поэтому она знает о появлении в вашей жизни Марии. Я сам скидывал ей снимки с корпоратива и из гостиницы. Из гостиницы я запретил снимать в том номере. Да, ваш безопасник камеры снял, а мы недавно снова поставили одну. Но больше никто ничего не знает. Ваша дочь сразу велела Карине закатить вам скандал и чтобы Мария обязательно слышала, а лучше видела. Карина сторожила вашу машину на повороте. Она знала, что вы будете в дачном поселке. А про Машу тоже знала. За ней ведется наблюдение. Где Маша сейчас? Дома. Телефон, ключи от машины на стол. Есть условные знаки для связи с Анастасией? Кто еще ей помогает? Нет, только вечерние доклады. О других людях не знаю. Володя, запри его в переговорные до возвращения Сергея. Водитель вывел юриста, а Александр опустился на стол и тяжело выдохнул. Понимать, что дочь тебе совсем не союзник, а наоборот противник, было горько. Что и кому она успела передать, с кем и о чем договориться, еще предстояло расследовать, но одно было ясно. Ее доступ на объекты и в офис фирмы следовало немедленно закрыть. И хочешь не хочешь, но установить за наследницей постоянное наблюдение. Возникал и другой вопрос, какова цель всех ее действий? Сама она точно не будет заниматься строительным бизнесом. Тогда зачем? Просто разорить? Унизить? Не смешно. Так, Александр встряхнулся и собрался с мыслями. Вся эта лабуда ему сейчас не нужна. Со всей этой грязью он разберется завтра, потому что Сергей с Кариной получат результаты только завтра, а значит, сейчас нет смысла кипятиться. За два часа серьезные анализы не сделают, значит, у него, Александра, есть этот вечер, чтобы подумать о Маше. Этот законник сказал, что она сейчас дома. Что ж, пусть отдохнет его принцесса, он подождет. Даже несколько часов без Маши ему показались трудными, хотелось просто видеть ее рядом, чувствовать молчаливую поддержку, видеть одобряющую улыбку, ощущать дружеское пожатие руки. Машка, Машка, как быстро ты проникла мне под кожу, а я тебе? И вторая часть вопроса беспокоила Александра гораздо больше. Никогда еще Петров не занимался так много личными делами. Ему казалось, что у него все отлажено, все под контролем и идет как надо. Но проблемы навалились в одночасье, да и не случайные, а те, что зрели издавна. Ночью из Москвы приехала Настя и по телефону закатила ему истерику, что ее не пустили ни в загородный дом, ни в городскую квартиру. Ей пришлось остановиться в гостинице. Но Петров твердо решил не пускать дочь на свою территорию, пока окончательно не разберется с ее позицией. С утра он был готов к новым психологическим атакам, когда Настя узнает об изоляции своих осведомителей, но до сих пор было тихо. Юристы и Карину после взятия всех анализов разместили в загородном корпоративном доме отдыха под жесткой охраной. Степана тщательно допросили, записали признание на бумагу и на видео и оставили там до принятия решения. Карина оказалась на самом деле беременна, но срок самый минимальный 8-10 дней. Александр же не прибегал к ее услугам более двух недель, а когда прибегал пользовался презервативом. Но все же эта ситуация требовала особого тщательного анализа. Сама Карина твердо настаивала на том, что кроме Александра у нее никого не было, поэтому Карину решено было оставить в доме отдыха до выяснения результата. Если ребенок окажется его, во что Александр не верил, то он его не бросит. Но Карине рядом с Петровым места не будет. Весь этот бред настолько утомил Петрова, что к вечеру он уже почти рычал на сотрудников. Да еще и Маши не было на работе. Краснов на вопрос о ней только бросил уволилась. Уволилась? Главный экономист уволилась и ты не доложил? У нас еще одна есть из твоего пула, спокойно парировал Краснов. После обеда хотел тебе сказать. Вы что, поругались с Марией? заподозрил Петров. Нет, я разлавился со своими бабами и проклял тот день, когда повелся на сиськи Оксанки. Взревел Краснов и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Да, удачно корпоратив прошел. Вон какая муть поднялась, констатировал шеф. Маша на его звонки по-прежнему не отвечала, но Петров пока особо не переживал. Всему нужно время. Маше тоже нужно время, чтобы обдумать ситуацию и остыть. Однако к вечеру нервы Петрова не выдержали и он отправился к дому своей женщины. В 7 вечера Маши дома еще не было. Он долго жал на кнопку звонка и понял, что лучше подождать в машине. В 7 30 нет, в 8 вечера нет и только в 8 30 Машина Мазда въехала во двор. Женщина вышла, достала из багажника два больших пакета с продуктами и с усилием потянула их на себя. Женщина, тебя не учили, что для переноски тяжести есть мужчина? Ворчливо произнес Петров, забирая из рук Маши пакеты. Маша, вздрогнув было от неожиданности, тут же успокоилась, увидев Петрова и с сарказмом ответила. А вас, мужчина, не учили, что подходить со спины опасно? Я ведь и пнуть могла неслабо. Иди уже, воительница вредная, по-прежнему ворчливо ответил Петров. Ты можешь, согласился он, как только жила с таким характером. Сын не жалуется, а мнение других мне пофигу. Молча они поднялись до Машиной квартиры, и она остановилась демонстративно, не собираясь приглашать Петрова к себе. Тот понял, но поступил неожиданно. Молча забрал из Машиной руки ключи, молча открыл дверь, молча внес пакеты и молча закрыл дверь изнутри, когда Маша с непроницаемым лицом все же вошла в собственную квартиру вслед за Петровым. А вот потом он резко и тесно прижал Машу к стене прихожей и, уткнувшись носом за ухо, с болью прошептал. Соскучился страшно. «Прости, Маш, прости, ты не должна была все это видеть и слышать. Я разберусь и все наладится, только кажется, это лишь начало. А я хотела сбежать от тебя и от твоих девок, спрятаться, чтобы не нашел», призналась Мария, не в силах оттолкнуть от себя мужчину. «Глупая», поцеловал ее Петров, «куда ты теперь от меня денешься? Ты моя женщина и девок никаких теперь нет, ты одна у меня, только дай мне время совсем разобраться». «Разбирайся, Саш, но я к вам не вернусь». «И не надо». Разговаривать между поцелуями было неудобно, они оба соскучились и обоим было наплевать на правильность поведения. Так что очнулись они поздно вечером в Машиной постели. «Пакеты», воскликнула Маша. «Мясо потекло, мороженое растаяло, метнулась она в прихожую и услышала за спиной тихий смешок Александра. Обычная сценка семейной пары? Нет. Для него это был кайф чистой воды. Он и Маша вместе в одном доме. Петров хотел этого навсегда. 24 на 7 и на всю жизнь. Вот как его тряхануло». Слушайте продолжение аудиокниги после короткого блока рекламы. Уважаемые слушатели. Если вы хотите оказать материальную помощь каналу, переведите любую сумму на счет, указанный в описании к видеоролику или в закрепленном комментарии. Спасибо. Глава шестая. Из кухни Маша вернулась минут через тридцать, но Петров уже спал. Лежал на боку, подтянув одну ногу и подмяв под себя одеяло. Маша и сама часто так засыпала. «Ну вот», — проговорила она сама себе. «И в моем доме появился мужчина». Она подсела рядом, провела легонько по коротким волосам, потеребила ласково кончик уха, но Петров только разулыбался, прошептал губами «Машка» и продолжил спать, как ни в чем не бывало. «Ну и ладно», — согласилась Маша. Душ она приняла, пижамку провокционную надела и со спокойной совестью легла с другого края. Всю ночь они самым честным образом просто спали. А утром Маша разбудил запах кофе. Взглянув на часы, она накинула, а вот и не халатик еще не хватало, пеньюар и вышла на кухню. Петров в одних боксерах и в Машином фартуке деловито готовил завтрак, как будто проделывал это на ее кухне ежедневно. Он уже отварил пакетик риса из пачки увелки и теперь держал его за петлю над раковиной, давая стечь лишней влаге. Затем, демонстративно не обращая внимания на Машу, распорол пакетик и выложил рис в миску, добавил кипяченой воды из чайника и сдобрил все это приличным куском сливочного масла. «Не люблю сильно крутую кашу», пояснил он Маше. «Я тоже», призналась Маша и хлопнул он несколько раз в ладоши. «Петров, ты меня поразил». «А я разве безрукий?» улыбнулся в ответ мужчина. «Просто вы, бабы, иногда слишком нянчитесь с нами, а нам это на руку, но когда остаешься один, жрать захочешь, сделаешь сам. Не всегда же у меня прислуга была». «Все равно, Саш, не каждый мужик будет вот так на кухне хозяйничать для своей женщины. Это приятно», созналась Маша и ласково обняла Петрова, целуя в подбородок. «Ладно, давай завтракать», подогнал ее мужчина. «А то сейчас Борис должен подъехать, вещи мои подвезет и меня заберет на работу, а мы еще не одеты. Вещи? Твои?» не поняла Маша. «Ну да», спокойно ответил Петров, начиная орудовать ложкой. «Не буду же я ночевать здесь, а утром бегать переодеваться домой. Смешно. Ты ко мне пока не поедешь, это ясно, а я без тебя уже не могу. Значит, я к тебе перебираюсь, пока не договоримся», уточнил Петров. У Маши глаза распахнулись и челюсть вниз отпала. «Что? Вот так просто? Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего зря время терять?» С иронией пробормотала она. «Ну, примерно», невозмутимо подтвердил Петров и наклонился к ней, целуя в висок. «Все будет хорошо, Марусь, я обещаю, ешь». «Ну, если обещаешь», Маша растерянно заработала ложкой, умных мыслей в ответ не приходило. И странно, ей не хотелось ни обижаться на Петрова, ни возмущаться его поведением, а хотелось улыбаться и порхать. Парадокс. Поэтому она с улыбкой ответила мужчине. «Хорошо, Саш, я дождусь Бориса и разберу твои вещи. Правда, у меня сегодня первый рабочий день, но я постараюсь не опоздать». «Маш», откликнулся Петров уже из комнаты, куда ушел одеваться, «ты, конечно, абсолютно самостоятельная женщина, но не торопишься ли ты с работой? Отдохни, подумай». «Моя жена может и не работать, а если совсем без дела не сможешь, то салон тебе какой-нибудь прикупим или фитнес-центр или кафешку. Подумай, Маш», чмокнул он ее в нос, уже застегивая часы. Маша уже второй раз за утро застыла с отвисшей челюстью. «Петров, это ты меня так замуж зовешь, что ли?» Все же отмерла она, выходя за ним в прихожую. «Ну да», согласился тот, «я тебе еще в прошлый раз сюрприз готовил, правда, все сорвалось из-за какой-то беглянки, но сейчас все будет торжественно и красиво», успокаивал он. Боюсь даже представить, покачала головой Маша, в ее голосе невольно прорезалась обида, ее просто ставили перед фактом. Петров чутко замер, прервав свои сборы. Внимательно поглядел на Машу, увидел, наверное, что-то неясное и вдруг резко опустился перед ней на колено. Абсолютно серьезно, без доли насмешки и стеба, мужчина произнес, «Уважаемая Мария Витальевна, прошу вас стать моей женой и осчастливить этим всю мою жизнь». С этими словами Александр протянул ей коробочку, которую тут же открыл. Внутри сверкнуло блеском тонкое элегантное кольцо. «Да что же это такое сегодня?» в панике заметались мысли Маши. «А-а-а-а-а-а-а-а…» «Петров, а ты другого времени не нашел?» — хрипло спросила она. «А это чем плохо?» не согласился с ней Петров. «Ты, главное, ответь положительно». «Отвечаю положительно», сказала Маша, которой вдруг стало легко и весело, а также совершенно ясно, что Петров — это надолго, а может навсегда. «Уважаемый Александр Михайлович, я согласна стать вашей женой и счастливо прожить с вами всю жизнь». «Ну, слава богу!» — с облегчением воскликнул Петров, вставая. При этом он вначале демонстративно отряхнул колени, вынул из коробочки кольцо и распорядился. «Руку давай! Видишь, на внутренней стороне есть надпись «А» и «М» в вензеле. Надеюсь, так и останется навсегда». «Саша, я даже не знаю, что сказать», — растерялась Мария. «Выходит, ты давно это решил? Не сегодня?» «Вот именно. И если бы кто-то не бегал по городу, то уже давно был бы замужем». «Прости, Саш, я люблю тебя, но я в шоке от твоих поступков». «Привыкнешь». Мужчина привлёк к себе женщину в лёгком и нежном поцелуе, но вскоре он стал напористым и требовательным, жадным и горячим. Однако их прервал звонок в дверь. «Александр Михайлович, вот ваши вещи», — занёс водитель две большие сумки. «Здрасте, Мария Витальевна», — с улыбкой приветствовал он Машу. «Здравствуйте, Борис», — смутилась и покраснела Маша, спрятавшись за спину Петрова. Борис быстро вышел. Петров, чмокнув ещё раз Машу в щёку, тоже заторопился, и Маша осталась одна. «Как быстро меняется моя жизнь», — подумала она мельком. Но рефлексировать было некогда. Маша наскоро разобрала сумки, разложила бельё и вещи Александра по полкам. «Мужчина в доме? Не сын? Не родственник? Муж? Почти». Потом Маша заторопилась собираться. Время поджимало, и на новую работу она заявилась всего за пять минут до начала рабочего дня. Виктор стоял в приёмной. То ли специально ждал её, то ли случайно так вышло. «Здравствуйте, Мария Витальевна. Пойдёмте, я покажу ваш кабинет и познакомлю с прежним экономистом». «Но хоть не афиширует наше знакомство», — обрадовалась Маша и ответила. «Доброе утро, Виктор Николаевич. Вам придётся быстро включиться в работу», — продолжил Маркелов, пока они шли по коридору, «потому что у нас происходит замена оборудования, и себестоимость некоторых видов продукции необходимо пересчитать заново». «Понятно», — откликнулась Маша и заправила прядку, которая постоянно выпадала из гульки на затылке. Маркелов проводил взглядом её руку с кольцом, но ничего не сказал. «И правильно», — прокомментировала про себя Маша. «Не твоё дело». Они дошли до конца коридора, и там обнаружилась дверь со скромной табличкой «экономист». «Прошу, Мария Витальевна». Виктор распахнул дверь и оставил её открытой настиж. «Умно», — оценила Маша. «Маша, нас здесь никто не услышит. Твой кабинет последний. Напротив помещений нет. А если кто-то захочет подслушать, то мы увидим. Так что предлагаю поговорить сейчас». «Говори», — согласилась Маша, уже предполагая, о чём, вернее, о ком будет разговор. «Я хочу познакомиться с сыном. Знаю, что опоздал. Но в этом есть и твоя вина. Могла бы и сообщить мне о ребёнке», — с обидой в голосе произнёс Маркелов. «Уверен, что Ваня твой сын?» Через небольшую паузу спросила Маша. Она, честно говоря, ещё не приняла решение, как реагировать на эту просьбу, хотя понимала, что раз встреча произошла, то скрывать уже поздно. Да и вправили она. С одной стороны, 20 лет они жили без Маркелова и могут жить дальше. С другой стороны, чёрт его знает, как жизнь сложится. Может, Маркелову действительно важно узнать своего сына, а Ванюшке узнать отца? Маша испытующе посмотрела на бывшего мужчину. Он был её первым мужчиной и очень долго единственным. Старше неё на 6 лет. Она училась на первом курсе, он на пятом. В 18 она собиралась за него замуж. Летела домой, сбежав с последней пары, как на крыльях, обнаружив на тесте две заветные полоски. А увидела... Что обычно видят обманутые половинки, вернувшись домой не вовремя? Да, именно так. Увидела своего любимого Витеньку, яростно долбящего их соседку по площадке. Они даже не слышали, как она дверь открывала. Соседка, кстати, замужняя 30-летняя баба, для Маши в то время старая перечница, и мать малолетнего ребёнка. Судя по тому, как эти двое, застегнутые врасплох, общались, такие встречи у них были нередкими. «Придурок! Надо было позвонить ей и узнать!» – орала соседка. «Сама дура!» – орал в ответ Витя. «Собирай своё барахло! А то в прошлый раз трусы оставила, еле успел выкинуть!» И плевать им было на Машу, 18-летнюю наивную чукотскую девочку. Квартира та принадлежала Виктору. Маша постояла, посмотрела на этот концерт и молчком начала собираться, не обращая внимания на возгласы Виктора, который, наконец, заметил её действия. Она застегнула сумку, выпрямилась и, достав из кошелька деньги, стипендию сегодня получила, выложила на стол 15 тысяч. «Это тебе за квартиру в этом месяце. Остальной долг верну в течение недели». «Прощай!» «Машка, ты что, дура? Какие деньги? И вообще, куда ты?» «Деньги за проживание на твоей жилплощади. Я здесь жила три месяца. Теперь возвращаюсь домой». Она обошла Виктора, закрывавшего ей выход, и открыла дверь. «Ну и вали отсюда!» – зло выкрикнул парень, понимая, что девчонку не остановить. «Вали!» – и долбанул кулаком по стене, вымещая этим ударом зло на себя, на соседку и на обстоятельства. Погорел так погорел. Про свою беременность Маша решила Виктору не говорить. Зачем? Жить с этим человеком она с этого момента не собиралась, а зависеть от него и его милостей, получая деньги, не собиралась тем более. Независимость во всем было главным кредо Маши с детства. Справиться сама. Руки, ноги, голова на месте – значит, справиться. Виктор звонил ей ровно неделю, а потом затих, как отрезала. И вот через 20 лет они встретились. Случайно. Но, как известно, случайность – это непознанная закономерность. «И, собственно, чего я мучаюсь?» – решила про себя Маша. «Ванька – взрослый молодой мужик. Сам уже с женщиной живет. Пусть сам и решает, общаться ему с отцом или нет». Она открыто посмотрела на Маркелова. «Ну и что же, что бывший? Теперь-то чужой?» «Что ей, бояться всю жизнь и на другую сторону переходить при встрече?» «Глупости». «Хорошо», – кивнула она. «Я поговорю с сыном и расскажу о твоей просьбе». «То есть ты признаешь, что это мой сын?» Обрадовался Маркелов, который не рассчитывал на удачу и начал наезд чисто на Абум. «Признаю. Не вижу смысла врать, когда сын уже вырос. Но только ему решать, признавать ли тебя отцом. Не нагнетай, Виктор. Давай останемся хорошими знакомыми. Могут же бывшие не устраивать друг другу пакости? Или не могут?» С сомнением посмотрела Маша на директора. «Может, и правда сразу отсюда уйти?» «Попробуем существовать мирно», – сквозь зубы ответил Маркелов. «Я, кстати, женат. Второй раз», – уточнил он зачем-то. «Во втором браке есть дочь. Десять лет». «Вот и хорошо», – выдохнула Маша. «А я замужем. Неизвестно зачем приврала она». «А что? В сожительстве почти все женщины считают себя женами. А мужики в большинстве считают себя в таком союзе холостяками. Сэляви». Она улыбнулась, вспомнив утреннего Петрова. Тот как раз, наоборот, требовал от нее брака. Маркелов, задумчиво посмотрев на нее, вышел, а Маша начала устраиваться на новом месте. Подошла беременный экономист и наскоро показала Маше, где какие папки, документы, текущая информация. В общем, рабочий процесс начался. Петров прибыл в офис и первым делом вызвал Сергея. «Что у нас нового?» «Немцы», – угрюмо ответил Ночбес. «Требуют твоего присутствия на их совете. Грозят от нас отказаться, если не приедешь. Вот засранцы», – не выдержал Петров. «Сначала им наш имидж не понравился, а теперь они требуют нашего участия». «Ладно, давай подробно». «У немцев уже представитель приехал на объект. Это в ста километрах отсюда. Их прежний подрядчик стройку начал, а селенок продолжать не хватает. Техники нет, рабочих нет. Короче, заказ отхватили, а к объемам таким не готовы. У нас все есть, но мы не можем зайти на объект, пока нет договора. Поэтому они торопят с его подписанием. Так что билеты мы тебе заказали туда и обратно. Как я понял, там только подписать. Поэтому обратный рейс через сутки. Сам знаю, что хреново. Через паузу заметил он на нервную гримасу Александра. «Но жалеть не буду. Справишься». Вдвоем между собой они разговаривали на равных, и положение Петрова их дружбе не мешало. «Ладно, черт с ними. Нам тоже невыгодно разбрасываться такими заказами. Но я однозначно придумаю, как слупить с них компенсацию за первый сорванный договор». «Ага, давай», согласился Сергей, с трудом удерживая зевоту. Последние несколько суток он спал урывками. «Дальше что?» насторожно спросил Петров. С некоторых пор он опасался узнавать что-либо о дочери. «С Кариной все в порядке», доложил Сергей. «Будет жить на нашей базе до тех пор, пока не появится возможность сделать ДНК ребенка». Сейчас возможно по венозной крови матери определить отцовство на раннем сроке. Так что максимум она у нас погостит с месяц. После седьмой недели и проведем процедуру. «Хорошо. Надеюсь на тебя. Разберись там. Но особо не угнетай. Пусть пользуется. Квартиру ей оставьте. Машину тоже». «Уверен, что не твой?» «Уверен». Тогда с Кариной все понятно. «Настя», не выдержал Петров. «Анастасию ребята потеряли», повинился «Начбес». Она выехала из отеля ночью, судя по записям в книге. Но никто не видел никуда, ни на чем, ни с кем. Через главные двери она не проходила, а на служебном выходе у них камера уже полгода не работает. «Соседи?» Без особой надежды спросил Александр. «Служебная дверь выходит на пустынную улицу. Через дорогу только гаражи. Камер ни у кого нет. Нам бы надо было ей программку в айфон установить. Тогда и проблем бы с поиском не было». «Но это же твоя дочь?» «Не стали совсем уж портить ваши отношения?» «А вдруг бы она обнаружила?» «Понятно», – тяжело вздохнул Петров. «Мой вылет во сколько?» «Через пару часов, в одиннадцать местного». «Маше передай, чтобы она не волновалась, да я и сам напишу. Постараюсь не задерживаться». «Сергей, я с тебя голову сниму, если с Машей что-нибудь случится. Ее новое место работы проверь. Сопровождение круглосуточное. В общем, бди». «Да понял уже», – ухмыльнулся Сергей. «Женишься?» «Женюсь», – улыбнулся в ответ Александр. «Веришь?» «Сам еще в шоке. Не ожидал от себя. Предложение сделал. Маша его приняла и кольцо надела. Вернусь. Нинька нам регистрацию устроит. Так что все, брат, завязал я с холостяцкой жизнью». «Но тебе виднее», – одобрил его Сергей. Сам он помыслить не мог о семье и постоянной женщине. Работа такая. Они пожали друг другу руки, и Петров вышел из кабинета. Вначале Борис завез его в городскую квартиру, где Петров собрал минимум вещей в поездку. В квартире как раз находилась приходящая домработница. «Надежда», – Александр подозвал женщину. «Соберите все оставшиеся вещи Карины и отправьте в ее квартиру. Затем вызовите клининг, чтобы сделать генеральную уборку». Он не собирался жить здесь с Машей, но и не хотел, чтобы даже в случайные визиты Маша соприкасалась с энергией чужих женщин, бывавших здесь. Петров вообще задумался о продаже этой квартиры и приобретении новой. «И еще», – задержал он женщину, в которой метнулось было выполнять указания. «В моем доме в речку Новке пусть тоже наведут порядок и подготовят супружескую спальню. Я приеду с женой. И предупредите людей, чтобы языки не распускали. Будет выполнено, Александр Михайлович», – сделала легкий поклон женщина. Глава седьмая. Перелет до Берлина дал Александру возможность немного отдохнуть и даже поспать. В аэропорту Берлина его встречали двое мужчин с плакатом «Петров в руках». Александр подошел и пожал руку первому из них, почувствовал внезапно легкий укол в руку прямо через пиджак, и все. Больше он ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Люди вокруг заметили, что какому-то мужчине стало плохо, но его быстро подхватили под руки встречающие и практически вынесли из здания порта. Вопреки всем правилам, прямо у входа их ожидал автомобиль. Потерявшего сознание мужчину уложили на заднее сидение и через пару минут на месте инцидента никого не было. А еще через несколько минут на одном из поворотов трассы машина съехала на второстепенную дорогу и остановилась в пустынном месте. Водитель снял верхние ложные номера и машина спокойно двинулась дальше. Где-то в пригороде Берлина она остановилась у обычного немецкого особняка. Ворота автоматически открылись и машина въехала во двор. С крыльца торопливо сошла красивая ухоженная женщина лет сорока-сорока пяти и заглянула через стекло на заднее сидение. «Привезли? Все нормально? Немцы его не искали?» «Все нормально, Светлана Игоревна, немцы немного опоздали, у них колесо пробило, а мы успели», улыбнулся он уголками губ. «Но нам надо вернуться, проверить ситуацию и подчистить следы, если что». «Да, я понимаю, но вначале занесите его в комнату, к вечеру жду Рихарда. Идите», простилась она с мужчинами. Некоторое время женщина сидела возле Петрова, как будто заново изучая его. Ни одной эмоции не мелькнуло на ее застывшем лице. Затем она вышла и позвала служанку. «Берта, разденьте господина и уложите в постель. Можете попросить помощи Курта». «Да, госпожа». Через некоторое время в особняке опять установилась тишина, нарушенная появлением Петрова. Сам Александр ничего этого не слышал. Он очнулся только к вечеру. Голова была тяжелой, а сознание затуманено. Он не понимал, где находится и что с ним. С удивлением обнаружил, что раздет до трусов и лежит в постели. Попытался встать, но тело было слабым. Он не удержался на ногах и с грохотом рухнул на пол. Почти сразу же в двери щелкнул замок и она открылась. На пороге стояла женщина, которую он когда-то знал, но не видел уже лет двадцать. С тех пор, как она внезапно уехала из страны. «Ты очнулся? Слава Богу! А то я уже было подумала, что ребята перестарались». Но Рихард осмотрел себя и сказал, что опасности нет. «Рихард? Кто это?» В голове Александра еще не было ясности. «Это наш врач. Здравствуй, Саша». «Здравствуй, Светлана», с трудом ворочая сухим языком, ответил Петров. «Что все это значит?» «Ничего особенного, Саша». Петров поморщился от такого обращения. Он не хотел, чтобы эта женщина называла его так же, как и Маша. «С тобой вечно все не так», между тем, поясняла Светлана. «Переписал бы в свое время фирму на Настю и сейчас был бы здоров и свободен в России. А ведь я тебе звонила тогда, когда Насте исполнилось 18. Но ты уперся. А после института, продолжила женщина через паузу, ты предложил ей руководство своей пресс-службой. Чем и кем там руководить? Тремя коллегами. А у девчонки амбиции не слабее твоих, Петров. Ты же хотел, чтобы она начала работу с низов, побегала ногами, узнала нюансы и тонкости из первоисточников. Глупо. Сейчас дети так не начинают. Потом прицепился с этими женихами, а у девочки уже давно есть постоянный друг. В общем, Петров, ты сам виноват, что девочка на тебя обозлилась. Слава Богу, мои люди вовремя доложили мне, и Настя не успела наломать дров. Она ведь со злости похерить твой бизнес задумала. Так что у тебя сейчас один выход перевести фирму на меня и завтра утром на переговоры с немцами поеду уже я. Знаешь, как-то надоело мотаться по Европе. Захотелось родной природы. В России тоже можно жить, правда, с деньгами. А ты завтра улетишь в Россию здоровый и свободный, повторила женщина. А если нет, спросил Александр. Голова его немного прояснилась, и мысли бешеным клубком закрутились, выискивая нужные варианты. Что его бывшая жена Светлана не блефует, он понимал отчетливо. Она всегда выполняла обещанное и практически никогда не врала. Не из моральных принципов, а из соображений выгоды. Очень властная, жесткая женщина. Когда-то он повелся на ее жесткость и предприимчивость. Это было неожиданно для женщины, для молодой, красивой женщины. В 20 лет Светлана сколотила свою первую фирму на элементарных турах выходного дня. Просто вовремя заметила эту пустую нишу в большом городе. А он в это время собрал свою первую полностью укомплектованную строительную бригаду с рабочими разных специальностей и всякой строительной техникой. Они быстро сошлись, быстро поженились, быстро родили Настю, а потом Светлана ни на минуту не прерывала работу ни во время беременности, ни после. Обоим было не до ребенка. Оба рвали жилы, создавая каждый свои империи. Светлана стала еще жестче, говорила только приказом. Петров забыл, когда спал с ней в постели. С удивлением узнал, что жена открыла свою школу телохранителей и бюро по их найму. А началось все с того, что один богатый бизнесмен запросил у нее индивидуальный тур в Монголию, но с охраной. оценила и развела. А в тренеры и учителя пригласила своего детского друга, мастера международного класса по боям без правил. Собственно, к этому моменту семья Светлане стала не нужна, и она, оставив пятилетнюю дочь Петрову, выехала на ПМЖ за границу. Развод он оформлял сам. Со временем она полностью перешла на организацию индивидуальных туров. Это оказалось гораздо прибыльней и интересней. Ее агентство стало элитным, а ее команда телохранителей разрослась до небольшого отряда, да и сфера их деятельности расширилась. Петров не виделся с женой все эти 20 лет, но некоторую информацию о бывшей жене ему Сергей передавал, и Александр понял, что находится на базе этой самой команды, а значит, условия диктует Светлана. Он внимательно посмотрел на бывшую жену, и она подтвердила его догадку. А если не подпишешь Петров, то отсюда уже не выйдешь. Или выйдешь в невменяемом состоянии. Я подумаю, как лучше для нас с Настей. И через полгода Настя получит твою фирму в наследство как единственная кровная наследница. Нам не нужна твоя фирма, нам нужны деньги, а твой холдинг уже неплохо котируется, я узнавала. Я ясно излагаю? Более чем, спокойно ответил Петров. Я все же подумаю, Светлана. Попить дай и помыться бы мне. Здесь в комнате все есть. Душ, туалет, вода из-под крана. Не бойся, она фильтрованная, можно пить. Утром я приду за ответом. Женщина усмехнулась и вышла. В двери повернулся ключ и опять наступила тишина. Утром тихо произнес Александр. Приходи. Петров встал и с трудом сохраняя вертикальное положение, направился в санузел, чистый, по-немецки рациональный и без излишеств. Да и зачем они на базе? усмехнулся про себя Петров. Он открыл кран и вначале несколько раз ополоснул лицо, которое казалось ему неподвижной маской, затем тщательно вымыл руки и только потом напился воды пригорошнями. Никакой посуды в комнате не было. Умывание и вода привели немного мысли в порядок и добавили бодрости организму. Небьющееся зеркало отразило взъерошенного мужчину с запавшими глазами и глубоко прорезавшимися складками на лбу. Хорош, скептически оглядел себя Александр. Интересно, чем они меня накормили? Хорошо, если только снотворным. Он еще раз напился воды и вышел из санузла. Усевшись на кровать, он решил как следует подумать и поискать варианты своего спасения. Далеко зашла, неприязненно подумал он о бывшей жене. Конечно, ничего подписывать и дарить бывший свой бизнес, дело всей его жизни, он не собирался. Но, зная характер Светланы, понимал, что та не отвяжется, раз уже приняла решение. Значит, придется бороться. Петров оглядел комнату, так и есть, кроме одежды никаких других его личных вещей не было. Ни смартфона, ни документов, ни часов. Нет, часы, кажется, были на месте. Петров лихорадочно ощупал небольшой задний карманчик на брюках. Он снял часы в самолете, выключил и положил в карман, потому что это нежное изделие китайского ширпотрепа чутко реагировало на перелеты, теряя все настройки. Собственно, это были не чисто часы, даже в первую очередь не часы. Это был телефон с выходом в интернет, но носился на руке как часы и мог быть именно ими. Его надо было синхронизировать с основным телефоном и все было в порядке. Александр с облегчением вздохнул, доставая часы. Его не обыскивали слишком тщательно и это удача. Даже в выключенном состоянии эти часики могут показать его местоположение. Несмотря на наступающую ночь и разницу во времени, Петров попытался связаться с Сергеем. Но тщетно. Либо здесь не было связи, либо надо было знать пароль вай-фая. Так, думай, Петров, думай. Ясно, что Светлана послала своих людей встретить его вместо немцев. Но, во-первых, откуда она узнала о времени прилета? Этого даже он сам не мог знать заранее, так как билеты брали наспех. А кто у нас заказывал билеты? Задал себе вопрос Петров. Правильно, секретарша, ответил он сам себе. А секретарша у него Виктория Логинова, молодая женщина 30 лет, взятая им 5 лет назад по просьбе Насти. Значит, Настина предательство началось еще тогда, а может и раньше, с горечью подумал Петров. Не вышло из него хорошего отца, раз ребенок готов подставить и нажиться за его счет. Не вышло. Зря он подозревал Карину и Степана. Они выходят по мелочи, пакостили. Может, и ребенок у Карины от Степана. Хотели просто куш сорвать. Как же так он разучился понимать людей? Или к старости стал сентиментальным и доверчивым? Глупо. Во-вторых, настоящие немцы в аэропорту все равно должны были появиться. Не найдут его и забьют тревогу. Позвонят в Россию. Сергей обязательно озадачится. Это плюс. Кроме того, во всех портах мира навалом камер. Через какое-то время обязательно обнаружат его похитителей. Так что искать его будут. Надо только подождать. Но, похоже, времени подождать у него не было. В-третьих, если все же сделать ход конем и подписать документы, а потом опротестовать, смешно стало самому Петрову. Как только он подпишет бумаги, его тут же и уберут. Нах им будет нужен такой опасный свидетель. Что же делать? Петров встал и прошелся по небольшой комнате, внимательно осматривая ее. Квадратов двадцать, не больше. Окно глухое, снаружи фигурные решетки из толстого металла, этаж примерно второй, дверь прочная на замке и неизвестно, что за этой дверью. Интуитивно Петрову казалось, что домик не маленький. Хреново, оценил свое положение мужчина. Он опять взялся за часы, раз за разом вызывая Сергея, а мягкий женский голос раз за разом отвечал ему, что абонент не абонент. Блядь, разозлился Петров, нервничая, он сделал несколько кругов по комнате, зашел в туалет и опять напился воды. Подошел к выходной двери. Он метался, как зверь, в клетке, но выхода не видел. Сейчас состояние Петрова было напряженным и мобилизованным. За несколько часов нахождения в плену он много пил, мочился и рассчитывал, что большая часть снотворного или транквилизатора, что ему вкололи, уже вымылась из организма. Но он понимал и знал из разговоров с Сергеем, что еще пара уколов неизвестного препарата, и он может уже никогда не прийти в себя. Поэтому он собирался не допускать больше никаких уколов. Около четырех ночи его выматывающее ожидание закончилось. Где-то в глубине дома послышался неясный шум. Тяжело грохнула дверь, в коридоре раздался топот ног в тяжелых ботинках и стих возле его комнаты. Дверь через секунду распахнулась, и двое наемников быстро и резко шагнули в комнату. Но Петров уже был готов. Он стоял сбоку от входа, и наемники не сразу заметили его. Петров со всей силы заехал ногой в поясницу последнему вошедшему. Тот хрюкнул и свалился на пол, отлетев метра на три. Петров рванулся в коридор. Куда бы тот не вел, это лучше, чем оставаться в глухой комнате. Но навстречу ему уже спешила еще одна пара наемников. Между тем, шум внизу и выстрелы из пистолета ясно указывали на вооруженное столкновение, и у Петрова появилась надежда. С удвоенной силой он бросился на охранников, и началась жесткая махаловка с хеканьем, матом и звериным оскалом лиц. Нет, Петров не был слабаком, но и чемпионом по боям тоже не был. Обычный тренированный мужик. Однако, когда бьешься за свою жизнь, сила откуда-то появляется. Еще с одним наемником Петров расправился, саданув ему ногой в голову. Тренер бы похвалил, но остались еще двое. Причем второй, тот, что выскочил из его комнаты, держал в руках готовый к применению шприц. Он не лез в драку. Петров все равно был связан боем. Он ждал удобного момента. И вдруг Петров ясно понял, что ребята сильно торопятся. Им сейчас надо срочно увезти его отсюда, иначе зачем это все посередине ночи. Да и шумы внизу подтверждают эту мысль. Значит, кто-то идет ему на помощь. Или немецкая полиция, или Серега. Лучше Серега, мимолетно подумал Петров, уворачиваясь от нового удара. Его лицо и так походило уже на кровавую маску. С рассеченного виска свисает кусок кожи, разбитый нос свернут на бок, скула отекает от крепкого удара. Про болезненные синяки на теле он и не думал, заживет. Но Петров устал, нервы, неизвестность, напряжение, слабость после укола, и Петров пропустил сильнейший удар по печени. Он упал, согнувшись от боли пополам. Сознание находилось в пограничном состоянии. Наемник со шприцем немедленно подскочил к нему и с размаха всадил иглу в плечо. Двое других подхватили его подмышки, собираясь куда-то нести. Уже закрывающимися глазами Петров увидел в дальнем конце коридора Сергея и его ребят. Успели, выдало замутненное болью сознание. Маше не надо, непослушными губами успел прошептать он склонившемуся к нему другу. Александр уехал, и Маша вначале даже вздохнула с облегчением. Не будет рядом шумного напористого Сашки. Можно немного отдохнуть от него и подумать о переменах в своей жизни. Переменах слишком быстрых, слишком резких. Пару дней она ходила на работу без волнений и переживаний. Осваивалась с новым местом, знакомилась с людьми и обязанностями. Виктор на удивление был корректен и лишний раз ее не дергал. Об их разговоре о сыне пока не напоминал. Борис или Сергей каждый день звонили Маше и спрашивали о ее делах и проблемах. Об Александре не говорили ни слова. На третий день позвонил Ванька и радостно заявил. Мам, мы с Леной к тебе заедем на часок вечером. Сегодня будем в твоем районе, так что нам по пути. Заезжайте, конечно, сынок, обрадовалась Маша. Нам, кстати, и поговорить надо, предупредила она, решив все же рассказать Ивану об отце. «Ого, заинтриговала», воскликнул Иван. «Жди». С работы Маша торопилась, чтобы успеть приготовить что-нибудь вкусненькое. Ванятка редко теперь заезжал к ней, да и хотела настроиться на разговор с сыном. Она даже незаметно сняла Маркелова на камеру, чтобы показать сыну. У нее самой никаких фотографий бывшего мужчины не было. Она их уничтожила в порыве ярости сразу же. Маша готовила, думала о сыне, представляла их разговор, а в душе из-под воль рождалась непонятная тревога. Ожидание какой-то большой беды. Но Маша останавливала свою панику, понимая, что это просто нервы. Звонок в дверь раздался в семь вечера. Пришли ребята. «Проходите», с улыбкой встретила их Маша. «Руки мойте и за стол. Остывает все». «О, мам!» повел носом сын. «Чувствует и мясо запекала». «Люблю-люблю!» облизнулся Иван и поторопил девушку. «Лен, быстрее! Жрать хочу, сил нет!» После ужина Лена, предупрежденная заранее Иваном, ушла в комнату, а мать с сыном остались в кухне. Маша закрыла дверь и села напротив сына, заставив его этим насторожиться. «Сынок, я никогда не говорила тебе об отце, хотя маленьким ты часто спрашивал меня о нем». «Я помню, мам!» серьезно ответил парень. «Так вот, в нашей жизни случилась неожиданность. Я устроилась на новую работу и оказалось, что исполнительным директором шоколадки является Маркелов Виктор Николаевич, твой отец». Иван молчал, но руки его сжались в кулаки так, что косточки побелели. «Он не знал о моей беременности и о твоем рождении. Я вычеркнула этого человека из своей жизни. Но, может быть, я ошиблась и лишила тебя главного родственника. Сейчас Виктор узнал о тебе из моего личного дела и предположил, что ты его сын. Я не стала скрывать этого, Ваня. Ты уже вырос. Тебе 20 лет. Алиментов на тебя уже не надо, да и раньше не надо было. Я справлялась», поморщилась Маша. «Но я не могу отказать в его просьбе познакомиться с тобой. Как ты на это смотришь?» Осторожно спросила она у сына. «Плохо смотрю», сквозь зубы произнес сын. «Почему он не поинтересовался твоим состоянием, когда вы расстались? Если вы жили вместе, он должен был понимать, что могут быть дети. А он просто выкинул тебя из своей жизни, а теперь хочет познакомиться? Через 20 лет еще и наверняка претензии предъявляет, иначе ты не расстраивалась бы так. Познакомиться». Разбушевался в конец Ванька. «Не проведя ни одной бессонной ночи, не сменив ни одного подгузника и не вынеси ни одного горшка, ни разу не увидев у ребенка температуру под 40, даже я сам помню это мама. У него дочка есть, 10 лет от второго брака», успокаивающе заметила Маша. «Рад за него», саркастически оскалился Иван. «Не хочу с ним встречаться, он мне никто». «Ну не хочешь, так не хочешь», вздохнула Маша. «Но ты подумай все же». «Вот его телефон». Маша положила перед сыном визитку Маркелова. «И я там тебе его фото перегнала, посмотришь». «Ты похож на него, сын». «Если надумаешь поговорить, звони ему сам, сын». «Он ждет». Иван замер над столом, уставившись на прямоугольник цветного картона, затем резко схватил визитку и, сунув ее в карман брюк, быстро вышел из кухни. А Маша тяжело выдохнула и даже мысленно перекрестилась. Уф, неприятная миссия выполнена. Маркелову она больше ничего не должна. Теперь все зависит от Вани. Насколько Мария знала своего сына, Ванька обязательно встретится с отцом. Побесится вначале, попсихует, но обязательно встретится из любопытства. А дальше уже как получится. Не в ее силах заставить Ваню полюбить отца, но и отговаривать от общения она не будет. Они все равно по крови родные люди. Хотя в наше время родные бывают хуже чужих. В общем, пусть Маркелов сам старается. Утром она специально еще до работы зашла в кабинет Маркелова и передала ему кратко разговор с сыном. Конечно, не упоминая Ванькиной злости и бешенства. Маркелов побледнел, поблагодарил и отвернулся к окну. Маша, постояв минутку и не дождавшись никаких слов, тихо вышла и на целый день засела в своем кабинете. В обед ей позвонил Сергей и осторожно поинтересовался, все ли у нее в порядке. Все в порядке, Сергей, спасибо вам. А вы не скажете, как там Александр? Он несколько дней уже не звонит. Я волнуюсь. Все хорошо, Мария Витальевна. Если будут какие-то новости, мы вам немедленно сообщим. Александр Михайлович строго велел беречь вас и помогать, если надо. Просто у него очень напряженные переговоры. Но он вам позвонит, не волнуйтесь. Прошла неделя, началась вторая. Петров не звонил. Глава восьмая «Твою мать!» С чувством выругался Сергей, глядя на неподвижное тело Петрова у своих ног. Какую хуйню они ему вкололи? «Денис, дока, подгони сюда любого, быстро!» «У местных полицаев в группе был», ответил его помощник. «Сейчас при волоку». Сергей склонился к другу, пытаясь прощупать пульс. Тот был неровным, заторможенным, но был. Дыхание тоже неровное, рваное. «Суки!» Снова зло выругался Сергей. Отправляя Александра в Германию, он и помыслить не мог о таких проблемах. До сих пор всякого рода разборки и наезды их бизнес благополучно избегал. И вдруг на ровном, казалось бы, месте такая засада. Первый тревожный сигнал поступил от немцев. Они позвонили в день прилета и вежливо поинтересовались, вылетел ли господин Петров. «Вылетел», сразу ответил Сергей и уточнил. «Вы встретили его у самолета». Немцы замялись и признали, что опоздали к прилету и господина Петрова в порту уже не было. Боевой и жизненный опыт подсказывал Сергею, что это исчезновение не случайно, и он сразу озадачил немцев. «Отследите по камерам его путь от высадки до выхода из здания. Он был на борту стопроцентно. Проверьте, кто его встречал. Он не знал тех людей, его могли встречать с плакатом. Проверьте машину на стоянках. Я вылетаю немедленно». Сергей отдал команду на срочный сбор своему отряду, а сам вернулся в кабинет. Неожиданное и дикое известие взбудоражило его, и Сергею казалось, что он что-то упускает. Автоматически он забрал из сейфа пистолет, прихватил флешку с копиями документов на всякий случай, снял трубку внутреннего телефона, чтобы секретарь отменила запланированные встречи. «Секретарь?» «Секретарь заказала билеты. Секретарь знала о рейсе и времени». «Тварь!» саданул Сергей кулаком по столу. Он понял, что его напрягало. Откуда кто-то мог узнать время прилета и номер рейса? Это знали только три человека. Сам Сашка, Сергей и она секретарь, которая заказала билеты. У них с Сашкой секретарь один, так же, как было у Краснова с Машей. И это секретарь Логинова Вероника. Он ее, конечно, проверял при приеме, но ничего особенного не обнаружил. Однако девушку им рекомендовала Настя. А Настя начбес не доверял от слова совсем. Получается, эта Вероника все равно была не их человеком. Или их? И он ошибается. Мысль оформилась и требовала немедленной проверки. Сергей в три шага преодолел расстояние до двери кабинета и резко распахнул дверь в приемную. Секретарь Вероника мирно сидела на месте и тонкими пальчиками клацала по клавиатуре. Вероника Вероника сдерживая гнев медленно произнес Сергей «Что тебе обещала Настя заслив информации о нас и Петрове?» В лоб спросил он девицу. Та побледнела, глаза вначале удивленно округлились, а потом резко забегали, пытаясь уйти от прямого взгляда начбеза. «Я... я не понимаю что...» лепетала девица искусно изображая нежную фиалку. «Говори сейчас или начнешь говорить у моих ребят в подвале?» «Не жалея тварюшку», сказал Сергей. Секретарь побелела еще больше, хотя казалось больше некуда. Пальцы рук начали мелко поддрагивать. Но девушка, сжав руки в кулаки, молчала. «Денис, вы готовы?» позвонил Сергей помощнику, давая женщине время прийти в себя. «Поднимись ко мне, дело есть». «Что за дело, шеф?» влетел в приемную Денис через пару минут. «Отмена?» «Нет, летим. Самолет уже на полосе. Тут у нас другое. Видишь эту даму? Всю такую девочку-девочку?» Молчит, не хочет признаваться, за что продавала нас Анастасия Александровна. «А она точно продавала?» включил придурка Денис. «Точнее некуда. Последняя продажа номер рейса и время вылета Петрова. Улетел и не появился на месте. Что скажешь, красавица? Сергей с угрозой приблизился к столу секретаря. «Я... Я скажу. Не трогайте меня!» сжалась женщина на стуле. «Говори!» приказал Сергей и включил диктофон. «Мы с Настей давно знакомы», начала девушка, облизнув сухие губы. «Встретились в универе. Вначале я помогала ей осваиваться там. Она трудно сходила с людьми. Я старше, вот и помогала. Мы жили в одном коттеджном поселке. Только она жила дома с отцом, а я была содержанкой». «Горского?» уточнил Сергей. Он вдруг вспомнил, где раньше видел эту девицу. В их поселке. А вот в ее личном деле такой информации не было. Сергей скрипнул зубами его прокол. Было это лет десять назад, но все равно мог бы и вспомнить. «Да, Горского», удивленно вскинула глаза Логинова. «Но потом наоборот. Настя помогала мне. Горский меня выгнал, и она устроила меня к вам. А по специальности работать не пробовала?» язвительно спросил Сергей. «Для чего училась-то?» «Нет», резко ответила девица. «Гроши считать? Да я здесь зарабатываю больше, чем любой экономист в обычной фирме». «Понятно, но так что с билетами?» Я сообщила Анастасии Александровне номер рейса и время вылета. И все, я больше ничего не делала, умоляю, я всегда сообщала только о передвижениях господина Петрова. О его женщинах сообщала Карина. Она хотела остаться рядом с ним надолго. И Настя, то есть Анастасия Александровна, обещала ей это. А юрист крутит шашни с Кариной за спиной хозяина. Давно уже. Простите меня, я уволюсь, никому ничего не скажу, только оставьте мне жизнь, умоляю». Девица с размаха грохнулась на колени перед Сергеем, и обхватывая обеими руками его штанину. В общем, ее страх был понятен, репутация у Сергея была не самая добрая, а тут он еще и специально включил жесткость. Начбес брезгливо выдернул свою штанину из рук женщины и чуть не плюясь отошел в сторону. «Денис, запри ее на базе до нашего приезда, пусть твой человек допросит подробно. А мы в Германию. Чуя Сашку, надо вытаскивать из переделки. Не дай бог его бывшая вмешалась. Это такая стерва, что не всякий мужик с ней справится». Денис кивнул и бросил короткий приказ своему бойцу. Парень взял Логинову под локоть и вывел из приемной. А Сергей с Денисом почти бегом направились к машинам. Самолет уже ждал их на полосе. Через пару часов их небольшой отряд будет на месте. Но эту пару часов Петрову надо суметь прожить. По дороге в аэропорт Сергей вновь связался с немецкой стороной. Партнеры, чувствуя свою вину, развили бурную деятельность, выяснили, что колеса им пробили намеренно, и поэтому они опоздали в аэропорт. Зато успели проверить камеры и увидели, как двое мужчин увезли обвисшего Петрова на машине. Но номер машины оказался липовым, а самих мужчин не было в базе. Однако немцы обещали к прилету господина Юдина добрать нужную информацию. Зная немецкую педантичность, Сергей нисколько не сомневался в этом. Но также он не сомневался и в том, что друг находится в плену, потому что то, как его тащили эти встречающие, о добровольном визите дело не шло. Кстати, Сергей этих мужиков тоже не знал. Он отключил видео, которое ему переслали немцы, и скинул им данные на бывшую жену Петрова, попросив проверить ее связь с похищением. Немцы ответили к концу полета. Оказалось, мадам Петров давно у них на крючке, но прихватить ее было не на чем. Так что господин Юдин оказал им большую услугу. И да, это по ее приказу похитили господина Петрова, который сейчас и находится на базе наемников, принадлежащей госпоже Петров. Все оставшееся время до посадки самолета Сергей тихо материл себя и Петрова за излишнюю доброту и порядочность. Вот знал же он гадский характер Светланы и Настиной вывертой после гостевания у матери видел прекрасно. Так что мешало насторожить друга? Хотя Петров, вырастивший дочь в одиночку, никогда не поверил бы в ее двуличность. Да, уже в Берлине немцы скинули ему адрес базы, где держали Александра и предупредили, что там могут быть наемники. Наемники там или нет, это было Сергею Похую. Там была Сашка и оставлять друга в беде Юдин не собирался. Так они ворвались в особняк вместе с немецкой полицией. Хозяев в нем уже не было, обслуга разбегалась, но одно крыло до сих пор жестко оборонялось. Сергей понял, что Петрова пытаются вывезти живым. Мертвого они оставили бы тут, а раз стараются вывезти, значит, он им для чего-то очень нужен. Ну, хоть это хорошо, оценил Юдин ситуацию, значит, не убьют пока, а там и мы подоспеем. Жестко раскидав этих наемников, отряд Сергея ворвался на второй этаж. Петрова он увидел сразу. Тот, похоже, и сам немало навалял своим похитителям, но ему все же успели вколоть какую-то гадость, и наемники теперь пытались волоком тащить его к аварийному выходу. Сергей взвинтился и одним ударом ноги отбросил наемника на несколько метров. Его ребята зачистили территорию, а Юдин склонился к другу. Но тот был уже почти в отключке, успел только про Машу сказать. Подоспевший док ввел Петрову антидот и потребовал срочной госпитализации. Сергей не спорил, но лечить в Германии отказался. В Россию полетим. Домой. Денис, передай приказ на самолет, пусть готовится к вылету. Сейчас привезем, распорядился он. Через несколько часов Александра уже разместили в палате частной клиники. В Германии они оставили все улики, собранные ими в особняке и все заботы о поимке мадам Петров. Теперь немцы от нее не отстанут. И вот уже вторую неделю Сашка остается в этой клинике. И Юдин уже не знает, что с этим делать, что делать с Петровым и что делать с Машей. Всю дрянь из организма Петрова уже вывели, но что-то на что-то там повлияло и Сашка впал в кому. Собственно, он и не приходил в себя. Сначала из-за тех нейролептиков, убойную дозу которых ему вкатили, а потом неизвестно отчего. Не приходил в себя и все. Как и что говорить Маше, начбес не знал. Но помню первоначальные слова Александра «Маше не надо». Он и не торопился оповещать женщину-друга о таких проблемах. В конце первой недели Юдин почти решился поговорить с Машей, тем более, что она сама активно наседала на него с вопросами, но подумал, а вдруг Сашка сам сегодня-завтра очнется и обидится. Нет, пусть сам решает. Но и за выходные Александр не пришел в себя и Юдин твердо решил поговорить с Машей. Он видел, как мучается женщина и ему было даже жалко ее. Поэтому в среду на свой страх и риск Сергей решился приехать к Маше и рассказать ей о состоянии Петрова. Ему было прекрасно известно, что Маша жила одна, и он знал, что после работы она обычно сразу едет домой. Но, выйдя в восемь вечера из лифта, он сразу услышал громкий разговор и мужские голоса из Машиной квартиры. «Что за гости в нашем доме?» пробормотал Сергей, подходя к квартире. Вторая неделя началась, и Маша не находила себе места. Ни звонка, ни строчки от Петрова. Что с ним? Где он? Может, ему нужна какая-то помощь? Может, он внезапно заболел? А она тут, здоровая кобыла, бегает и ничего не знает. Ей уже по ночам начали мерещиться голоса, зовущие ее по имени «Маша, Маша». В конце концов, в понедельник она решилась позвонить Краснову. Это Сергей и Борис подневольные люди. Если им запретили говорить, то они и не скажут. Но Краснов-то равноправный партнер и наверняка знает, что случилось с Петровым. На первый звонок Краснов ответил, что ему некогда и он зашивается. На второй послал ее подальше, обругал за увольнение и сказал, что перезвонит. Третий и четвертый звонки он просто игнорировал. Маша не на шутку встревожилась, она не знала, что ей делать. Так горячо все начиналось, такой надеждой и таким счастливым ожиданием наполнилось ее сердце и вдруг... Вот недаром говорят, что нельзя сильно радоваться. А она радовалась в душе, а теперь ее душа металась, стонала и требовала действий. Во вторник Маша внезапно рванула на дачу. Она уже устала ворочать в голове одни и те же мысли и решила отвлечься грядками. Любовь Михайловна дочери удивилась и обрадовалась. Припахала Машу закатать первые огурчики и эта суматоха отвлекла Машу до позднего вечера. Потом Любовь Михайловна как всегда засела в телефоне, а Маша вышла во двор на качеле. Были уже поздние сумерки, яркие звездочки высыпали на небо белым горохом и, казалось, подмигивали Маше серебристыми лучиками. А у нее слезы на глаза наворачивались. Без Петрова ей не нужны были ни звезды, ни их подмигивания. В кой-то веке она позволила себе влюбиться и вот. Маша наклонилась и сорвала ромашку из густой поросли рядом с качелями. Мать специально разводила ее на маленьком пятачке. Для лекарства говорила она. Тихонько покачиваясь, Маша начала отрывать лепестки цветка, как в детстве приговаривая старое присловие. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Лепестков было много, пришлось повторить не по одному разу. К сердцу прижмет, уверенно обещал ей последний оставшийся лепесток. К сердцу прижмет, прошептала Маша и бережно погладила свою цветочную надежду. Несмотря ни на что она верила Петрову, никаких мыслей про левых баб у нее даже не возникало, а вот мысли о каком-то несчастье у нее возникали очень даже. Укладываясь спать в своей комнате, где они с Петровым провели свою вторую такую яркую ночь, Маша твердо решила завтра стрясти с Сергеем или Борисом местонахождение Петрова. Хватит уже. Но в среду все пошло не так. Во-первых, Маша с утра настоялась в пробках. Это в пятницу люди едут из города, а в рабочие дни совсем наоборот. Из всех пригородных районов люди едут в город на работу. Маша упустила этот момент из вида, иначе бы выехала чуть раньше. Во-вторых, на работе случился аврал. Потребовались срочные отчеты в Москву, о которых Машу забыли предупредить. В-третьих, позвонил Ваня и сказал, что приедет на встречу с отцом к ней. Ко мне? Изумилась Маша. С чего это? Мам, ну сама посуди, где я еще смогу с ним поговорить открыто и спокойно? Ключевое слово спокойно. А ты, если что, придержишь меня. Кафе, бар, парк, не судьба? Открыто выразила недовольство Маша. Зачем он нужен в моем доме? А он просил именно у тебя, раскололся Ванька. С тобой тоже хотел поговорить, а то на работе ты его игноришь. И Маша сдалась. Нет, она могла бы прикрикнуть и отказать сыну, но это его первая встреча с отцом, они впервые увидят друг друга вживую. И на людях им, особенно Ваньке, будет точно неудобно. Придется Маше согласиться. Ладно, она потерпит. Ясно, что Виктор преследует какие-то свои цели, но какими бы эти цели не были, Маша на них Фиолетова. У него есть семья, пусть со своей семьей и развлекается как может, а Машу с сыном в свои дела не впутывает. Папаша, хмыкнула она про себя. Маша возмущалась, но к встрече на высшем уровне готовилась. Забежала в магазин, купила мясо, овощей и к вечеру у нее были готовы один салат, одно горячее, один десерт и одна бутылка вина. Хватит, середина недели и ее квартира не кафе. Сама она сидеть с сыном и Виктором не собиралась, разберутся не маленькие, а у нее своих проблем хватает. Маша хотела связаться с Сергеем и потребовать встречи и откровенного разговора, но события вечером развернулись неожиданной стороной. Первым пришел Виктор с цветами и коробкой конфет. Он даже попытался чмокнуть ее в щеку, но Маша брезгливо одернулась и тот сделал вид, что ничего не было. Машенька, я специально пришел пораньше, чтобы поговорить с тобой. Выслушай, пожалуйста. Слушаю. Маша сложила руки на груди и прислонилась к шкафу, не желая садиться. Виктор тоже остался на ногах, но в отличие от Маши спокойно стоять не мог и мерил комнату нервными шагами. Маша, я сделал в молодости чудовищную ошибку, потерял тебя. Прости, забудь, я был молодым придурком и не понимал главного. Женщина должна быть твоей. Ты была моей женщиной, но я глупо это проебал. Прости, родная, вновь кинулся он к ней с объятиями. Давно простила, спокойно ответила Маша и выставила руку, останавливая Маркелова в шаге от себя. Простила, но забыть извини никогда не смогу. В молодости я часто просыпалась от кошмара, в котором ты трахаешь соседку, а мне кричишь «вали отсюда!» Это больно. А ведь я бежала тогда к тебе, чтобы обрадовать беременностью. Но раз я тебе стала не нужна, то и ребенок наш тебе тем более не нужен. Вот поэтому и не говорила о нем. Сейчас нам не нужны ни твои алименты, ни твое внимание и забота. Знаешь, Виктор, мне кажется, я совершаю дурость, позволяя сыну встретиться с тобой. Это ошибка. Ты не права, Маша, не права. Он моя родная кровь, мой единственный сын, наследник. Наследник чего? Усмехнулась Маша. У тебя есть капиталы, бизнес. Ты всего лишь исполнительный директор, наемный управленец. Что будет наследовать твой сын? Твою должность? Не смешно. Маша была раздражена. Разговор казался бессмысленным и непонятным. Но поговорить дальше и выяснить действительные цели Маркелова не удалось. Пришел Иван. Глава девятая. «Мам, это я», возвестил Иван из прихожей. Маркелов, услышав его голос, застыл и напряженно уставился в дверной проем, ожидая появления сына. Иван вошел в комнату и тоже остановился от неожиданности, рассматривая отца. Увидеть его прямо сейчас он не рассчитывал, думал, что придет первым. «Здравствуй, сын», севшим голосом произнес Маркелов, первым протягивая руку Ивану. Но продолжая молча изучать Маркелова. Потом повернулся к Марии и, так и не подав руки отцу, сказал, «Мам, мы поговорим с этим господином в кухне. Ты не волнуйся, все будет в рамках». Маркелов опустил руку, которую до сих пор протягивал Ивану, и сжал губы в тонкую линию. Его задела такая непримиримая встреча. А чего он ждал? Маша, поняв, что ее заготовки на ужин пока, видимо, не пригодятся, молча ушла в гостиную. Пусть мужчины разберутся сами. Ванька, кстати, характером удался в отца. Так что сейчас оба упертых барана начнут бодаться и выяснять крутизну каждого. А может, подумала она, Маркелов стал мудрее и найдет нужные слова для сына. Взрослого сына на минуточку. По крайней мере, она сама вмешиваться не собиралась. Вначале в кухне было тихо, но затем разговор все же начался. До Маши долетали отдельные слова, так что общий смысл разговора она улавливала. Она волновалась. Все же ей было не все равно, поладят отец с сыном или нет. Их разговор тем временем перешел на повышенные тона. «Где ты был двадцать лет?» орал Иван. «Я не знал», орал в ответ Маркелов. «Да, блядь!» не сдержался Ванька. «Вы же в одном городе жили?» «Почему не поинтересоваться, что случилось с женщиной, которую ты предал? Она ушла от тебя без всего. Куда? Ты даже не искал, не узнавал, ушла и ушла, а теперь тебе нужна родная кровь?» Мария уже хотела зайти к ним и немного утихомирить Ваньку, но в это время входная дверь открылась и вошел Сергей. «Что у вас тут за шум, Мария Витальевна? На площадке слышно?» «А я дверь не закрыла, что ли?» не к месту, спросила Мария. «Да, дверь была приоткрыта», подтвердил Сергей. «Я войду?» «Нет», быстро сообразила Маша, что еще одни переговоры в квартире это перебор. «Давайте поговорим на улице. У меня тут сын со своим отцом встречу устроили. Впервые». «Понял, жду вас в машине», согласился Сергей. Маша быстро набрала СМС-ку сыну и, накинув легкий плащ, вышла из дома. Сергей ждал ее у большого внедорожника. «Садитесь в машину, Мария Витальевна. Разговор серьезный». Маша насторожилась. Она и так каждое появление Сергея или Бориса встречала с волнением, а сейчас и вовсе внутренне замерла. «С Сашей что-то?» тревожно спросила она. «Рассказывай уже», прикрикнула она на «Начбеза», невольно переходя на «ты». Но тот не обиделся и, кажется, даже не заметил этого, сам перейдя на такое же обращение. «В общем, так, Мария, Александр уже неделю в России, здесь, в нашем медцентре, в коме». Короткими рваными фразами огорошил он женщину. «Как это случилось?» хрипло прокаркала Маша. «Куда-то бежать, что-то делать и кого-то убивать за Петрова она погодила. Вначале надо было узнать подробности». Его захватили в Берлине сразу по прилету самолета. «Пока мы знаем только, что это сделано по приказу его бывшей жены, матери Анастасии». О времени рейса им сообщила секретарь Петрова. «Виктория?» поразилась Маша. «Зачем?» Маше стало плохо. У нее посинели губы, не хватало дыхания, но она держалась. Анастасию, дочь Петрова, она видела пару раз в офисе. Девушка показалась ей надменной и избалованной. Но тогда между Машей и Петровым еще ничего не было, и женщина всерьез не присматривалась к дочери шефа. Но, как оказалось, Маша не ошиблась в ее оценке. «Светлана и Анастасия хотели завладеть бизнесом Александра и выгодно продать его», продолжил Сергей, отвечая на ее вопросы. «Светлана сбежала, ее ищут по всей Европе, а Анастасию мы задержали здесь, когда уже хотела вылететь за границу. Допросили и узнали много интересного. Но принимать меры по отношению к ней пока не можем. Александр еще в коме, а Настя в любом случае его дочь и только ему решать ее судьбу». «Все плохо», поняла Маша. «Хуже некуда», сознался Сергей. Анастасия с 18 лет, с тех пор, как начала самостоятельно летать к матери, следила здесь за бизнесом отца и его личной жизнью. Они рассчитывали, что он согласится выделить ей 50% активов в подарок на совершеннолетие и введет в совет управления. Но Сашка не сделал этого, просто видел, что Настя не готова к серьезному управлению, а похерить бизнес в его планы не входило. После этого Настя на него разозлилась и начала мстить мелко и по-глупому, но еще надеялась на легальное получение наследства. И пока вокруг него были временные женщины, прости, Маш, повинился начбес за неприятную тему, они со Светланой не беспокоились, но появилась сты, и эти живоглотки поняли, что могут многое потерять. Ведь в случае вашего с Сашкой брака ты становишься равноправной наследницей, если нет договора. Карина сразу получила задание собрать о тебе информацию и постараться рассорить с Александром. Она старалась, беременность придумала. Что? Она за этим нас тогда догоняла? Да-да, усмехнулся, подтверждая Сергей. Мы ее, конечно, заперли. Скоро проведем анализ ДНК и окончательно проясним вопрос. Судя по всему, это ребенок нашего юриста. Обалдеть, отреагировала Маша. На что только люди не идут ради денег и не боятся же бумеранга. Не говори, согласился Сергей. Так вот, немцы не вовремя решили подсуетиться с договором. Светлана решила воспользоваться случаем и отжать у Сашки бизнес угрозами. Надеялась на своих бойцов, но они засветились в аэропорту. Да и Сашка не цветочек. Не дал себя в обиду сразу, боролся до конца. А тут и мы подоспели. Однако какую-то гадость ему успели вколоть прямо на моих глазах. Сейчас уже все вывели, все же уже неделю под капельницами. Но тот препарат как-то повлиял на мозг, и Сашка впал в кому. Уже 10 дней. Перед тем, как отключиться, он просил не пугать тебя и ничего не говорить. Но, Маша, время уходит, я не могу больше врать тебе. Так что говоришь за баба, его жена? Откуда в ней такая крутизна? Да, собственно, обычная бизнес-леди. Правда, с очень жестким характером и по головам идет, не оглядываясь. Ей Сашкин бизнес нужен, чтобы свое дело расширить. Ее школа наемников пользуется большим спросом. Многим нужна личная охрана или сопровождение посылок, грузов в наше тревожное время. Понятно. Заводи, поехали. Уверена? А кого чего мне ждать? Я и так уже чуть с ума не сошла. Увижу и легче станет. Тогда поехали, согласился Сергей. Машина выехала со двора и влилась в поток машин. Сейчас поздним вечером он был уже более редким. Маша еще раз скинула сыну смс-ку, чтобы не ждал и не волновался. О Маркелове она и не думала, даже мысли не мелькнула. Через сорок минут они были на месте. Сергей шагал быстро, но и Маша не отставала. Нетерпение толкало ее вперед, и в палату к Александру она влетела даже вперед Сергея. Он лежал на спине, окутанный проводами, с капельницами в обеих руках, бледный, как неживой. Саша полушепотом вскрикнула Мария и моментально оказалась на коленях возле его кровати. Осторожно взяла за руку лежащую поверх тонкого одеяла, начала гладить и перебирать пальцы, одновременно целуя их. Саша, а я тебя ждала, место в шкафу освободила под твои вещи, а тебя все нет и нет, не держишь слова, Петров, давай, возвращайся. Ты подумал, как мы тут без тебя будем, Сашка, как же ты так, любимый? Сергей, оставшись у двери, со стороны наблюдал эту сцену и философски размышлял о том, какими же разными бывают женщины. И почему-то теперь он был уверен, что с Петровым все будет в порядке, как будто Маша подняла над ним обережный круг. Несмотря на поздний вечер, из клиники Маши с Сергеем поехали в офис. Там, в кабинете Сергея, должны были выйти на связь немцы, у которых вечер только начинался. «Давайте, Краснов, парни и ты, Маша, к столу ближе. Я экран разверну, чтобы все видели». Мужчины только коротко кивнули, увидев Машу, и бросили короткое «Здравствуйте». Краснов Краснов при этом грозно покосился на нее и взял себя за горло двумя пальцами, мол, вот что ты со мной сделала своим увольнением. Маша только пожала плечами на этот выразительный жест. Уволил, так уволил. Нечего заново воду толочь. Ей Сергей уже кратко повидал, что с новым главным экономистом Краснов до сих пор не сработался. Та лишь внешняя женщина видная и подать и в подметке не годится. Краснов же терпеть не мог недалеких работников. Единственное, Сергей не сказал Маше, что эта Оксана Сергеевна давно имеет виды на Петрова, да все никак не складывается. Она и за место билась, чтобы к нему поближе быть. Обо всем этом Маша рассказала кадровичка, когда они случайно встретились в супермаркете, выложив без всякой задней мысли последние офисные сплетни. Она же и их секретаршу, Краснов уволил и помирился с женой. Петров тогда только пару дней как уехал, и Маша принялась сильно переживать. Но теперь ей откровенно было плевать на всех баб Петрова, бывших до нее. Теперь главное было, чтобы Сашка выжил, а там они разберутся. А еще важно было, чтобы поймали его сумасшедшую жену. Поэтому да, Маша не отказалась присутствовать на этом разговоре с немецкой стороной. Здравствуйте, господа. произнес Сергей по-немецки, но сразу же перешел на русский. Прошу говорить по-русски, так как мои коллеги имеют затруднения с переводом. Понимаем, с легким акцентом ответил один из немцев. Мы можем говорить, поскольку господин Петров не может выполнять свои функции, мы бы хотели, чтобы договор подписал господин Краснов. Вы же равноправные партнеры? Обратился он к Краснову. Дело не ждет. Искать новых партнеров хлопотно. Наш представитель с документами вылетит завтра. Согласны? Согласен, хмуро ответил Краснов. Наша позиция не изменилась. Вы пускаете в это здание нашу дочернюю фирму за минимальную аренду и включаете нас список своих постоянных деловых партнеров. Да, отчетливо скрипнув зубами, кивнул немец. Мы обсуждали с господином Петровым этот момент. Теперь разговор к вам, господин Юдин. Здесь представитель полиции, ему слово. Но учтите. Его голос зазвучал металлом. Эти сведения не подлежат разглашению. Однако во имя нашего общего дела и чувствуя некоторую вину перед господином Петровым мы посчитали возможным поделиться сведениями. Он кивнул невысокому человеку в обычной одежде и тот глядя прямо в камеру начал говорить. Госпожа Петров находится в розыске. Она уже привлекалась за нарушение закона 10 лет назад. Но тогда после выплаты штрафа и компенсаций полиция выпустила ее из вида. Однако сейчас оказалось, что за женщиной числится несколько серьезных преступлений во Франции, Италии и Сербии. Шантаж, вымогательство, ограбление и одно убийство. Не ее руками, а руками ее сотрудников. Но для закона это еще хуже. Это уже, как у вас говорят, тянет на организованную преступность. Поэтому хотим предупредить вас и просим сообщить, если дама появится в вашей видимости. И еще снова вступил глава группы. Завтра вместе с представителем фирмы «К вам вылетит наш врач. Он специализируется на таких случаях, и его консультация, надеюсь, поможет в восстановлении господина Петрова. Приносим свои сожаления за случившееся. Честь имею». Наверное, бывший военный, подумала Маша и постаралась приветливо улыбнуться немцу, но вышел какой-то оскал. Разговор прекратился, все переглянулись и обе стороны одновременно отключились. А теперь повернулся Сергей ко всем. «Денис, доложи нашу обстановку. Подробно». Степан Берг арестовали, допросили, провели обыски в офисе и квартире. Сливал информацию по-мелкому, имел любовную связь с Кариной, подготовил подложную дарственную от Петрова на имя любовницы. Пусть Александр Михайлович сам решает, что с ним делать. «Карина, женщина по договору от модельного агентства. Договор расторгнут новым юристом». Маша взглянула на единственного незнакомого человека. «Так вот это кто!» и сразу же вернулась к докладу Дениса. «Провели анализ ДНК ребенка, ребенок Берга. Еще до отъезда Александр Михайлович распорядился оставить ей квартиру и машину. Но из-за подлогов Берга я пока не стал этого делать. Очнется?» сам решит. Логинова, секретарь шефа, уволена без выходного пособия и без рекомендаций. «Вроде бы все», выдохнул Денис. Не привык он докладывать начальству. «Руслан, в бизнесе-то все в порядке?» «Все», тяжело вздохнул Краснов. «Машка, как ты меня подставила?» «И да, теперь я понимаю фразу. Кадры решают все. Надеюсь, Александр скоро вернется, иначе я с ума сойду». «Не прибедняйся, Руслан», откликнулась Мария. «Вспомни, как мы наш бизнес начинали. Здесь то же самое, только масштаб больше. Ты упертый, справишься». «Ну, спасибо, подруга», утешила, проворчал Краснов, но как-то сразу успокоился. «Справимся, куда мы денемся?» «Ладно, давайте расходиться, ночь уже». «Тебя отвезти, Маш?» «Я отвезу, Руслан», ответил Сергей. «Мне еще надо с Марией Витальевной переговорить». Уже в машине Сергей серьезно сказал. «Мария, я вижу, что у тебя какие-то семейные проблемы. Если нужна помощь, немедленно обращайся. Сашка мне голову оторвет, если с тобой что случится». «Да особых проблем нет. Сегодня приходил бывший муж. Мы не видели с ним двадцать лет. И представляешь, он директор фабрики, где я сейчас работаю». «Вот и понятно. Но звони Маше, радость наша», попрощался Сергей, высаживая ее у подъезда. Маша вскинула голову и посмотрела на свои окна. Света не было. Может сын спит, а может уехал к себе». Глава десятая. «Руслан, дело пока терпит, но момент упускать нельзя». Сергей стукнул кулаком по столу и прицикнул с досадой. «Александр неизвестно, когда придет с себя. Да и когда придет, ему нужно будет время на восстановление». Мужчины разговаривали в кабинете Краснова. Сейчас они практически вдвоем остались на хозяйстве, и оба испытывали непривычное напряжение. «Не лечи, сам понимаю», сбавил он тон. Руслан вообще в последнее время был раздражительным и в душе даже жалел временами, что ввязался в объединение с Петровым. Однако умом все же понимал, что в одиночку выжить было бы трудно. Конкуренция в их сфере была высока. Но и опыта руководства крупным бизнесом у Краснова не было, поэтому он и психовал. Ему не хватало людей, которым бы он мог доверять. И в это сложное время еще и Мария уволилась. Мария, с которой он начинал раскручиваться и которая знала все нюансы бизнеса как свои пять пальцев. Новая же экономист могла только жопой крутить и глазами хлопать. Нет, выполнить конкретное поручение она сможет под строгим контролем, но проявить инициативу, увидеть ошибку или недоработку и сделать прогноз это нет. Тяжко. В общем, Сергей, продолжил Руслан через паузу. Пока Александра нет, ты обеспечишь мне тыл. Я не хочу и не могу отвлекаться наличной проблемой и проблемой безопасности. Но ставь меня в известность о том, какие меры применяешь. Дочь Петрова, его бывшую любовницу и бывшего юриста запереть на базе. Строгая изоляция по одному. Никакой связи. Пусть ждут выздоровления Петрова. Кормить, поить, выгуливать, но никаких контактов ни с кем. Жестко. Отвечаешь лично. С немцами будь на связи по поводу Светланы. Опасаюсь я эту даму. Маше обеспечь допуск к Петрову и если понадобится машину с водителем. И последнее. Проверь сотрудников на лояльность и если найдется хоть один стукачок, увольнять без разговоров. В общем, подкрути там гайки, пусть опасаются. А я займусь новым объектом. От таких предложений не отказываются, но согласен с Сашкой. Подоить немцев не грех. А нечего было метаться, подмигнул он вдруг Сергею. Надо было сразу нас выбирать. Мужчины пожали руки и разошлись по делам. Петров Александр Михайлович мог быть спокоен, его фирма работала и развивалась. Люди были заняты делом и никто не паниковал из-за отсутствия шефа. Но матерились про себя из-за навалившихся проблем. Зато именно в таких передрягах познаются верность и преданность, а также выясняются обман и предательство. На работу сегодня Маша приехала минут за пятнадцать до начала. Еще даже не все сотрудники были на месте. Вчера она вернулась домой поздно, но, слава богу, в квартире уже никого не было. Маша убрала со стола совершенно нетронутую еду и улеглась, забывшись тревожным сном. А утром все же позвонила сыну до его отъезда в универ. «Ваня, ну как ты там?» «Все нормально, мам», торопливо ответил сын. «Я тебе потом перезвоню, а пока скажу, что ты права, мне надо было с ним познакомиться. И ты молодец, что рассказала о нем, хотя и сомневалась. Ты будешь с ним общаться?» осторожно спросила Маша. «Буду, но редко. Мы разные, мам. Я ему на самом деле не нужен. Он даже не знает, о чем со мной говорить. Вы просто еще не знаете друг друга. Потом темы найдутся». «Ладно, мам, бегу уже». Сын отключился, и Маша как раз уже тоже подъезжала к работе. «Пораньше, чтобы перекинуться парой слов с Маркеловым». «Скажет что-то» или промолчит. Маркелов уже был на месте. Маша заметила, что он всегда приходит рано. Она решила не мучиться и самой спросить о результате. «Доброе утро, Виктор», остановилась она в дверях. «Доброе утро, Мария Витальевна. Что-то хотели?» Сухо спросил Маркелов. «Ничего особенного. Просто хотела уточнить. Отчет в Москву сегодня отправлять?» «А он готов?» Недоверчиво выгнал бровь Маркелов. «Если готов, вначале покажите мне». «Разумеется», согласилась Маша и вышла. По всему было видно, что Маркелов не хочет говорить о встрече с сыном. Ну нет, так нет. И Маша занялась отчетом. К обеду она передала файл на компьютер шефа и вышла на улицу. Она все утро хотела позвонить в клинику, но времени не было. Сергей вчера брал ее на разговор с главным врачом и тот дал ей свой номер телефона. Теперь Маша, волнуюсь, набирала вызов. «Да, Мария Витальевна», сразу ответил врач. «Значит, Сергей ему оставил мой номер», догадалась Маша. «Георгий Исакович, как там Саша? Пока по-прежнему, но знаете, у него изменились ритмы дыхания и сердцебиения. Это внушает определенную надежду. И сегодня будем надеяться на лучшее. Спасибо, Георгий Исакович. Всегда рад помочь, Мария Витальевна». Они одновременно отключились. «Кто этот Саша?» раздался у нее над духом голос бывшего мужа. Маша невольно вздрогнула от неожиданности, но ответила спокойно. «Это мой муж, Александр Петров». «Не ври», недовольно скривил губы Маркелов. «Все знают, что Петров не женат и баб вокруг него немерено. Как же? Самый богатый, самый влиятельный, самый-самый мужчина в регионе!» раздраженно прошипел он. «Я не вру, у нас еще просто не было регистрации». Маша показала кольцо на руке. Саша сам надевал. «Дорогая цацка», оценил Маркелов, в этом он тоже понимал. «Что ж, рад за тебя, хотя, честно говоря, хотел попытаться вернуть наше прошлое, опоздал получается». Через паузу признался Маркелов. «Наше прошлое? О чем ты? Полгода знакомства, случайная беременность и грязное расставание? Это наше прошлое? Правда, чувства были яркие, первые, по крайней мере, у меня. Нет, Виктор, вернуть ничего невозможно, не смеши, мы с тобой чужие люди, только сын нас связывает, но и он, слава Богу, уже взрослый». «Ты же знаешь, что он живет с девочкой, и у них кажется все серьезно». «Что живет, знаю», ответил Маркелов, «что серьезно, не верю. Ему всего двадцать, девчонки тоже, десять раз разбегутся». «Может может быть», согласилась Маша, «какие-то они все сейчас чересчур независимые, но влезать в их отношения я не буду. Единственное, все время Ваньке напоминаю, чтобы детеныша случайно не сделал, ребенок желанным должен быть, а не случайным, а то будет еще одна покореженная жизнь». «Две, а то и три покореженные жизни», меланхолично добавил Маркелов. «Мне после тебя долго ни одна баба была не нужна в квартире. Перепихнуться нет проблем, но в дом привезти и хозяйкой оставить извини. Через год только женился назло, чтобы обиду заглушить». «Назло? Обиду?» не поняла Маша. «Ты изменил, а я у тебя виновата? Молодец! Правильная постановка вопроса», съязвила она. «Да, обиду», неуступчиво заявил мужчина. «Я же звонил тебе. Прощение хотел просить, извиниться, а ты даже трубку не взяла. А приехать поговорить, глядя глаза в глаза, а не по телефону, не судьба?» опять язвительно спросила Маша. «Эх, Маркелов, ты даже сейчас не понимаешь и не принимаешь своей вины. А ведь уже взрослый мужик, так о чем разговор? А, кстати, что за намеки на ревность ты тут изображаешь? У тебя своя семья есть? Там и ревнуй!» Через паузу добавила она. «В том-то и дело, Машка, что семья у меня только в документах. Ирина вышла замуж не за меня, а за деньги. А мне в то время надоело баб менять. Выбрал меньше из зол». Маша покачала головой сожалея. А дочь? Дочь не моя. Я ее удочерил, когда Наире женился. Девочке годик был. Почему женщина с ребенком? Не поняла Маша. Ведь наверняка был выбор. Потому что она дочь хорошего друга, приличная семья. Потому что надеялся, что баба с ребенком уже нахлебалась и научилась понимать жизнь. Потому что хотел своего ребенка, а она уже рожала, значит точно сможет родить и мне. «Достаточно почему она?» зло воскликнул Маркелов. И ошибся. Не реагируя на злость, констатировала Маша. «И ошибся», согласился Виктор. «Хочу развестись, но мне ведь сорок пять, как твоему Петрову. Не факт, что мне повезет с бабой, как ему. А про наследство это ты зря», через паузу добавил он. «У меня есть что передать сыну. Пара квартир, загородный дом, дача, три машины. И все именно мое. Добрачное или оформенное на меня. Так что зря ты, Маша, мне не веришь». «Виктор, мне тебе верить или не верить незачем. Тебе бы доверие сына заслужить». «Кстати», перебил ее Маркелов, «Спасибо за сына, Маша. Серьезно, мне очень понравился Иван. Я рад, что ты смогла воспитать в нем человека». махнулась Маша. «Он тоже, знаешь, не пушистый зайка, упрямый, как баран, не лучше тебя». Маркелов усмехнулся. Родная кровь. Помолчали. «Ладно, Маш, езжай. Я же вижу, как ты переживаешь. Решай свои дела, но работу не забывай. До обеда, чтобы всегда была на месте, а после по необходимости». «Спасибо, Вить», радостно воскликнула Мария, не ожидавшая такого подарка. «Я не подведу. Работа будет сделана, и мои личные дела на нее не повлияют». Маша сорвалась и бегом вернулась в свой кабинет. Выключила технику, взяла сумку и через несколько минут уже выезжала с парковки. Она надеялась успеть на консультацию немецкого специалиста. «Георгий Исакович здесь», ворвалась Маша в вестибюлю клиники почти бегом. Он в кабинете с немецким коллегой. Не поднимая головы ответила регистратор. «А у Петрова они уже были?» нервно спросила Маша. «Да», коротко ответила девица, не отвлекаясь от работы. «Ну, нагло постучаться и войти или терпеливо подождать в коридоре». Маша выбрала первое. Не могла она мучиться неведением. Петров теперь занимал огромную часть ее жизни. Решительно пройдя до кабинета заведующего, она требовательно постучала в дверь. «Входите, Мария Витальевна», раздалось из-за двери. «Откуда вы знаете?» спросила она, войдя в кабинет. «Камеры», кивнул главврач на монитор. «Они у нас выведены на пост и в мой кабинет». «Познакомьтесь», представил он, «мой немецкий коллега доктор Вольфган Штерн». «Приятно, мадам». Пожилой, но крепкий еще мужчина привстал и кивнул ей. «Садитесь, Мария», обратился к ней главврач. «Сейчас все расскажу, а Вольфгант добавит. В общем, все не так плохо. Я сразу предполагал, а Вольфгант сейчас подтвердил, что у вашего мужа неполноценная кома. Конечно, уже не ступор, но еще и не вторая степень. Такое пограничное состояние, потому что функции организма сохранились. Он борется, видимо, у него есть сильный стимул к жизни. «Крепись, Саша», мысленно взмолилась Мария и сжала кулаки. «После вашего разговора его состояние улучшилось, и Вольфгант считает, что Александр Михайлович может выйти из комы сам в любой момент», продолжил заведующий. «Слава Богу», опять взмолилась Маша. Она мало что понимала из того, что ей говорил доктор, но четко уловила. Саше лучше, и он может очнуться в любой момент. «Можно мне к нему?» умоляюще взглянула она на доктора. «Да, конечно. Там сестра на посту. Если что-то будет надо, спросите у нее. Охрана перед дверью по распоряжению господина Юдина, но вас они знают». «Спасибо, Георгий Исакович». Маша метнулась к двери. «Стойте!» неожиданно произнес молчавший до сих пор Вольфганг. «Возьмите его за рук, гладить, говорить о важном для он, для вы, какие-то слова задеть его, он проснуться». «Я поясню, Мария», вступил главврач. «Ваш муж все слышит и понимает, только не может ответить. В коме он всего пять дней, это еще не катастрофа. До этого он был под действием препаратов, но не в коме. Вы дороги ему, и Петров может очнуться для вас. Маша почти выскочила из кабинета, торопясь к мужу. Ей было приятно, что не только она называет Александра мужем, но и его окружение считает их мужем и женой, хотя все знают, что они еще не регистрировались. И эта своеобразная поддержка была очень приятна. На второй этаж к палате Петрова она взлетела на одних эмоциях. Ей было что сказать Александру для бодрости и хорошо, что в палате в этот момент никого не будет, а камеры они же не слышат, только видят, ну и пусть. Однако Мария ошиблась. В палате была незнакомая медсестра, хотя делать ей там было нечего в это время. Капельницы и все процедуры Саши проводили с утра, а в остальное время мониторили его состояние по приборам. И кстати охраны на посту не она встревожилась. Тем более встревожилась, когда увидела, что медсестра заправляет капельницу в пустующий в это время штатив и готовится ввести иглу в катетер на руке Петрова. Стойте! Что вы делаете? Разве у Саши новые назначения? Женщина быстро обернулась и бросила изучающий взгляд на Машу. Вы кто? С неуловимым акцентом спросила она. Жена, строго ответила Мария. Что-то непонятное и темное мелькнуло во взгляде женщины. Маша невольно напряглась. Она не знала что, но что-то с этой сестрой было не так. Отойдите от него, жестко приказала ей Маша. Да сейчас, грубо ответила женщина, бросив быстрый взгляд на приоткрытую дверь. У меня работа, буду я тут выполнять дурацкие команды. Отойди, не на шутку разозлилась Мария и попыталась медсестры, но та не уступила. Ах ты дрянь, шипела эта медсестра. Подстилка Петровская. Надеешься получить все его денежки? Не выйдет, у него есть дочь. Они крутились вокруг кровати Петрова, но Маше никак не удавалось дотянуться до красной кнопки вызова на мониторе состояния. Она уже догадалась, что перед ней Светлана, бывшая жена Александра, и зачем та пришла сюда, тоже было понятно. Но где же охрана и медсестра с поста? Мария бросала тревожные взгляды на дверь, но в коридоре было тихо. Никто сюда не спешил, никто ни о чем не беспокоился. Как же вызвать помощь? Заорать? Маша вздохнула и приготовилась кричать, но упустила из виду противницу. А та стремительно приблизилась к ней и приставила к шее тонкую иглу небольшого шприца, неизвестно как оказавшегося в ее руке. Молчать жутким шепотом приказала она. Это яд. Дернешься и сдохнешь. Мне терять нечего. Благодаря твоему любовничку я потеряла бизнес и имя. Придется все начинать сначала. Но я смогу. А вот Петров уже ничего не сможет. Маша молчала. она сильно испугалась, но сумела сохранить самообладание. И она прекрасно понимала, что у Светланы нет времени. Ей надо торопиться, потому что в палату к Петрову в любой момент может кто-нибудь зайти. А тут уже не только Петров, но и Маша добавилась. Преступница начала нервничать, не зная с какой жертвы начать, а Маша решила потянуть время. Так это ты та дама, которую ищет полиция. Унимая дрожь, спросила она, не боишься появляться здесь? А кто знает, что я здесь? усмехнулась та. Светлана Петров сейчас в Европе, а здесь совсем другая женщина, которую, кстати, никто не видел, а если и видел, то не придал значения. У меня, дорогуша, большой опыт в маскировке. А охрана, медсестры, я, наконец. Охрана трахает сейчас эту медсестру в соседней пустой палате. А всего-то и надо было растворить пару таблеток виагры в соке. Мужик захотел, а баба не устояла. И всем в удовольствие. На камеру тоже не надейся, я ее залепила. Ну, а ты сама жива ненадолго, ощерилась женщина. Этот яд быстрого действия. Когда-то Маша случайно слышала, что психически неуравновешенные люди любят демонстративные действия и специально могут провоцировать мелодраматические и даже трагические ситуации. Светлана явно была сдвинута по фазе, однако ситуация сейчас была далеко не игрушечная. Женщина пришла убивать и готова была сделать это. Маша лихорадочно искала выход, хотя женщина продолжала жестко держать ее за локоть и не убирала от шеи шприц. Камера. Если она ее заклеила, то на мониторе сейчас одна и та же картинка или вовсе серый квадрат. Неужели не заметят? Как бы дотянуться до кнопки? Маша незаметно переступила с ноги на ногу, делая вид, что устала, и в то же время сдвинулась немного в сторону аппарата. Светлана или не заметила этот маневр, или не придала ему значения. Шприц в ее руке дернулся, и игла невольно процарапала кожу на Машиной шее. И, кажется, Светлана выбрала жертву первой очереди. Она недобро посмотрела на Марии. Все, у Маши больше не было времени ждать. Со всей силы, какая у нее нашлась, она толкнула женщину в грудь. Таня удержалась на ногах и упала на пол, выронив шприц. Маша метнулась вперед и до упора нажала красную кнопку. Где-то послышался басовитый звук сигнала, топот ног, отдельные крики. Маша это слышала уже сквозь пелену угасающего сознания. Светлана успела вскочить на ноги, ее тренированное тело было в отличной физической форме и коротким ударом стилета нанесла Маше ранение. Удар в большей степени пришелся по руке, потому что Маша инстинктивно успела прикрыть живот, но и правый бок был задет. Однако обморок Маши был связан не с ранением, а скорее с эмоциональным перенапряжением, со страхом потерять жизни. Она не увидела, как в палату ворвались люди, Светлану скрутили и увели, в палате навели порядок, Машу уложили здесь же, на кушетку и привели в чувство на шатырем, а когда она открыла глаза, то увидела направленный на нее тревожный взгляд Александра. Маша. Непослушными еще губами позвал он. Маша. Глава одиннадцатая. С этого дня выздоровление Петрова пошло семимильными шагами. Капельницы, сосудистые витамины, ежедневный массаж, циркулярный душ. Все для того, чтобы быстрее восстановить вегетативную систему и мышечную активность. А для восстановления эмоций и психики в целом медики использовали самое сильное лекарство для Петрова Марию. По договоренности с Маркеловым она по-прежнему продолжала уходить с обеда в клинику и неотлучно находилась при Александре. Им даже, как обычной паре, не удалось избежать трений. Как только Петров узнал, куда устроилась работать Маша и кто является ее шефом, он немедленно возник. И серьезно. «Марусь, ты представляешь, как я себя чувствую, зная, что рядом с тобой каждый день трется твой бывший?» зашел сразу с весомых аргументов Александр. «Саш, это глупо, между нами ничего нет и быть не может», примирительно ответила Мария. «Между вами есть сын», не согласился Петров, «и он всегда будет вас объединять, что бы ни происходило». «Между тобой и Светланой тоже есть дочь», не удержалась Маша. «Она вас объединяет?» «Ты права», помолчав, признался Александр. И оба замолчали. Это была их первая размолвка и продолжать оба не хотели, лихорадочно пытаясь найти компромисс. Маша мысленно поставила себя на место Петрова и поняла, что да, это неприятно. Она бы тоже психовала, зная, что Петров ежедневно сталкивается по работе со своими бывшими. Но и сразу вот так увольняться тоже не хотелось. Работа ей нравилась, место тоже, можно было пробовать конфеты и мармелад без ограничений, пока они на конвейере. Много все равно не съешь, а Маша была любительницей мармелада. Но это, конечно, шутка. Главное, Маша была ответственным человеком и не могла бросить дело, когда в нее только что поверили. Петров тоже понимал это. Он так же, как и Маша, не мог бросить начатое дело, а что предложить взамен, пока не знал. Однако оставался категорически против Шоколадки и Маркелова. Так этот вопрос и повис пока. Маша продолжала работать, Петров продолжал выражать недовольство этим. Зато остальные вопросы с восстановлением Петрова начали решаться, как по мановению волшебной палочки. Сразу было видно, что к руководству фирмой вернулся хозяин. Пусть еще не в офис, но указания уже отдает и исполнение требует. Фирма встрепенулась, начальники всех уровней подтянулись и все вернулись к правильному энергичному ритму работы. Решал Петров и личные дела. Нахождение на койке под капельницей ему в этом нисколько не мешало. Быстро решилась судьба Карины и Степана Берга. Петров никогда не брал слова назад, поэтому квартира Карине осталась, но всякое содержание было прекращено. Модельному агентству выкатили внушительный иск, а поскольку виновной была Карина, агентство ее уволило, обязав выплатить существенный штраф. Берга, как корпоративного юриста Александр уволил сам и не поленился оповестить всех более-менее крупных бизнесменов города о неблагонадежности этого индивида. Так что приличной работы Берга здесь не найдет. То, что у Берга с Кариной будет ребенок, Петрова совсем не интересовало. «Умеешь пакостить, умей отвечать», считал он. Светлану Сергей Юдин лично передал немецкой стороне, потому что здесь о покушении на Петрова в полицию не заявляли, а как гражданка Германии она могла быть призвана к ответу именно там. А вот с Анастасией возникли сложности. По делу матери она проходила лишь свидетелем. Не нашлось ни одного факта, который доказывал бы ее осознанное участие в покушении на Петрова. А сам Александр не хотел привлекать дочь к ответственности. Он еще надеялся договориться с ней и ждал окончания лечения, чтобы поговорить с ней дома. Анастасия все это время продолжала оставаться на загородной базе фирмы под серьезной охраной. Но каждый день, что бы он ни делал, какие бы вопросы ни решал, Александр ждал Машу. Оказалось, что эта женщина, с которой он был так недолго знаком, стала самой важной в его жизни, стала самой его жизнью. Слава Богу, что с ней самой ничего не случилось в пылу борьбы со Светланой. Та не успела надавить на поршень шприца, и пустая игла лишь оцарапала кожу. Александр и представить не мог, что бы он делал, случись с Машей беда. Поэтому на второй же день, когда наложив стерильные повязки на раны, Машу отпустили домой, он настоял, что бы она ехала в его загородный дом. Там охрана, там прислуга, и на работу ее будет возить водитель. Не проблема. И Маша тогда согласилась, не желая расстраивать только что пришедшего в себя Александра. «Марусь, пойми», убеждал ее Петров, «я не посягаю на твою свободу и независимость. Но подумай, здраво, безопасность важнее всего. Маш, я люблю тебя и не хочу рисковать». Теперь Петров признавался в любви легко и часто. Целовал Маше руки, лицо, волосы, когда она сидела рядом, и вообще не стеснялся проявлять чувства. На пятый день он засобирался домой, но Георгий Исакович категорически воспротивился. Нет, дорогой Александр Михайлович, неделя минимум, и только после полного обследования, выписка, Петров смирился. А как не смиришься? Остаться овощем он не хотел? Мало ли, лучше уж долечиться. А то как там Маруська без него будет? Зато втайне от Маши он договорился со своей подружайкой о красивой выездной регистрации после выписки. Никаких пышных свадеб, ну их, распишутся и организуют шашлыки на берегу реки. У них там отличное место оборудовано, а гости только свои. Нах всех чужих собирать. Удивлять им никого не нужно, все и так уже удивленные. А для себя хватит друзей и родственников. Распланировав это все, Петров теперь с нетерпением ждал выписки. А Маша? Маша крутилась как белка в колесе. Дом, работа, клиника. И ей не то, что переживать и строить планы. Сдохнуть некогда было. А тут еще жена Маркелова явилась к нему на работу и устроила скандал. И Машина имя несколько раз прозвучало в кабинете Маркелова. Неприятно. Кто-то донес до дамы фальшивую информацию, и она не постеснялась явиться к мужу на работу. Вот, кстати, на работе никто до этого момента не знал, что Маша и Маркелов бывшие супруги. Мария Витальевна, вы бы, голубушка, сходили в цеха пока, что ли? Предложила ей кадровичка, которая принимала ее на работу. Ирина Сергеевна человек сложный и резкий, настроение может испортить. А кто это? Не поняла Маша, отвлекаясь от расчетов. Так жена нашего директора, пояснила женщина. И что? Я при чем? Не доходила до Маши. Так неужели скандал не слышите? Нет, не слышу, созналась Маша, которая действительно не прислушивалась к посторонним шумам во время работы. Кто-то известил Ирину Сергеевну, что Виктор Николаевич принял на работу бывшую жену и оказывает ей знаки внимания. Вот же! С досадой воскликнула Маша. Ну что людям спокойно не работает? Где это Ирина Сергеевна? Сейчас я ей все объясню. Может, не надо? Предупредительно остерегла кадровичка. Наоборот, надо, не согласилась Маша. А то так и будут на нервы бабенки капать. А дернув жакет, Маша двинулась к кабинету Маркелова, откуда действительно еще в коридоре слышались звуки словесной баталии. Нет, но это никуда не годится. Устроили тут, понимаешь, пробурчала Мария, открывая дверь. Что здесь происходит? Ледяным тоном поинтересовалась она. Вы понимаете, что вас сейчас слышит и обсуждает весь офис? Она кинула взгляд на жену Маркелова и сразу осознала свою ошибку. Бабенкой эту накачанную стерву никак не назовешь. А ты кто такая, чтобы спрашивать? Взвелась молодая женщина. А, наверное, это самая Маша и есть? Требовательно спросила она у мужа, но ответила ей сама Маша. Да, Мария Витальевна Карпова, слушаю вас. Холодно и спокойно представилась она. Вот не зря ее на прежней работе мужики снежной бабой называли. Умела она включать ледяной тон для охлаждения. Жена Маркелова немного сдала обороты и уже без крика и визга спросила напрямую. У вас с Маркеловым связь? Нет, решительно отвергла Маша. У меня есть муж, которого я люблю и уважаю. Я не буду унижать ни его, ни себя грязной интрижкой. С Маркеловым у нас есть сын. Виктор, повернулась Маша к бывшему, тебе надо было объяснить жене ситуацию. Не беспокойтесь, уважаемая, вновь обратилась она к женщине. Я не собираюсь заводить шашни с вашим мужем. Еще не хватало. Невольно дернула она плечом. Но и вам не советую вот так вырываться в его кабинет. Это дома он вам муж, а здесь руководитель крупного коллектива. И такое унижение не добавит ему авторитета. Да плевать мне, взвизгнула опять Ирина. Пусть, не заслуживает. Маркелов все это время молчал принял. Выведите постороннюю из кабинета и впредь без пропуска не впускать. Отдал он приказ незаметно вызванной охране. Ирина открыла было рот и закрыла, не найдя достойных выражений. Начальник охраны вежливо, но твердо взял ее за локоть и настойчиво вывел из кабинета. Вот видишь, Маш, устало произнес Виктор, напоминая ей их прошлый разговор. Вижу, но кто тебе доктор? Сам выбирал. Сам согласился Маркелов и через короткую паузу попросил Маш, не мешай мне с сыном связь налаживать, а хочу близко узнать родного ребенка. Даже не собиралась, окрестилась Маша. Сумеете поладить, буду только рада. Еще не поздно вам понять и принять друг друга. Ладно, Вить, пойду я. Удачи тебе и спасибо. Хотя, знаешь, есть еще одно дело. Визит твоей жены подтолкнул. Я буду увольняться. Ищи себе экономиста. Как только найдешь, я уйду. Не делай это так трепать нервы. Да и Сашка у меня тоже недоволен моим местом работы. Жаль, отозвался Маркелов. Я уже привык видеть тебя каждый день. Привык быть спокойным за расчеты и отчеты. Ты крутой профессионал, Маша. Но понимаю тебя. Сам не люблю работать на нервах. И Ирина хорошо, Маш. Я дам команду искать человека. Но кого попало, брать не буду. Так что вам с Петровым придется подождать. Как он там кстати? Выздоравливает и рвется на волю, улыбнулась Маша. Она вышла из кабинета и кажется, что гора с плеч свалилась. Честно предупредила об уходе. Не любила она бросать начатое дело, но обстоятельства складывались неприятные. А зачем мучить себя, если вокруг полно других возможностей? Вечером в клинике она обрадовала Петрова своим решением. Маруська, ты прямо бальзам на мои раны пролила, обрадовался Петров. Добавить ему что ли радости, подумала Мария. Она хотела этой новостью встретить Александра из Германии. Но тогда встречи не произошло из-за всех этих страшных событий. А когда ей сообщили о его состоянии и потом забыла обо всем. Не до того стало. Зато сейчас вспомнила и все равно опасалась. Кто его знает, как Петров отреагирует. Ему и так досталось, а тут такое. Сама то она после первого шока пришла в себя быстро и даже нашла много плюсов. А вот Петров страшно. Но тяни, не тяни, а говорить надо. Так будет честно. Маша тоже извлекла уроки из первого опыта что-то ей говорил, мол, найдет другое место, если захочет. Маша его почти не слушала. Набиралась решимости. Дождавшись паузы в словах почти мужа, она внезапно выпалила. Я беременна, Саш, уже десять недель. Петров замер в полувздохе, широко открыл глаза и медленно выдохнул. Маша? неуверенно произнес он. Правда, поняла его невысказанный вопрос Мария. Машка! Петров подскочил с кровати, он, конечно, уже вставал и ходил, но не таким же диким способом. Сначала крепко чмокнул ее в голову, затем метнулся к окну, схватил свой телефон, бросил, выбежал из палаты и приказал охраннику «корзину цветов сюда немедленно!» Тот опешил, но реакцию сохранил. Достал рацию и отбил этот приказ уличной охране. А Петров все метался по палате. Но вот он остановился возле Маши, бережно поднял ее на ноги и как-то трепетно даже положил свою огромную ладонь на Машин живот. «Машка, Машуня, ты знаешь, что ты мое счастье! Как же я жил без тебя! Где же ты была?» Он обнял ее и зарылся руками в Машины волосы. Очень нежно целовал и ласкал как самую великую драгоценность. «А ты, Саш, где был ты? Где носила тебя все эти годы? Это просто чудо, что мы наконец встретились!» Вторила ему Маша между поцелуями. «Чудо!» согласился Петров и опять погладил ее живот. В палату ввалился охранник с огромной корзиной самых разных цветов. «Указаний не было, Александр Михайлович, я собрал все, что там были. Молодец! Премия!» отреагировал Петров. «Марусь, поверь, что этими цветами я даже сотой доли своей радости не могу выразить, но знай, я рад и счастлив». «А к черту все! Пошли!» Александр схватил Марию за руку и быстрым шагом направился к кабинету главврача. «Жора!» с порога потребовал он. «Выписывай меня к чертовой матери! Я и так долго терпел твоей трубке! У меня сейчас такой стимул жить, что убивать будут, не убьют!» «Признались?» посмеиваясь, спросил врач Машу. «Да, Георгий Исакович, не могу больше скрывать, неправильно это!» «Вот и отлично! Идите с Богом!» напутствовал их доктор. На учет Маша встала в районную поликлинику, когда еще даже не думала о браке с Петровым. Страшно было, но она же взрослая тетенька, пойди справиться с малышом, раз уж он зародился. Ни про какой аборт у Маши даже мыслей не возникало. Но она же старородящая. Понадобились сложные анализы, которых в местной поликлинике не делали, и она по привычке обратилась в клинику фирмы. Здесь и оборудование на порядок выше, и отношения, что уж говорить другое. 39 лет не шутка. Вот тут Георгий Исакович и узнал про ее беременность, а потом и про многоплодность. Бывай, Жора, перебил ее мысли Петров, все, что надо для центра, списком не подгони, и премию жди, и скулап. Иди уже, засмеялся Георгий Исакович, благодетель. Ты знаешь, что немцы тебя героем борьбы с мафией считают? Знаю, Серега рассказывал. Это они настоящей мафии не встречали. Но пусть считают, рассмеялся Петров. В коридоре он развернул Машу к себе лицом и очень внимательно посмотрел ей в глаза. Спасибо, родная, ты не представляешь, что ты для меня сделала. Представляю, Саш, хотя и сама в шоке, созналась Маша. Но думаю, у нас хватит сил вырастить их хотя бы до двадцати лет. Ваньке сейчас двадцать, так он уже сам пытается жить. Может, и они? Их? Они? Петров завис и даже, кажется, челюсть отвисла на самом деле. Их, Саша? У нас двойня. Первым Георгий Исакович предположил. Услышал разнобой в сердцебиении. А через недельку-другую можем их на УЗИ увидеть. Петров все никак не мог отойти и осознать свое двойное счастье. Маша, Машенька, родная. Дрожащими пальцами он трогал Машины плечи, волосы, руки и, кажется, даже боялся дышать на нее. Но Петров не был бы Петровым, если бы не умел быстро брать себя в руки. Он крепко обнял Машу, горячо поцеловал в губы, никого не стесняясь. Даже никто и не возмущался. Медсестры и не такие картины видели, а охрана и сама была рада за шефа. Тихо, ведь никто не говорил, так что суть событий все уловили верно. «Поехали домой, Марусь. Не могу я тут больше. На неделе уж так и быть ничего делать не будем. Люди работают, а в субботу уж извини, у нас регистрация. Я договорился». Маша и возразить не успела. У крыльца клиники их ждал черный Лексус Петрова и им оставалось только сесть в машину, как из окна гостиничного комплекса, расположенного метрах в пятидесяти от клиники, раздался громкий надрывный крик. «Отец!» Глава двенадцатая. Александр остановился, Маша тоже повернулась лицом гостиницы. Отсюда выражение Настиного лица было не видно, но, судя по голосу, она была в своем обычном состоянии раздражения. Охрана засуетилась у двери и под окнами, но действий никаких не предпринимали без приказа Петрова. «Отец ведь!» Александр постоял секунду, с извинением взглянул на Машу и сказал «Я ненадолго марусь. Поговорить все равно надо. Понимаю, Саш, не торопись и береги себя. Я подожду». Сама она так и не решилась поговорить с Анастасией, а сейчас подумала, что и правильно. Кто она, Настя? Чужая тетка, будущая жена отца, но никак не советчица? Да она и видеть Машу не захотела бы. Так что пусть Петров сам тут решает, что и как. Мария села на лавку у входа в клинику и приготовилась ждать столько, сколько надо будет. А Александр шел к корпусу, где под охраной сидела его дочь и думал, как они до этого докатились. Видимо, не хватило ему времени, умения перебить влияние Светланы на дочь. А ведь видел, что еще в подростках, возвращаясь из Европы от матери, Настя ежится иголками, грубит и выделывает кренделя в школе, а потом и в институте. Не понял, что его строгость и требовательность идут вразрез с материнской вседозволенностью и воспитанием исключительности. Думал, что мозги, которые у дочери все же были, училась она легко, но без старания, победят алчность, которая ей досталась от матери. Не срослось. Здравствуй, дочь. Поздоровался он с ней, войдя в номер. Надеюсь, ты все уже поняла за это время. Петров с ожиданием взглянул на дочь. Она находилась под охраной уже больше недели. Питание и прогулки по расписанию, никаких встреч, никаких телефонов и интернета. Может, одумалась? Мне сообщили о покушении на тебя, спокойно ответила Настя, чуть охрипшим голосом. Сочувствую и сразу говорю, что была против такого варианта, но маму не переспоришь. И да, я хорошо подумала обо всем, но с тобой ничего не случилось бы, если бы ты сразу переписал на мать или на меня 50% своих активов, вдруг резко выкрикнула она. И Петрову стало ясно, что дочь так и не подумала серьезно о своем положении. А мать требовала все, автоматически уточнил Петров. Что же вы не договорились? Да ты и за 50 уцепился как клещ, непримиримо огрызнулась Анастасия. Когда я свой бизнес начала, мне очень нужны были деньги. А ты мне что сказал? Любишь кататься? Люби и саночки возить. Крутись сама. Дал только на первый старт, а я хотела сразу. Зачем мне тратить годы, когда есть возможность развернуться здесь и сейчас? Дочь трясло от еле сдерживаемой ярости, и Александр ясно видел, что даже если они договорятся, настоящего примирения все равно не будет. Анастасия не изменится, может притихнет под обстоятельствами, но не смирится ни с ним, ни с его новой семьей. Я бы помог, Настя, вздохнул Петров, но ты помнишь, что тогда заявила? Или 50%, или я тебя не знаю. Я почему-то подумал, что на 50% ты не остановишься, и решил принять вторую часть твоего предложения. Петров замолчал, и Настя тоже ничего не сказала. Конечно, она помнила вечные споры с отцом по поводу желаний и возможностей, но ей больше нравились установки матери, что если нет у тебя, то можно взять у других. Ты знаешь, что мать обвиняют в организации преступной группы? А это большой срок. Да, твой Юдин меня просветил. А ты знаешь, что ее бизнес арестован, а имущество конфисковано? Не знала, медленно ответила Анастасия. Получается, у меня в Европе ничего больше нет? Да, у тебя есть только то, что записано на тебя и лежит в банках на твое имя. Крохи, отмахнулась Настя. Дом в Сербии и счет в Германии. Опять замолчали. Петров с сожалением смотрел на дочь. Не получилось у него. Конечно, и сам Петров не белый и пушистый. Бизнес в России вообще по краю ходит. Ограничений много, прав мало, налоги бешеные. Приходится нарушать, ловчить, обходить. Но, блин, большинство старается не выходить за рамки закона. Иначе смысла нет. Но дочь уже шагнула на другую дорожку, попробовала вкус вольной жизни. Не понимает, что ей придется всю жизнь скрывать свое второе лицо, всю жизнь опасаться ареста, всю жизнь где-то прятать свои капиталы и трястись за их сохранность. И не от государства, а от подобных себе. Оно того стоит? Как ей это объяснить? Как втолковать, что второй жизни не будет, она одна? И не получится в одной жизни накосячить, а в другой исправить и кайфовать? Петров опять тяжело вздохнул. В общем, Настя, с этого момента ты свободна, у тебя есть свой бизнес, займись им и притихни на время. Надумаешь расширяться, я помогу, но только если придешь с готовым бизнес-проектом. Просто папа дай денег, не пройдет. Живи самостоятельно и знай, что у тебя есть на кого опереться, если сама не будешь плевать в этот колодец. И да, дочь, я женюсь, и моя женщина уже носит моих детей. Не смей даже просто косо смотреть в ее сторону, предупредил Петров, зная скандальные выходки своей дочери. Поняла? Да, отец, ты все объяснил очень доходчиво, сарказмом в голосе ответила Анастасия. Она еще пыталась огрызаться и дерзить, но уже поняла, что терпение отца закончилось. Выходка матери с похищением поставила последнюю точку в их корявых отношениях. Теперь Анастасии действительно можно надеяться только на себя. У нее даже мужчины нет, который помог бы ей в это трудное время. Если не финансово, то хотя бы морально. Да, отец прав, сейчас ей лучше притихнуть. Вот отцу Настя все равно завидовала, ему всегда везло по жизни. Надо же, выжил в такой передряге, бизнес сохранил и даже жену себе нашел. Настя не сознавалась, что успела собрать о Марии немало сведений и вынуждена была признать, что выбор отца удачен. И как раз этот факт бесил ее больше всего. Мария совсем не походила на Светлану, но Петрову подходила идеально. Отец вышел демонстративно, оставив двери открытыми, давая понять, что больше она не пленница. Анастасия медленно собралась и оглядела комнату. Ей здесь ограничивали только перемещение и связь. Все личные вещи доставлялись по первому требованию, поэтому в комнате накопилось уже немало барахла. «Ладно, привезут», решила Анастасия и, подхватив сумочку, покинула надоевшую комнату. Она запомнила предупреждение отца и первое время лезть на рожон не собиралась, а там видно будет. Маша металась по спальне в поисках пропавшего телефона. Вечно он у нее терялся в самое неподходящее время. Поиски затянулись и пришлось звать подмогу. «Саш, позвони мне», крикнула она с балкона. Телефон потерялся. Петров, который вместе с Юдиным и Ванькой насаживал мясо на шампуры, разулыбался, увидев ее, и тут же потянулся к своему телефону. Раздался звонок где-то из-под вороха платьев, лежащих на кровати. Вот так и знала, с досадой пробурчала Маша, доставая пропажу. Загородная усадьба Петрова готовилась к свадьбе. Нет, Маша не наряжалась в белое платье невесты, смешно было бы, хотя это и была ее первая свадьба. Но 39 лет, взрослый сын, какое белое платье. Зато Петров заставил ее накупить кучу нарядов, из которых Маша сейчас и выбирала платье по вкусу, наиболее подходящее, по ее мнению, к выездной регистрации. Особняк Петрова, наш дом, как уже привыкла говорить Маша, был украшен по этому случаю шарами и цветами. Шары висели во всех местах, где можно, а цветы стояли и в вазонах, и в кашпо тоже, где только можно. От этого многоцветия вся усадьба походила на распущенного павлина. На лужайке установили большой навес, а под ним уже сервированные столы. Гостей было не так много, но это были люди, которые на самом деле приятельствовали с Петровым и Машей. Несколько человек с работы, Краснов с женой, несколько партнеров по бизнесу, родители и самые близкие родственники. У Петрова оказалась только дочь. Настя все же приехала к ним на регистрацию, хотя особой радости по этому поводу не выражала. Маша знала, что, несмотря на договоренность с дочерью, Петров все же установил за ней наблюдение. Недоверие к дочери у него сохранялось. Родители Петрова, уже довольно пожилые люди, приехать не смогли, а у Маши, как ни странно, родни оказалось больше. Мать, сын с подругой, бабуля с дедулей, тетка со своим сыном и... Маркелов с женой. Родственник, блин. В начале Маша показалась дикой Ванькина мысль пригласить на свадьбу отца, но потом она посоветовалась с Петровым. Саш, Ваня хочет пригласить Маркелова на нашу свадьбу. Мне кажется, это перебор, неуверенно произнесла она. С другой стороны, он хочет, чтобы Маркелов прекратил расспрашивать его обо мне. В общем, я в сомнениях, созналась она. Маркелова? А что? Улыбнулся во весь рот Александр, который в последнее время был добр ко всем. Пусть приходит. Не было у нас еще в загашнике директора шоколадной фабрики и рассмеялся. Он притянул Машу к себе и шепнул ей на ухо. Пусть приходит и убедится, что здесь ему ничего не светит. Маша оборвала свои воспоминания и, взяв телефон, вышла из комнаты. Гости собрались, пора было начинать регистрацию. Смешно, но оказалось, что у Маши нет подруг. Как-то потерялись все подруги по дороге жизни. Остались в прошлом. А новых завести не смогла. Но тут в город вовремя вернулась бывшая одноклассница Тамара Сушкова, которая и согласилась на роль свидетельницы. «Да ты что, Карпова?» орала она в трубку. «Конечно, согласна. Ты же у нас последняя холостячка, ни разу замужем не бывавшая. И я с удовольствием поучаствую в исправлении этой несправедливости», смеялась Томка. Сейчас Тамарка вовсю флиртовала с Юдиным, помогая, вернее, мешая мариновать мясо. Но ее позвала Нина, Сашина одноклассница, которая доросла до начальника ЗАГСа и которая взялась за полную организацию их свадьбы. «Том, помоги мне арку поправить. Начинать пора. Иду». Маша посмотрела в ту сторону. Арка нависала над дорожкой, в конце которой стоял стол с журналом регистрации. По замыслу Сашиной подружайки, после росписи всех ожидали не ресторанные блюда, а простые салаты, шашлыки и вино. Речка, купание, игры. Вот такая свадьба. Петрова и Маше было все равно, им лишь бы вместе. А гости воодушевились не по-детски. Еще бы. Столько свободы. А вечером предполагался танцевальный марафон в стиле сельских дискотек. Это уже вообще разрыв шаблона. Здесь все же были очень обеспеченные люди. Но, как оказалось, и они хотят подурачиться и повеселиться без оглядки на камеры. Вот, кстати, камеры и съемки были запрещены категорически. А парадные фото сделают специалисты. В общем, народ в нетерпении ожидал действия. Подходя к нарядной толпе гостей, Маша зацепила взглядом сына. Ваня стоял рядом с Петровым и что-то ему увлеченно рассказывал. Петров временами хмыкал, а потом и вовсе рассмеялся. У Маши потеплело на сердце. Она боялась, поладят ли Иван с Александром. Но оба дорогих ей мужчины смогли найти общий язык. Кстати, Ваня сейчас был на практике в юроотделе фирмы и новый юрист отзывался о нем с одобрением. Маша была рада. «Начнем», подхватил ее под руку будущий муж. «Начнем», согласилась Маша. «Как только устанешь, сразу говори», стражился Петров. Он беспокоился о Маше очень сильно. Во-первых, возраст для родов поздноват. Медицина медициной, а природа природой. Все надо делать вовремя, особенно рожать. Во-вторых, беременность была многоплодной. Это вообще выбивало Петрова из колеи. Он представить не мог, что в Маше сейчас живут еще два человечка и рвался их всех защитить от любых напастей. Маша и Петров медленно шли к Нине, которая уже строила гостей вдоль дорожки, и вдруг Маша заметила одинокую ромашку, которая настырно пробилась между плитками дорожки. «Саш, подожди!» Она сорвала цветок. «Я уже гадала, мне выпало, к сердцу прижмет. Давай вместе попробуем». «Я и так знаю», оскалился Петров. «Но давай». Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет. Оставался лепесток, к черту пошлет, но Петров перехватил его и закончил крепко целуя Машу. Замуж возьмет. «Подделал!» огорчилась Маша. «Ничего подобного», возмутился Александр, истинную правду сказал, «А ромашки всегда по-разному вещают. Это просто игра, Марусь, а у нас с тобой реальная жизнь. Я люблю тебя, мое неожиданное счастье. Верь мне». «Верю». Маша ответила на поцелуй и прижалась к своему мужчине. «Саша, что вы там застряли? Давайте быстрее, шашлыки ждут». Торопила их Нина. «Но вот, на собственной свадьбе гоняют, как левых», возмутился Петров, но подхватил Машу за руку и крикнул. «Идем». Они медленно шли сквозь строй гостей, и каждый старался дотронуться до них и что-то сказать. Здесь не было людей, явно недовольных событием, кроме Анастасии, пожалуй. Но и она старалась не показывать своего отношения, чтобы не выделяться на фоне всеобщей радости и веселья. Наконец, Петров и Маша, так и державшие в руке несчастную однолепестковую ромашку, дошли до стола регистратора. Сбоку кто-то ахнул, кажется, Тамара. Ромашку вырвали у Маши и сунули в руки маленький букет невесты. «Кому кидать-то?» машинально подумала Мария. Она оглянулась, народ улыбался, притоптывал от нетерпения и в разнобой кричал. «Саша! Маша!» «Кину Тамарке!» подумала Маша. «Она не замужем!» «Или Лене!» «Пусть Ванька посмеется!» Но тут Нина, которая сама проводила регистрацию, начала говорить и все смолкли. Защёлкала камера профессионального фотографа, включились софиты, направленные на молодожёнов. Петров был сама серьёзность и респектабельность, а Маша само волнение и мягкое очарование. Красивая пара. Она невольно сжала пальцы Александра и тот в ответ бережно и крепко обхватил её руку. Текст регистратора прошёл мимо ушей Маши, но слова «Готовы ли вы Александр взять в жёны Марию Карпову добровольно и оберегать ваш союз от бед и невзгод?» Привели её в себя, и она услышала совершенно чёткое. «Да, готов! С самой первой встречи и на всю жизнь!» Нина улыбнулась бывшему однокласснику, подмигнула и обратилась теперь к Марии. «Готовы ли вы, Мария, взять в мужья Александра Петрова, беречь и умножать семейное счастье, быть рядом в горе и радости?» «Готово!» ответила Маша побелевшими губами, внезапно захлебнувшись воздухом. «Прошу молодых поставить свои подписи под вашим первым общим документом». Вначале расписался Петров, Маша за ним. «Всё?» «Прошу вас обменяться кольцами, символами вашей бесконечной любви и верности», завершила процедуру Нина. Петров спокойно, а Маша трясущимися руками надели друг другу кольца. «Всё?» опять заторопилась Мария. «Кажется, всё». До последнего мгновения её не покидало чувство тревоги и опасности, но обошлось. У Маши как будто стержень изнутри вынули, и она обмякла, навалившись на плечо мужа. «Мужа!» «Молодые, можете поздравить друг друга», торжественно возвестила Нина. Со столика с шампанским мигом исчезли все фужеры и народ ликующе заорал «Горько! Горько!» Петров старался вовсю, оправдывая их ожидания и даже перестарался. Их поцелуй с Машей всё длился и длился. Гости уже бросили счёт и потянулись к навесу, а Петров с Машей всё целовались. Наконец он оторвался от жены и тихо сказал только ей «Самому себе не верю». До последнего ждал какой-нибудь подлянки. Маша тихо засмеялась. И я. Александр подхватил жену на руки и так на руках донёс её до места за столами. Несмотря на отказ от ресторанных праздничных блюд, стол был отнюдь не беден. Несколько видов салатов, много холодных закусок, горки шашлыка и запечённого мяса, разнообразные холодные напитки и отличное дорогое вино. Что ещё надо для хорошего настроения в приятной компании? Как что? Подарки. Люди собрались небедные и изощрялись как могли, потому что трудно делать подарки людям, у которых всё есть. Но многим это удалось. Машу особенно порадовал Иван, который подарил им недельную поездку в горный Алтай с проживанием в уединённом шале. Реально уединённым. На несколько километров вокруг никаких поселений. Только это база и несколько домиков. Им с Петровым как раз. Причём заработал сын на эти далеко не дешёвые путёвки сам. Маша была рада. Юдин подарил им мощный квадроцикл, объяснив, что раз они собираются постоянно жить за городом, то этот транспорт им подойдёт. Маркелов с женой подарили наборы эксклюзивных конфет, выпускаемых шоколадкой и почти не бывающих в свободной продаже, а также небольшой двухместный катероб. Петров, который страшно любил рыбалку, но редко мог себе её позволить, искренне обрадовался. Маркелов весь день делал вид, что всё замечательно, о чём-то договаривался с юристом фирмы, как потом выяснилось, подбивал на корпоративный договор, а его жена тщетно пыталась найти общий язык с другими дамами. Здесь присутствовали очень известные в городе люди, и для Ирины это оказалось неожиданным. На Машу теперь она смотрела с завистью, но это никого не волновало. Только Анастасия умудрилась подпортить настроение. Она сделала очень неоднозначный подарок – большой альбом их семейных фотографий, в которых было много счастливых лиц Александра, Насте и Светланы. Только она ошиблась. Петрова этот намек на предательство первой семьи не задел. Семья распалась задолго до нынешней свадьбы. Машу задел, но не слишком. Не она была виновата в распаде первой Сашиной семьи. Поэтому этот Димаш Анастасии остался без внимания. Сама Анастасия присутствовала только на регистрации и потом, подарив альбом, сразу же уехала. Маша и Петров продержались вместе со всеми часа два, а потом незаметно ушли в дом. Дом, в котором теперь началась их общая жизнь. Новая, немного поздняя, но такая счастливая. Прошло десять лет. Эпилог. Мария Витальевна, трубочку возьмите, раздался из динамика голос Верочки, новой Машиной секретарши. Верочка сменила на этом месте Сонечку, а Сонечка Лизочку, так и осуществлялся круговорот секретарш приемной Марии. Даже и поверье сложилось, что на этом месте быстро замуж выходишь. Маша уже могла конкурс устраивать, столько желающих было на место ее секретарши. Мысли мелькнули и исчезли, и Маша сняла трубку. «Слушаю». «Марусь, тебе телефон для чего дан? Чтобы не слышать его?» раздался притворно грозный рык мужа. «Ох, Саш, прости, опять забыла звук включить после совещания». «Забыла она», проворчал с улыбкой муж. Эту его улыбку Маша не только услышала по голосу, но и практически увидела. «В общем, ты как хочешь, но чтобы к пяти была дома». Настя приезжает с Жоркой. «Да ты что, конечно, буду. Ты подарки-то внуку приготовил, дед?» подначала Маша мужа. Тот очень любил внука, но слово «дед» бесило его неимоверно. Сам Александр считал себя еще крепким и здоровым мужчиной. Подумаешь, пятьдесят пять лет, считай, всего лишь половина жизни, ну или чуть больше, тихаря сознавался он сам себе. Однако, надеялся успеть вырастить своих сорванцов, да и внуку помочь тоже. «С нашими вместе выбирали», ответил муж. Марк, как всегда, за технику голосовал, а Маринка за конструктор, инженер блин будущий. «А выбрали что?» рассмеялась Маша, представив Александра в магазине со спорящими детьми. «Что папа сказал, то и выбрали», самодовольно ответил муж. «Электрический самокат, пусть Жорка развивает координацию. Ты опять?» возмутилась Маша. «Ты же знаешь, как не любит Настя такое сокращение имени Георгий. Я же не при ней», отнекался муж. «При ней только Гера, ну или Георгий». И он рассмеялся. Кто бы мог подумать, что Настя так кардинально изменится. Вначале ее потрясло наказание матери. 15 лет тюрьмы это не шутка. Конфискация имущества, запрет на созданный уже бизнес. Школу наемников закрыли, некоторые ее выпускники оказались тоже в тюрьме. В общем, в Германии, да и в Европе Анастасии делать было уже нечего. Она решила прочно обосноваться в России, продав дом в Сербии и закрыв счет в Германии. Первый год Настя еще злилась на отца и общалась с ним крайне редко. Потом ей понадобилась помощь, она решила возродить дело матери, индивидуальные туры, но уже в России. Однако и свое первое дело косметические салоны тоже не бросила. Александр в помощи не отказал, да еще и подогнал помощника опытного туриста-экстремала. Вадим и сам давно хотел создать нечто подобное, да с финансами был затык. А тут совпало, есть дама с финансами, но без специальных знаний, и он со знаниями, но без финансов. В общем, спелись и через некоторое время сошлись для совместной жизни. Жили вначале без регистрации, но с рождением Георгия оформили отношения. Большой любви Маша там не видела, но взаимное уважение присутствовало. Родился Герка, которому сейчас было шесть лет. Он на три года был младше своих дяди и тети. Но когда они все были в одной компании, это не мешало им пакостить вместе. Вот с рождением сына Настей смягчилось. Не то, чтобы она стала пушистой зайкой, но ненавидеть отца перестала. Чаще приезжала в гости, однако особой теплотой к родственникам так и не прониклась. Петровские двойняшки оказались разнояйцевыми близнецами. Мальчик и девочка, Марк и Марина по характеру совершенно разный. Степенный рассудительный Марк мамин сын и взрывная деятельная Маришка папина доча. Конечно, деление условное. Оба они любили детей одинаково сильно. Понятно, поздние дети взрослых родителей. Просто Марк повторял характер Маши и был более ей понятен и управляем. А Маришка характером удалась в отца, и ему легче было с ней справляться. Обычно дети всегда были вместе и верховодила именно дочка. А Марк никогда не отказывался от участия в проказах. Но старался снизить разрушительные действия сестринских идей. Когда же к ним добавлялся гирка, то усадьба превращалась в испытательный полигон чего-либо. Для нянь, а позднее для воспитателей, всегда было много работы. Мария отключила телефон и сблуждающей улыбкой уставилась в пространство. Мыслями она уже была дома. Но голос Верочки опять напомнил ей о работе. Мария Витальевна, к вам посетитель по договоренности. Проси, коротко ответила Маша. Знала этого посетителя, Маркелов его фамилия, и просьбу его Маша тоже уже знала. Полный набор строительных и отделочных материалов для его нового дома. Сейчас договор подпишут и все. На Машины плечи, вернее на ее фирму, ляжет снабжение Маркеловской стройки. Отказаться? Да зачем? Мало ли что связывало их в далекой юности. Сейчас они с Маркеловым совершенно чужие люди. Есть у них общий сын Ваня, но его отношения с родным отцом Машу давно не касаются. Кстати, они дружат. И это не видимость, а настоящая мужская дружба. Маркелов нашел все-таки дорожку к сердцу сына, и тот простил ему свое безотцовское детство. Зато сейчас их водой не разольешь, и во многом благодаря Ваньке Маше приходится мириться с присутствием Маркелова в своей жизни. А Маркелов все же развелся со своей нелюбимой Ириной вскоре после свадьбы Петровых. Завидно ему стало на Машины счастье. Захотел и себе такого же. Год прожил один, бывшей учительнице музыки его падчерицы. Сразу родили ребенка, и теперь у него есть своя родная дочка Стефания. За сыном теперь собирается, жена-то молодая еще. Вот поэтому и дом ему нужен новый и просторный. Причем тут Маша? Так Маша теперь директор сети строительных магазинов? Маленькой пока сети. Два магазина в городе и один в области. Но дело растет. Началось все с Машиного декрета. Вернее сразу после него. Сидеть дома она категорически не хотела. А тут подвернулся случай. Поступил заказ на строительные и отделочные материалы для коттеджа. У Петровой фирма сама и производила строительные материалы из дерева. Кое-что собрали из собственных, но многое пришлось закупать, чтобы выполнить заказ. А почему собственно, почему бы им самим не создать изначально отдел розничной продажи? Или не отдел, а отдельное подразделение. А Маша готова этим заняться. Зря, что ли, 10 лет отпахала в строительном бизнесе. И понеслось. Поиск удобного места и удобного здания, оформление документов, поиск партнеров, поиск работников. Но Маше нравилось, и главное, Петров не против. Теперь в ее магазинах было все для стройки и ремонта. Дерево любое, брус, кругляк, доски, рейки, вагонка, балясины, строительные сухие смеси, цемент, гипс, песок, щебель любых фракций, декоративная галька и много еще чего. Стройся не хочу. А сама Маша уже являлась исполнительным директором отдельного подразделения «Стройка» холдинга Петрова. Вот такие дела. «Маш, Маркелов продолжал все эти годы вести себя как бывший незаслуженно обиженный муж. Мы с Ксенией были в вашем магазине и сравнили ассортимент с тем, что привезли по заказу. Знаешь, я не ожидал от тебя», укоризненно произнес Маркелов. «В чем претензия?» спокойно спросила Мария. «Мы просили цветную гальку на отсыпку дорожек вокруг фонтанов цвет дельфинчиков, а вы привезли коричневую». «Коричневую, Маш, где это оговорено конкретно?» «Текст», не повышая тона, потребовала Мария. «Нет указания в тексте», пошел на попятную Маркелов. «Но надо же думать и самим. Если указания нет, фирма отгружает то, что есть в наличии», опять спокойно ответила Маша. «Но если вас не устраивает, мы можем заменить, не проблема». «Зачем было скандал затевать Виктор?» устало спросила Мария. «Потому что только так я могу с тобой встретиться, взвился Маркелов. «Ты совсем перестала бывать у сына. Занята только своей семьей. А наш Иван тебе уже не нужен?» «Маркелов, ты совсем ку-ку? Ваньке тридцать лет. У него своя жизнь и своя семья. Кстати, с той же Леной, про которую ты говорил, что они не пара». «Я не говорил про пару», буркнул Маркелов. «Я говорил, что разойдутся еще. Молодые». «Ну вот, а они живут уже пять лет и ничего. Тьфу-тьфу». Условно сплюнула через плечо Маша. «Не нагнетай, Виктор. Что ты все не успокоишься?» «Обидно, Маша», сознался первый муж. «У тебя все получилось в жизни, а я не пришей кобыли хвост». «Да что ты мелешь?» уже серьезно рассердилась Мария. «Тебе пятьдесят пять лет, у тебя двое детей, взрослый сын и маленькая дочь. Ты директор единственной в городе шоколадной фабрики. Насколько я знаю, вы вышли уже на зарубежный рынок. Жена на двадцать лет моложе тебя, интеллигентная умница и красавица. Чего тебе еще надобно, старчик?» «Хочу старуху», криво улыбнулся Маркелов. «Тебя, Машка, хочу». «Хоть тебе уже почти пятьдесят». «Ох», выдухнула Маша. «Маркелов, это уже не лечится. Страдай молча и никого не трогай. В молодости надо было головой думать, а не головкой. Иди, нет у меня времени на пустые разговоры. О жене подумай и о дочке, Казанова хренов. Так вы замените Гальку? Заменим, сегодня же привезут. Договор давай». «На». Маркелов подвинул пачку листов. «Я уже подписал». Маша поставила свою подпись и выжидающе взглянула на Виктора. Тот молча поднялся и вышел, кажется, даже слегка сгорбившись. Но у Маши не было к нему ни капли жалости. Все умерло давно. И у Маркелова тоже. Просто он не мог смириться, что его бывшая женщина счастлива, а он нет. А жизнь прошла почти, и ничего уже не исправить. Так, время к пяти уже. Пора собираться. Сегодня ее должны были забрать Ваня с Леной. Но Машиной матери было уже 72 года. Но она по-прежнему оставалась бодрой и энергичной дачницей. Время над ней казалось было невластно. Похудела только, да сократила количество грядок. Маша вышла на улицу, большой внедорожник сына как раз заезжал на парковку. Маша заторопилась навстречу, а там ее ожидал сюрприз. На руках Лены сидел маленький Данька, Машин внук. Вы же хотели его оставить с няней, обрадовалась Маша, беря пацаненка на руки. Не захотел оставаться категорически, рассмеялась Лена. Так и кричал «Ба-ба-ба-ба-ба-ба», пока не взяли. «Ты мой сладкий», зацеловала Маша внука и села рядом с матерью на заднее сиденье. «Вот какая у меня теперь большая семья», думала она дорогой. И все благодаря Петрову. Если бы сейчас Маришке и Марка, по-другому бы сложилась судьба Насти, Вани, и вообще, кто его знает, что бы с нами со всеми было. А теперь у нас вон какая семья и вон сколько детей. Ее мысли опять прервал звонок. «Какой-то сегодня позвонковый день», пошутила про себя Маша. «Марусь, вы там скоро?» выражал нетерпение муж. «Ребятня уже все тут поснесли». «Подъезжаем», успокоила мужа Маша. «Пусть встречают на повороте». На заднем фоне раздался радостный виск и голос Петрова, не успевшего отключиться. «В колонну стройся, до поворота бегом марш!» Послышалось его хриплое дыхание. Петров бежал вместе с детьми, но вот он отключил телефон. И Маша улыбнулась, не сдается. Машина съехала с трассы, от поворота до их усадьбы было метров триста. Ваня остановил машину где-то на середине, давая возможность встречающим добежать до них. Пока ребятишки и гости здоровались, Маша и Петров смотрели друг на друга. Смотрели так, как смотрят каждый день, так, как десять лет назад, молча рассказывая, утешая, поддерживая, обещая, много чего обещая. Но знать этого всем не надо. Редкий случай, но Ромашка оказалась права, к сердцу прижмет и на всю жизнь. Конец. Февраль-март 2022 год.